НИКОЛАЙ ХОМИЧ ВРЕМЯ РОМАН Рабочий день подходил к концу, и августовское солнце, в котором уже чувствовались нотки осени, прежде чем заблудиться в лабиринтах города, а затем там бесследно исчезнуть, на прощание ярко вспыхнуло, и, отразившись мягким светом в окнах напротив, залило весь кабинет. Много еще, невольно щурясь и отводя взгляд от окна, обратился я к молоденькой ассистентке. Последняя, взглянув в журнал предварительной записи, отозвалась она и тут же добавила, «Сергеевич, а вы не забыли, что после приема у вас встреча с корреспондентом?» Она произнесла название одного известного глянцевого журнала и тут же перешла на шепот. Она уже целый час ожидает в коридоре. Такая красивая, а какие у нее туфли, закатывая глаза, выдохнула ассистентка. Помните, на прошлой неделе приходила тетка на липосакцию? У нее были похожие, но смотрелись, как на корове седло. А на этой Юля взорвался я. Во-первых, прекрати пациентов обзывать тетками. Во-вторых, запомни, мне абсолютно все равно, в каких туфлях они ходят, понятно? Угу, не слишком убедительно отозвалась она. А о каком черту корреспонденте ты говоришь? «Ну как же, Сергей Ильич, вы что, забыли? Сегодня, когда вас поздравляли, Геннадий Иванович сказал, что женский журнал захотел напечатать статью о нашей клинике и о вас, и вечером придет корреспондент. Ее слова, будто переводя стрелки часов, вернули меня к той самой минуте, за которой наступило мое пятидесятилетие. Не знаю почему, но задолго до этой даты, за год или около того, меня стал страшить этот день. Неожиданно я стал воспринимать его как некую черту, водораздел или границу, за которой должна наступить пустота. Вернее, даже не пустота, а начало своеобразного временного отсчета движения к этой самой пустоте. И возникло это ощущение из-под воль, незаметно. Вдруг пришло чувство ограниченности времени. До этого я воспринимал его как безбрежный и нескончаемый поток, постоянно подгонял его ход, и вот наступил момент, когда я реально смог очертить его пределы, и они оказались ничтожно малы, всего два или три десятилетия. Нет, у меня не возникло при этом чувство страха смерти или приближающейся старости. Это было что-то иное. Я вдруг стал смотреть на собственную жизнь как бы со стороны, анализировать ее, особенно те моменты, которые прожил начерно, в попыхах, в надежде позже все исправить. Вспомнил о делах, отложенных на потом, эпизодах, в которых шел на компромисс с совестью, надеясь позже все исправить, и вдруг неожиданно понял, что ничего этого уже не произойдет. Я просто не успею этого сделать. И то, что всегда воспринималось как черновик, оказалось и было моей набело прожитой жизнью. От этих мыслей становилось не по себе. Я гнал их прочь, но они все чаще и чаще проникали в мой мозг, пока не заполнили его целиком. О том, что не вечен умом, как любой нормальный человек, я понимал. Мало того, осознание этого пришло давно, еще в раннем детстве, с мыслью «я когда-нибудь умру». Но это была отвлеченная мысль. Ее невозможно было спроецировать на себя. И направлена она была скорее на того абстрактного и незнакомого, кем я впоследствии когда-нибудь стану, но произойдет это не скоро, когда-нибудь. Это успокаивало. Затерявшись где-то на задворках памяти, эта отвлеченная мысль стала привычной и обыденной. Она даже стала частью меня самого. Но ровно до того момента, пока не пришло вдруг озарение. Тот неизвестный и незнакомый и есть я сам. И время, которое я постоянно торопил, бездумно и расточительно тратил, течет сейчас и ускользает совершенно беспрепятственно, будто вода сквозь растопыленные пальцы. А удержать его невозможно. Его скорее можно убить, чем остановить. И тогда, совершенно растерянный, я с ужасом стал замечать, как быстро один день сменяется другим, как стремительно тают недели, исчезают месяцы. Вначале на моих глазах пропала зима, за ней весна, сейчас догорает лето, и вот-вот совсем скоро закончится год, а за ним те последние десять, двадцать или тридцать лет. Я понимал, что надо что-то делать, и не делал ничего. От этого дни замелькали еще быстрее, стали похожи один на другой и в конце концов превратились в один серый, вязкий и безликий то ли день, то ли месяц, то ли год. Я припомнил, что подобную тревогу, чувство безысходности и неотвратимости, последующих вслед за временем событий, я когда-то уже испытал. Это было давно, в седьмом классе. Наша семья тогда переехала в другой город, и мне предстояло пойти в новую чужую для меня школу. Разрыв со старой прошел болезненно, по-живому. Я был оторван от друзей, привязанностей и привычек, и впереди ждала полная неизвестность. Это испугало, по-видимому, настолько, что я стал противиться времени. Стал безрассудно считать дни, приближающие, как мне казалось, к роковой дате – первое сентября. Но вот парадокс. Как только я стал это делать, время, будто издеваясь надо мной, стремительно полетело вперед. Это отравляло каникулы. Ведь вместо того, чтобы беззаботно и весело проводить дни, я скупо то и дело их пересчитывал. В конце концов, это вымотало настолько, что в последние дни августа я желал только одного – быстрее бы наступило это клятое первое сентября. И оно, конечно же, наступило. Ничего сверхъестественного не произошло. Напротив, открылась новая страничка моей тогда такой незамысловатой жизни. Вот и сейчас, с той же параноидальной настойчивостью, я стал отчитывать дни, приближающие меня к 13 августа, пока в голову не пришла, как мне казалось, гениальная, но на практике оказавшаяся совершенно нелепой идея. Если не праздновать день рождения, не отмечать этот самый юбилей, никак его не фиксировать, то он как бы и не наступит. Вернее, все само собой образуется и утрясется, а я буду как бы ни при чем. Но самым удивительным было то, что я искал и не находил причин появления этих самых тревог. Ведь все сложилось как нельзя лучше. У меня замечательная семья, жена и двое сыновей. Женился я по любви, это чувство, как мне казалось, сумел сохранить. Возможно, я так бурно его уже не выражаю, но с женой мне всегда комфортно и легко. Мы практически не ссоримся, а если это и случается, то по мелочам. Пятидесяти годам я сумел сохранить физическое здоровье. Живота практически нет. На висках всего пара-тройка седых волос. Но главное, я состоялся как врач. И без лишней скромности могу заявить, я, пожалуй, один из лучших пластических хирургов Украины. Работой вполне доволен. Частная клиника, оборудованная по последнему слову техники, и коллектив замечательный. Я обеспечен, ни в чем по существу не нуждаюсь. В общем, все замечательно. Кому расскажи о своих мыторствах, вывод будет один. Мужик просто с жиру бесится. Возможно, со стороны это выглядит именно так, но собственная жизнь с некоторых пор мне стала напоминать картину, увиденную давно еще в студенческие годы. Автора я не помню. Это был молодой художник, имя которого, как и многих других непонятых, незамеченных, так и не всплыло на поверхность, не стало знаменитым, а затерялось где-то в безвестности. Картина же была гениальной. На ней, в размыве красок, состоявших из вертикальных и горизонтальных мазков, на передний план выступали дом, автомобиль и масса каких-то несущественных бытовых предметов. Но главным и доминирующим был задний план, а вернее, его полное отсутствие. Вместо перспективы и горизонта на картине была изображена вязкая и серая пустота. И складывалось впечатление, будто вырваться из этой липкой и обволакивающей серости абсолютно невозможно. При взгляде на полотно возникало чувство отчаяния, безысходности и обреченности навсегда остаться в этом крошечном мирке давно опостыливших вещей. Эта предопределенность событий, а вернее их отсутствие, просто убивала. Рассматривая картину, я чувствовал, что мне становится физически трудно дышать. На ней отсутствовал воздух, точнее, его движение. Его заменяла удушливая атмосфера стабильности и предсказуемости. Все было предельно ясно. Ничего никогда уже не произойдет. Все уже было. Называлась картина «Предел желаний». Вспомнив об этом, я окончательно запутался. Представь перед дилеммой, с одной стороны, я никак не хотел торопить время, а с другой, его течение убивало своей предсказуемостью и обыденностью. Но одно я уже знал наверняка. Праздновать этот юбилей я не хочу и не буду. Разве что посидим с женой дома и выпьем по бокалу вина. К тому же мы остались одни. Дети разъехались. Старший в Лондон учить язык, а младший в Испанию в спортивный лагерь. Да и Ленка, моя жена, утром улетает в Мюнхен. Там у нее какие-то дела, связанные с ее туристической фирмой. Поэтому никаких празднований, никаких банкетов. Кто захочет поздравить, пусть сделает это по телефону. Наступило утро 13 августа. Как и следовало ожидать, ничего особенного не произошло. Если не брать во внимание беспрестанно звонивший телефон. Звонили родственники, приятели и друзья. Звонили высокопоставленные чиновники и их жены, ранее побывавшие у меня под ножом. Звонили одноклассники и одногруппники. Звонили совершенно незнакомые люди. Не скрою, это было приятно. Я даже невольно стал вспоминать. А кто еще не успел поздравить? И если наступала пауза, начинал волноваться. Неужели все? А почему те не позвонили? Забыли? И хотя это были банальные, дежурные, зачастую далеко не искренние слова, я продолжал их ждать. И когда раздавался очередной звонок, в полуха выслушав поздравления, произносил в ответ такие же дежурные, ни к чему не обязывающие фразы. Это был некий ритуал. Кем-то заведенные правила, которыми следовало руководствоваться, абсолютно не задумываясь, зачем. И все же в приветственных речах было одно словосочетание, которое, вырываясь из контекста, резало слух. Пятидесятилетний юбилей. Оно возвращало к прежним думам и смутным, так и не оформившимся в конкретные мысли, тревогам и переживаниям. Лишь на пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого, опаздывая в клинику и двигаясь быстрее обычного, я пришел в себя, чуть не въехав в зад, резко притормозившему передо мной Парше Каену. «Только этого не хватало», — прошипел я. Но все же полной неожиданностью было то, что, зайдя в клинику, я обнаружил, что меня уже ждали. Коллеги, выстроившись в ряд, держали цветы, а в ординаторской был накрыт стол. От увиденного у меня выступила испарина. «Стало не по себе. Ведь вместо того, чтобы самому, по-человечески, как говорится, выставиться, я невольно вынудил это сделать других. Это же жлобство какое-то». Найдя глазами Генку, или, правильнее сказать, Геннадия Ивановича, нашего главврача, я красноречиво на него глянул и показал кулак. «Я же тебя просил как человека не устраивать ничего». Но тот лишь ухмыльнулся и развел руками. «А ты как думал? Хотел отмазаться? Теперь расхлебывай». «Какой же я идиот!» Нашусь тут со своими дурацкими мыслями. А все так просто. Надо жить и радоваться. Только теперь, после слов Юли, я вспомнил, что Генка, помимо поздравления, приготовил еще один сюрприз — корреспондента. Причем преподнес это как общественную нагрузку, как некую дань за устроенное в честь меня торжество заявив, что в моем лице известного пластического хирурга, празднующего 50-летний юбилей и по существу находящегося на вершине своей творческой карьеры, можно лишний раз прорекламировать нашу косметологическую клинику. И сделать это совершенно бесплатно со страниц самого читаемого нашими потенциальными клиентами журнала. Безусловно, он хороший руководитель, но при чем здесь я? Наверное, из-за таких моментов я не любил получать подарки, особенно дорогие. В каждом из них я чувствовал угрозу, посягательство на собственную свободу. Они, как мне казалось, всегда к чему-то обязывали. Я попадал в зависимость дарящему и тут же начинал искать возможность поскорее от нее избавиться. Ответный шаг доставлял куда больше удовольствия. Я тщательно выбирал и дарил более ценный и значимый подарок, нежели получал сам, и тут же чувствовал облегчение. Все это и происходило неосознанно, само собой. При этом я не ставил никаких конкретных целей. И все же, если копнуть глубже, в моих поступках угадывался шкурный интерес. Ведь полученное удовольствие от процесса дарения можно расценивать как удовлетворение собственного эго. Я как бы заявлял самому себе, смотри, на что я способен. И все же получать подарки было приятно. Ведь от этого чувства, идущего из детства, избавиться просто невозможно. И по большому счету, глупо даже пытаться. От утреннего поздравления весь день обуревали смешанные чувства. С одной стороны, приятно было услышать массу теплых слов в свой адрес, а с другой формат самого поздравления озадачил настолько, что я только и думал, как из этого выпутаться. Пригласить всех коллег в ресторан да устроить банкет. Не будет ли это выглядеть запоздало и нелепо? Но пока ничего не оставалось, кроме как добросовестно выполнять просьбу Генки преподнести нашу клинику журналу в лучшем виде. К тому же придумывать ничего не придется. Она в киви действительно лучшая. В кабинете удушливо пахло стоящими повсюду цветами, вас не хватило и букеты расставили по ведрам. Цветочный запах вновь вернул к прежним переживаниям и к самой первопричине их появления — к наступившему пятидесятилетию. Цветы, стоящие повсюду, походили на хлопоты по организации похорон, на желание отвлечься от самой их первопричины — смерти. В дверь постучали, и в кабинет вошла пациентка, женщина лет пятидесяти. Оглянувшись по сторонам, она на секунду замерла, на ее лице проступило недоумение, она никак не ожидала увидеть доктора в цветах. Замешательство вскоре прошло, и она широко улыбнулась, сверкнув при этом полным набором безукоризненно отреставрированных зубов. Очевидно, что она расценила увиденное по-своему. Решила, что цветы преподнесены благодарными клиентами, и она не ошиблась, сделала правильный выбор, записавшись именно к этому доктору. Наблюдая за этим микромоноспектаклем со счастливым концом на подмостках ее сознания, я не стал убеждать ее в обратном. А начал всматриваться в это немолодое лицо. Познавшее множество кремов, массажей, различных инъекций, и в конец утомленное от тщетности проделанных до этого процедур, оно, несмотря на отяжелевшую, а местами и провисшую кожу, все еще хранило следы былой красоты. Что вас беспокоит? Она встрепенулась. Неужели непонятно? Но вслух, всматриваясь в бейдж на моем халате, произнесла, Сергей Ильич, мне надо выглядеть моложе. При этих словах она для чего-то достала из сумочки Луи Виттон коричневый платочек, рябивший по всему полю тем же логотипом и зажала его в руке. Я обратил внимание, что такой же платок повязан и на ее шее. Эта логофилия, заставляющая носить вещи с инициалами какого-то французского кожевенника, явно страдающего манией величия, невольно заражала такой же манией и потребителей его вещей. При этом у них заметно менялась осанка, выражение лица, а у меня это почему-то незамедлительно вызывало ироническую улыбку. Ведь дошло даже до того, что стали выпускать туалетную бумагу с логотипом Луи Виттон, пропитанную специальными ферментами, которые расщепляют экскременты и превращают их в спирт. Неожиданно вспомнились годы застоя, когда и туалетная бумага была дефицитом. Тогда в ход шли газеты «Правда», «Известие», «Комсомольская правда». Словом, абсолютно вся идеологическая литература стала использоваться народом по своему прямому назначению. Но как много интересного вместо унылого и однообразного ЛВ можно было почерпнуть тогда из газет? Я поймал взгляд пациентки, из которого исчезла прежняя уверенность. Кроме застывшего вопроса, в нем теперь читались тревога, покорность и даже смирение, и лишь где-то глубоко на самом дне теплилась слабая надежда. Я привык к этим особым взглядам зрелых женщин. Я заметил, что для многих из них потеря красоты и молодости, основы и фундамента их мироощущения, сравним разве что с физической смертью. Можно сколько угодно говорить об уме, шарме или обаянии, но только красота способна дать женщине уникальную возможность почувствовать себя истинно женщиной в полном смысле этого слова. Все остальные качества, безусловно, важны, но они не определяющие, а скорее дополняющие. Красота, как ни банально это звучит, действительно оружие. Лишившись его, женщина становится беззащитной и растерянной. Для мужчины это сопоставимо разве что с потерей потенции. Зрелые женщины, медленно увядающие, сблекнущие от времени красотой, благодатный материал для пластического хирурга. Ради иллюзии возврата прежней молодости они готовы на все. Безропотно переносить боль и мучения. Как правило, они достаточно обеспечены и для многих клиник стали основным источником дохода. Здесь главное не спугнуть. Надо убедить потенциальную клиентку в том, что подобная операция, как и поход к стоматологу, такая же банальная и рутинная. Но она дает возможность реставрировать молодость. Практически так же, как дантист моделирует и восстанавливает утраченные зубы. И не важно, что они не свои, сделанные из другого материала. Внешне они идентичны, как гелевые или акриловые ногти, или такие же, как нарощенные волосы и ресницы. Вы прекрасно выглядите, не моргнув глазом, привычно соврал я и тут же, не давая ей опомниться, продолжил. У вас есть небольшие проблемы, но они легко устранимы. Я рекомендую круговую подтяжку лица и блефоропластику верхнего и нижнего века. Пока я это говорил, в памяти всплыла еще одна картина того же художника под названием «На приеме у врача». На ней, на переднем плане, были изображены сидящие друг напротив друга мужчины. Один в халате, врач, а другой совершенно голый, посиневший от холода, изможденный и несчастный пациент. За спиной каждого из них стояли клетки с кошками и мышками. Дверки некоторых клеток были приоткрыты, и видно было, как кошки и одного, и другого поочередно ловили мышек соперника. И хотя передо мной давно уже сидят не несчастные и обездоленные, а холеные и сытые, хороший врач всегда должен уметь виртуозно играть в эту мозговую игру кошки-мышки. Недаром само слово «врач» происходит от слова «врати» заговаривать или обманывать. Пациентка нерешительно приоткрыла дверку и выпустила мышку. «После этого я буду выглядеть моложе». А я тут же кошку. Как минимум на 10-15 лет. Правда, загорелись ее глаза. А как долго сохранится этот эффект? Если вести здоровый образ жизни, лет на 10. В любом случае будете выглядеть моложе своих сверстниц на эти годы. Они уже от вас никуда не убегут. Вы хотите сказать, что в состоянии задержать время? Вопрос ее застал меня врасплох. Я никогда не задумывался, что подобными операциями я, по сути, пытаюсь остановить время. Но вслух сказал, если вам хочется именно такой трактовки, конечно. Современные технологии, новые материалы, но главное умелые руки хирурга в состоянии притормозить и даже повернуть вспять время. Что я несу, подумал я. А вслух, уловив во взгляде чуть слабое согласие, вот-вот готовый перейти в безоговорочное желание, напористо не давая опомниться, как кот когтистой лапой хватает мышь, уверенно произнес. В понедельник сдадите анализы и сразу на операцию. Она немного помедлила, было заметно, как ее мысль улетела куда-то далеко, потом вернулась и, наконец, она сказала, «А как долго продлится послеоперационный период, и я не смогу показываться на людях?» Абсолютно недолго, с оптимизмом и радостью, будто только и ждал от нее этого вопроса, отрапортовал я, а затем заговорщицкий, как можно доверительнее, продолжил. «На седьмой день вам снимут швы, через две недели исчезнут синяки и отеки, и всего через полгода вы вновь будете молодая и красивая». Полгода не удержавшись, воскликнула она. «Это же так долго!» «Это смотря как относиться к этому времени. Если после него исчезает целых десять лет, я считаю, это абсолютно недолго». Я говорил сверхубедительно, но она неожиданно скисла. Уголки губ ее при этом низко опустились и потянули за собой провисшую кожу, которая тут же собралась в гармошку, придав лицу характерное бульдожье выражение. Глаза же, затуманенные набежавшей слезой, только усилили этот эффект, в них проступили тоска и обреченность, какие обычно бывают у старых, отживших свой век собак. В ход пошел заранее приготовленный платок. От влаги на потемневшем поле еще четче проступили буквы «ЛВИ». По-видимому, и об этом позаботились талантливые дизайнеры компании. За это время «Он меня бросит», донеслось сквозь рыдание. «Кто бросит?» Косясь на фамилию, записанную в карточке, одновременно показывая Юли на стакан с водой, спросил я. «Я пью только без газа», неожиданно твердым голосом отозвалась пациентка. «Вы совершенно правильно делаете», мягко промурлыкал я. «Вот вам моршинская без газа». «Спасибо», вслипнула она и, покосившись на Юлю, добавила. «Можно поговорить с вами наедине». Прочитав на карточке фамилию известного депутата и вспомнив слухи о его личной жизни, ходившие по городу, я понял просьбу пациентки. «Юля». Но ассистентка, не дожидаясь окончания фразы, гордо подняв голову, уже зашагала к выходу и громче положенного хлопнула дверью. И это несмотря на постоянные тренинги. «А что делается в обычных больницах?» подумал я, а вслух произнес. «Молодежь, что с ней возьмешь?» Пациентка неожиданно поддержала меня. «Вот из-за таких пиголиц и рушатся семьи. Ничего святого». И я догадался, что речь пойдет сейчас о ее муже. Ей, по-видимому, необходимо было выговориться. «А с кем это лучше всего сделать, если не с доктором?» Платок вскоре стал совсем мокрым. К тому же она периодически в него сморкалась. Пододвинув к ней коробку с бумажными салфетками, я даже подумал о том, что дизайнерам компании Луи Виттон следовало бы комплектовать подобные сумочки не одним, а целой дюжиной таких платков. Уж слишком непростая жизнь у их обладательниц. Пациентка не унималась. Подлец. Ведь я его выучила. В люди вывела. Он ведь еле-еле на тройке закончил институт. Папа устроил его в ЦК комсомола. Взяли в порядочную семью. Ходил же в дырявых носках. И на тебе. Не нужна. Она надолго зашлась в рыданиях. Я молчал, лишь изредка вставляя «Успокойтесь, успокойтесь, все образуется», прекрасно понимая, что в подобных случаях лучше не мешать, дать выплакаться. Когда на столе скопилась целая груда смятых салфеток, она, всхлипывая, продолжила. Хотя бы красивая и умная была, было бы понятно. Мужику крышу снесло, а то парикмахерша. Виски ему красила, омолаживала. Та омолаживался, Кобелина проклятый. Она же ему в дочери годится. Раньше при Союзе хоть горком можно было пожаловаться, а теперь кому? Если половина Верховной Рады поменяла жён на этих длинноногих проституток, ну что он в ней нашёл? Разве что молодость, уже тихо и смиренно задумчивости произнесла она. Помолчав какое-то время, она робко спросила, «Доктор, а я правда буду на пятнадцать лет моложе?» «Ну, конечно, да», — обнадёжил я, глядя на покрасневшие глаза, на распухшие от рыдания лицо, на несчастную, по сути, женщину, от которой ускользало время. Лидия Георгиевна, обратился я к пациентке, «Можно просто Лида?» «Лида, всё будет хорошо». Я коснулся её руки, она тут же обхватила мою и, цепляясь будто за соломинку, не желая её отпускать, ещё долго повторяла, «Спасибо, доктор, спасибо!» «А ведь ей гораздо хуже, чем мне. Ведь бабий век действительно короток, к тому же не они от мужчин уходят к молодым, а наоборот, провожая её взглядом, подумал я. Солнечный свет мягким, обволакивающим сиянием растёкся по кабинету. Я любил это предзакатное время, когда всё уже состоялось и день догорал. Впереди ждали сумерки, первые звёзды и обязательно что-то хорошее, что обычно приходит из детства и не имеет названия». Неожиданно Настя шотворилась дверь и вошла сияющая Юля, вслед за которой решительной походкой проследовала незнакомая девушка. В тёмно-синем костюме со всполохами золотых молний в отделке она произвела впечатление вдруг возникшей грозовой тучи посреди идиллически чистого и безоблачного неба. Инна Витовская, заместитель главного редактора журнала «Фэ Мэн», протягивая руку, представилась она. Всё произошло так стремительно, что, растерявшись, вместо того, чтобы пожать ей руку, я совершенно не кстати наклонился, чтобы поцеловать её, а, заметив удивлённый взгляд посетительницы, на полпути притормозил нелепо, по-лакейски при этом прогибаясь. К тому же в спине неожиданно что-то хрустнуло и, превозмогая боль, задержавшись в такой позе дольше приличного, сияя кислой улыбкой, я, наконец, распрямился Сергей Ильич, хирург. Никак не могу привыкнуть к желанию эмансипированных дам, называющих почему-то себя бизнес-леди, протягивать руку для рукопожатия. Что они хотят этим доказать? Свою силу? Превосходство? Или что они наравне с мужчинами? Эта маленькая неловкость сразу выбила меня из колеи, и, чтобы ее сгладить, я произнес кофе. Журналистка улыбнулась. Если можно, зеленый чай. В ослепительной улыбке отчетливо читалось. Разве вы не знаете, что современные девушки пьют только зеленый чай? Но вслух она произнесла. Да вы не волнуйтесь. И разрешите прежде всего поздравить вас с 50-летним юбилеем. Она что-то долго говорила, но я уже не разбирал слов. Меня поразили интонация, с которой она их произносила. Ее улыбка, которой отчетливо просматривалось сочувствие и снисхождение. С такой улыбкой сослуживцы бывшего коллегу провожают на пенсию. Или же родственники, узнав, что у близкого рак, желая скрыть правду, стоят у постели обреченного. Она мне сразу не понравилась. Гламурное МНСП поздравляет, как хоронит. А потом я догадался, она просто не в состоянии переварить эту цифру 50. Самой-то на вид не больше 25. Что она еще понимает? Мои рассуждения прервала Юля. Сергей Ильич прошептала она мне на ухо. У нас только тот вонючий, что привезли китайцы. Заваривай. Девушка, по-видимому, уловила мою настороженность и нежелание идти на контакт. Посмотрев прямо в глаза, она неожиданно мягко и виновата улыбнулась. Сергей Ильич, простите, что отрываю в такой день по пустякам, но я задержу вас совсем на чуть-чуть. Она произнесла последнюю фразу с такой наивной и детской непосредственностью, что я не выдержал. Я в вашем распоряжении хоть до утра. Она вновь улыбнулась. И тут, чего давно со мной не случалось, я неожиданно покраснел. Было очевидно, что она расценила мои слова превратно, уловила в них какую-то двусмысленность, которой в них и в помине не было. Я никак не мог попасть с ней в резонанс, будто в танце, когда, несмотря на все старания, не чувствуешь партнера и продолжаешь то и дело наступать ему на ноги. Я стал искать причину этого несовпадения. Красивая, стройная девушка, модельный, как сейчас говорят, внешности, стандарта 90-60-90, тонкие черты лица, узкий нос, зеленые, выразительные, с чуть заметным включением желтых крапинок глаза, длинные ресницы и безукоризненно четкая линия бровей, губы влажные, чувственные, едва тронуты блеском, и кожа матовая, свежая, с легким налетом загара, совершенно гладкая, без единого изъяна. В довершении ко всему темные, с каштановым отливом, слегка вьющиеся волосы, собранные в пучок, переходящие на затылки в хитроумно заплетенную косу. В целом ничего особенного. Такие девушки обычно украшают билборды или обложки журналов. Массово растиражированные, они перестают восприниматься, имея один стандарт, одну улыбку на всех, они будто бройлерные куры на прилавках супермаркета, абсолютно идентичны. И все же в ней было то, что однозначно выделяло из толпы, светившиеся пытливостью и живым умом глаза. Видимо, недаром такую молодую особу назначили заместителем главного редактора. Но, несмотря на безупречную внешность, что-то в ней однозначно раздражало. Я искал и не находил что именно, пока не догадался. Ее молодость. А с ней и моя собственная никчемность. В ее взгляде отсутствовало то, что я привык обычно видеть, просьбу, за которой следовала моя личная причастность к внешности и, естественно, косвенная зависимость от меня. Поняв это, я испытал ощущение, какое обычно возникает у пассажира, опоздавшего на поезд. Все уехали, а он растерянный и одинокий стоит на перроне и почему-то очень долго смотрит на удаляющиеся огоньки, пока тени исчезнут совсем. Зачем он стоит? Все же и так ясно, ему никогда не догнать поезд. Раздражало и то, что свою красоту и молодость она, вероятно, расценивала как некое статус-кво, как что-то незыблемое и постоянное. Она жила настоящим, совершенно не думая о том. Я попытался найти намечавшиеся признаки старения, искал чуть больше положенного, мимические складки на ее лице, готовые вот-вот перейти в морщины и не находил. Чай готов, пропела Юля сладким голосом. Гостя повела носом. Какой аромат! Это же лундзин! Мы с Юлей переглянулись. Она же, не замечая нашего замешательства, стала рассматривать коробку, да у него высочайший индекс качества две тысячи и собран нагореший феншань или львиный пик. Такого в Киеве не купишь. У нас округлились глаза. На коробке кроме тесненных иероглифов других букв не было. Неужели она знает китайский? Первой не выдержала Юля. Вы так запросто читаете иероглифы? Знаете китайский? Она улыбнулась. Я немного учила его еще в институте, факультативно. Но его же невозможно выучить, не унималась Юля. Это не так сложно, как принято считать. Вот смотрите, этот иероглиф обозначает чай. Он состоит из трех частей. Верхняя в виде нашей буквы Н, только с удлиненной перекладиной, означает траву. Средняя, похожая на Л, человека, а нижняя, раскидистая и похожая на Ж, означает дерево. Слово чай ассоциируется у меня с сидящим под деревом на зеленой траве человеком. «Вот это да», воскликнула Юля. «А как переводится название Лун?» «Лун Цзин — колодец дракона». «Да, это действительно очень хороший чай. Он относится к императорским чаям. Его готовят из собранных ранней весной флешей. Это первая почка с листком. Их еще называют пика со знаменем. Причем сворачивают только вручную и, как правило, лучшие чайные мастера Китая. «Я тоже хочу чаю», воскликнула Юля. «Сергеевич, а вы будете?» «Наливай». Первой сделала глоток Инна. «Юля, я как-нибудь научу вас правильно заваривать, но этот у вас неплохо получился». Проглотив бледно-желтую жидкость, я попытался уловить в ней хоть что-то особенное, однако кроме странного запаха и чуть терпкого вкуса ничего не почувствовал, но при этом для чего-то одобрительно хмыкнул и многозначительно закивал головой. Зато Юля не скрывала восторга. Она то и дело закатывала глаза и беспрестанно повторяла, какой волшебный аромат, какой чудесный вкус. Инна неожиданно предложила, а хотите, я прочитаю стихи от чая, их написал Лю Тун, китайский поэт, живший еще в восьмом веке в период правления династии Тан. Конечно, откликнулась Юля, называются они семь чашек чая, слушайте. Первая чашка увлажняет мои уста и горло, вторая чашка разбивает мое одиночество, третья чашка находит в моем мозгу пять тысяч томов нелепых иероглифов, четвертая чашка вызывает испарину, все плохое из жизни уходит. На пятой чашке я очищен, шестая зовет меня вверх в царство бессмертных, седьмая чашка и я улетаю на дуновении свежего ветра. Здорово, оценила Юля, я лишь хмыкнул, а знаете, как выглядит иероглиф, обозначающий трудность, неприятность и непреодолимость. Он изображается в виде двух женщин, находящихся под одной крышей. Инна помолчала и со смехом воскликнула, ну, все, тормозите, я могу говорить об этом бесконечно, и тут же игривым тоном добавила, а ведь Сергеевич подарил мне только капельку своего времени. После этих слов я вновь чуть было не ляпнул что-то не в попад, но вовремя спохватился. Что вы, Инна, я готов беседовать с вами столько, сколько потребуется, ну, естественно, в пределах разумного. Юля, а вы на сегодня можете быть свободны. Спасибо и хороших выходных. До свидания, выдавила ассистентка из себя вымученную улыбку, адресованную мне и тут же ослепительную и немного заискивающую Инне. Всего хорошего. Мы остались одни. Это сразу вызвало состояние дискомфорта, я будто оказался один на один с экзаменатором. А Инна неожиданно быстро достала из своей сумочки диктофон и со словами «Ну что, приступим?» нажала на кнопку. На корпусе тут же загорелась красная точка, на которую я тупо уставился. Но вместо того, чтобы сконцентрироваться, собраться с мыслями и хоть что-нибудь говорить, я почему-то озадачился способностью Инны быстро находить нужный предмет в своей сумочке. Моя Ленка для того, чтобы достать телефон или, к примеру, ключи от квартиры, начинает ее неистово перебирать. Вначале извлекается оказавшийся там непонятный для каких целей зонт, хотя дождя и не ожидается. Затем полный набор косметики и почему-то всегда в разнобой они собраны в косметичку, какие-то квитанции, салфетки и так далее. Когда же нужный предмет так и не находится, все это со стервенением вытряхивается, а я, поражаясь вместимости с виду небольшой сумочки, каждый раз не устаю повторять, неужели так трудно положить ключи или телефон в какой-нибудь отдельный кармашек и запомнить. Девушка, сидящая напротив, была похожа полной противоположностью, а ее сумочка, темно-синяя, в тон костюма, с такими же элементами золочения, своей необычной формы, отсутствием каких-либо логотипов, безапелляционно о себе заявляла. Вещь уникальная, авторская. Кстати, как и костюм, туфли, все аксессуары, да и сама хозяйка этих вещей. Поняв это, я машинально натянул рука в халаты на запястье и спрятал свои часы кортье. Хотя до этого всегда выставлял их на показ. Новые же туфли Хьюго Босс, купленные Леночкой специально к юбилею, стали нестерпимо давить в подъеме. Только сейчас, вспомнив Юлины слова, я покосился на ноги девушки, красивый, стройный, несмотря на жаркий день в чулках телесного цвета. Еще одно непонятное для меня веяние времени, ходить, несмотря на жару, в колготках. Однако меня ведь интересовали туфли. Своей утонченностью они неожиданно напомнили мне изысканные изгибы и формы самого красивого в мире автомобиля Бугатти. Такая, подумал я, ни уги, ни балетки, эти символы женской эмансипации, вызывающие у большинства мужчин идиосинкразию носить не будет. Напротив, она добьется свободы обратным, станет пронзать их мозг каблуками и нашпиливать как мотыльков в свою многочисленную коллекцию. Сергей Ильич вырвала и на меня из-за бытия. Вы готовы? Знаете, эта штука, указал я на диктофон, отвлекает. Без нее никак нельзя? Можно, но будет дольше, мне придется записывать самой. Красная точка погасла, и диктофон исчез в чреве сумки так же быстро, как и появился. Теперь вместо него в руках у девушки был блокнот с обложкой из такой же, как и сумочка, кожи и чернильная золотым пером ручка. К чему этот выпендреж? Перевая ручка. Она действительно будет писать ею до утра, подумал я, но вслух произнес, пластическая или, правильнее будет сказать, реконструктивная хирургия появилась давно, еще в древнем Египте и Индии. Подождите, прервала она, давайте не углубляться в историю, я думаю, нашим читательницам это будет неинтересно. Да и о клинике тоже не надо, Геннадий Иванович дал о ней исчерпывающую информацию. Я предлагаю сделать акцент на вас. К примеру, что заставило заняться, как вы выразились, реконструктивной хирургией? Да эти гусы ни само слово истории никогда не слышали. Печатают какую-то ерунду, подумал я, вспомнив не раз перелистанные забытые Ленкой в туалете пестрые журналы. И все же ее слова задели за живое. Действительно, что заставило меня заняться пластической хирургией? Мысль улетела далеко в другое время, к концу девяностых. Я тогда работал хирургом в больнице скорой помощи, или, как принято говорить, БСП. Однажды во время дежурства доставили молодую женщину с рвано рубленной раной лица. Как выяснилось, муж, приревновав к соседу, нанес ей удар топором. Но то ли удар был неточен, то ли она вовремя отклонилась. Лезвие, не повредив кость, рассекло лишь мягкие ткани. Осмотрев рану, я отметил, что начиналась она с середины лба, дальше по косой переходила на нос, на его глубоко рассеченные и размозженные топором хрящи, затем на край губы, потом, обнажив зубы, на щеку и, наконец, белеев, скрытой костью, заканчивалась на нижней челюсти. Но не это взволновало меня. К тому времени я видел массу куда более сложных ран. Меня потряс взгляд женщины. Из кровавого месива, которое еще недавно было лицом, на меня смотрели глаза. Она ничего не говорила, так как просто не могла этого сделать, а лишь смотрела. Этот взгляд забыть не могу. В нем была такая боль, такая мольба и отчаяние, что горло невольно подступил комок. Я понял, что расшибусь, но обязательно верну ей прежнее лицо. Как и в какой последовательности я это сделал, вспомнить до сих пор не могу. Но после операции на лице не осталось и рубца. Только нос, лишившийся прежней горбинки, которая, как позже выяснилось, всегда смущал ее, напоминал о пережитом. Ее мужа, утверждавшего, что ничего не помнит, что время и связанные с ним события как бы выпали из его памяти, вскоре осудили, правда, на небольшой срок, расценив его поступок как состояние аффекта. А молодая женщина вскоре вышла замуж за того самого соседа, которому приревновал, по-видимому, не без причины бывший муж. О проведенной успешной операции вскоре заговорили, а однажды ко мне явился Генка, который как раз пытался открыть косметологическую клинику и нуждался в кадрах. Не могу сказать, что его предложение застало меня врасплох. К тому времени отечественное здравоохранение напоминало мне полуразрушенное здание со сгнившими опорами, которое вот-вот под своими обломками погребет и меня. Допотопное оборудование отсутствие медикаментов все это заставляло просить у больных денег. Надо было видеть растерянные лица родственников, рассматривающих длинный список расходных материалов и лекарств, которые необходимо было купить для больного. Доходило до того, что назначения урезались, прописывалось не все, в чем нуждался больной, а лишь тот минимум, который он был в состоянии оплатить. Статья Конституции, гарантирующая народу бесплатное здравоохранение, отныне действовала только в отдельно взятой больнице Феофании, которая обслуживала слуг этого самого народа. Но стоит ли ей рассказывать об этом, немного подумав, я произнес, знаете, пластическая хирургия имеет еще одно название, эстетическая. Вероятно, тяга к красоте, к прекрасному, заставила меня ею заняться. Для меня скальпель как кисть для художника, только в отличие от него я рисую по-живому. Ведь было сказано «красота спасет мир». Судя по лицу Инны, моим ответом она осталась довольна. «Спасибо», произнесла она и тут же ровным и правильным почерком мгновенно записала все, что я сказал, в блокнот. А что нового вы можете рассказать о методах, возможностях и направлениях эстетической хирургии? Как раз вот эта тема, я думаю, для читательниц вашего журнала будет совершенно неинтересной. Это чисто технические и профессиональные вопросы. Они освещаются в специализированных медицинских журналах. Позвольте с вами не согласиться. А как же новинки? К примеру, подтяжка влагалища или увеличение с помощью специального инъекционного геля точки G. Весь мир только и говорит об этом. Это же последний писк. Хит сезона. Самая актуальная тема. Только в Америке проведено уже тысячи подобных операций. Вдумайтесь, как можно омолаживать лицо и забывать при этом об интимных органах? К чему увеличивать бюст, если не испытывать при этом оргазм? Ваша клиника и в частности вы планируете начать делать такие операции? И если да, то когда? Она произнесла это с такой невозмутимостью, так легко и непринужденно, словно речь шла не об интимных и сокровенных вещах, а о неком ноу-хау, способном вмиг повысить производительность труда, увеличить надои или выплавку стали. Я не ханжа. Среди медицинских работников таких попросту нет. Зачастую и не такое можно услышать. Но из уст молодой девушки все это звучало по-иному. Сама-то ты хоть знаешь, что такое оргазм? Резиновая кукла, подумал я. А потом вспомнил, что чуть ли не на каждой обложке глянцевого журнала обязательно присутствует слово секс. Его печатают там крупным шрифтом. Может, для нее оно настолько примелькалось, что перестало восприниматься? или воспринимается как-то по-иному, не так, как привыкла воспринимать мое поколение? Сама эта мысль о разности поколений сразу же обожигла. Неужели это так? Да нет. Не может быть, успокоил я себя. Я нисколько внутренне не изменился, а если и менялся, то всегда вслед за временем, в соответствии с диктуемым им вкусом и привязанностями. Музыка современная мне, например, нравилась. И в отличие от отца, на дух не переносившего хард-рок, который звучал в мои школьные годы, я с удовольствием иногда с сыновьями слушаю то, что звучит сейчас, к примеру, айрон-би. Здесь что-то не так. То ли девица фригидная, то ли относится к этой теме как к работе. Но вслух я сказал, неужели ваших читательниц так беспокоит секс? Вы же замусолили это слово. Оно потеряло первоначальный смысл, стало восприниматься как три буквы на заборе или в лифте. Что вы имеете в виду, говоря, замусолили, возмутилась она? А знаете, что наш журнал специально провел анкетирование мужчин на предмет элементарных знаний о сексе? И на вопрос, что такое куннилингус, 37% респондентов ответило, что это зверь. Нашлись и такие, которые перепутали его с выхухолью. А особо одаренные даже подробно описали это сумчатое норное животное, которое якобы обитает в водоемах Австралии. А может вам ближе отношения, бытовавшие в вашу молодость, когда было принято говорить, что в Советском Союзе секса нет? Нет, он, конечно же, был. Ведь дети как-то рождались, но все было по-совковому примитивно. Инна неожиданно потянулась вперед и хитро улыбнулась. Вы, надеюсь, знаете, что такое куннилингус? Что это? Провокация? Издевка? Как оказалось, я был совершенно не готов к такому напористому и открытому диалогу, к интонациям, больше характерным для мужского поведения. Странно было оказаться по другую сторону баррикад. Сразу вспомнилась первая лекция по сексологии и сексопатологии. Тогда мы, студенты третьего курса, с нетерпением ее ожидали. Аудитория была заполнена как никогда. Началась же лекция неожиданно. В аудиторию не вошел, а скорее влетел профессор небольшого роста лысый мужчина. Он обижал всех взглядом, задерживаясь только на девушках в коротких юбках и неожиданно заявил «Запомните, многоуважаемые дамы, все мужчины, окружающие вас, представляют собой огромную армию мужланов». Дождавшись пока ропот особей мужского пола, недовольных унизительной оценкой, достиг своего апогея, профессор неожиданно воскликнул «Но в этой армии мужланов есть отряд особого назначения, который берет весь удар на себя». Ух, облегченно и на редкость дружно выдохнули тогда мы, молодые самцы, ведь каждый из нас естественно причистил себя к этому самому отряду. Прошло время, и какая-то пигалица устраивает мне экзамен по сексологии. Я уже собрался ей что-то ответить, но она, не дав мне опомниться, неожиданно заявила «А вы знаете, что в Китае во время правления династии Тан Кунилингус был частью дворцового этикета?» Я действительно ничего об этом не слышал, и она, видимо, сразу же это поняла по моим округлившимся глазам. Так вот, у императора Тайцзуна была наложница и звали ее Ухоу. После его смерти она вместо того, чтобы, как это тогда полагалось, уйти в монастырь, вступила в борьбу с престолонаследниками. Закончилось все тем, что ей удалось одержать победу, и она стала императрицей. Желая отомстить бывшим соперникам, а также с целью возвысить женщину и унизить мужчину, она вменила в обязанность всем придворным и чиновникам без исключения облизывать тычинки ее лотоса. Она выразительно посмотрела на меня. Теперь все стало ясно. Да она просто воинствующая феминистка, страдает от комплексов и прикрывается набускной раскрепощенностью. К движению фемен имеете какое-то отношение, спросил я. В ответ Инна рассмеялась. Вы сделали такой вывод из-за схожести названий? И название похожее, но главная идея одна. Вам, как и тем девицам, мерещится, что вас, как женщин, хотят унизить представителей противоположного пола. А вы, в свою очередь, как та императрица, пытаетесь унизить их. Ничего подобного. Девушек из этого движения я знаю, но их главная идея в другом. Они своими голыми телами обнажают проблемы общества. Разве это не креатив? Произнося это, Инна закинула ногу на ногу и я увидел ажурный кружевной край ее чулка. Он настолько стал отвлекать мое внимание, что я вконец начал терять нить разговора. Кажется, ну что здесь такого? Однородное плетение нити перешло в кружевную резинку, ведь по сути это тот же мысль и внимание сконцентрировались на ее ногах, а фантазия увлекала все выше и выше на ту часть ног, что была свободна от чулок, и еще дальше, туда, где они заканчивались, а вернее начинались. Из памяти всплыла одна из картин того же художника, отражавшая способность мужчин видеть мир иначе, чем он выглядит на самом деле. Девушка с забарной стойкой. Она сидела спиной в полоборота к зрителю, и первое, что бросалось в глаза, были ее невероятно больших размеров полуобнаженные ягодицы. Они доминировали, занимали все пространство, поражая откровенной и вызывающей эротичностью, и поначалу кроме них трудно было что-либо увидеть. И лишь спустя время зритель начинал замечать ее лицо, ее глаза, а увидев взгляд, полное одиночество и горечи, устремленный в себя вдруг замечал, что его представление об этой женщине, как о поверхностной и легкомысленной особе, неожиданно изменилось. В настоящее меня вернул голос Инны. С ним что-то произошло, вновь вернулись холодные и деловые нотки. Мы с вами отвлеклись, а еще много работы. Вот сучка, все они такие бизнес-стадии. Вначале руку пожимает, а потом чулки показывает. Начнешь с такой подписывать контракт, она тебе так запудрит мозги, покажет ноги и подпишешь черт знает что. А она продолжала. Мы ведь одна команда, наш журнал формирует вкус, представление о красоте, создает общественное мнение, по существу формирует спрос. А вы этот спрос как раз и удовлетворяете. Можно даже сказать, что у нас с вами общий бизнес. Ну так как насчет подтяжки влагалища? Я убедила? Знаете, политику и направление развития клиники определяю не я. Почему этот вопрос вы не задали Геннадию Ивановичу? Меня интересовало именно ваше мнение как специалиста. Если руководство решит, буду и влагалище резать. Почему вы говорите об этом с такой иронией? Это же целое направление, новый рынок. Вы помните, как одна компания, производящая бритвы, ломала себе голову над вопросом увеличения продаж, пока их работнику, неординарно мыслящему, не пришла гениальная идея начать выпускать бритвы для женщин. Это вдвое могло увеличить продажи. А так как брить им было нечего, то, подключив журналы и телевидение, производители создали целый культ бритых женских ног и интимных стрижек. Отсюда вывод. Вам следует немедленно изменить свое мнение на этот счет. В ответ я лишь промычал что-то невразумительное. А теперь расскажите немного о себе. Вы женаты? Да. И дети есть. Два сына. Как вы познакомились со своей женой? Можете рассказать? Вы считаете это уместно? Не забывайте, что наш журнал рассчитан на женскую аудиторию, и тема эта будет для них безусловно интересной. Я задумался, стоит ли начинать этот разговор? А если да, то с чего начать? С самого или с событий ему предшествовавших, и без которых это самое событие никогда бы не состоялось? Я давно заметил, что, выделяя основные действия из череды второстепенных и незначительных, ничего общего на первый взгляд не имеющих к основному, стоит лишь вырвать или удалить крошечный, ничего незначащий эпизод, как безвозвратно нарушается сложное плетение причинно-следственных связей, и основное событие уже может не наступить. Понимание этого было связано с нелепым, но, как позже выяснилось, абсолютно закономерным событием, произошедшим со мной несколько лет назад в Буковеле. В один из дней погода внезапно испортилась, с утра дул сильный ветер, и к обеду повалил густой снег. Желающих кататься поуменьшилось, и на подъемниках белели лишь одинокие лыжники. Ленка осталась в отеле, а я, не пожелав терять времени в камере хранения, захватил небольшой рюкзачок со сменной обувью и поплелся в горных ботинках к подъемнику. Трассы с подветренной стороны быстро заносило снегом. Лыжников было немного, и разбивать растущие на глазах сугробы было некому. Я решил подняться выше, на гору Дову, где дул сильный ветер, и по моим расчетам не должно было быть сугробов. У подъемника никого не было, лишь обслуживающий персонал, нахохлившись, как воробьи, жался от холода. Сидя в кресле подъемника и двигаясь вдоль просеки, я видел, как на верхушке огромных елей будто волны один за другим налетали порывы шквального ветра. Они легко сдували улежавшиеся шапки снега и рассеивали их в мелкую пыль. Внизу было тихо. Справа и слева медленно проплывали стволы деревьев, под которыми белел свежевыпавший снег, сквозь который пробивалась молодая еловая поросль. Как только кресло, достигнув вершины, вышло из просеки, его тут же порывом шквального ветра снесло в сторону. Как и положено в указанном месте, я поднял защитную штангу и привычным движением соскользнул вниз. Но вместо того, чтобы встать на лыжи и съехать с горы, я неожиданно завис на подъемнике. Лямки рюкзака впились в плечи, а затем сползая стали сдавливать горло. Я начал задыхаться. Подъемник тем временем продолжал движение. Работник в порывах ветра, несущего снег, просто не заметил того, что произошло. Страха не было. Я не кричал, не звал на помощь. Это было бессмысленно. Мой голос сразу бы утонул в завываниях ветра. Да и сделать физически это было невозможно. Горло сдавило так, что я мог лишь хрипеть. Зато мысль четко работала. Я даже осознал причину произошедшего. Шнур, затягивающий горловину рюкзака, порывом ветра отнесло и зацепило за спинку кресла. Выходило, что пока я сидел и смотрел по сторонам, готовился вот-вот соскочить вниз, некое событие за моей спиной, о котором я даже не подозревал и которое в корне могло изменить мою судьбу, уже произошло. Именно там, со сдавленным горлом, я понял, главным в произошедшем был зацепившийся шнур, а все, что случилось позже, было лишь следствием этого события. Подъемник тем временем, совершив поворот, двинулся в противоположную сторону. Земля все дальше и дальше уходила из-под ног. Я висел уже на уровне крон. Внезапно что-то затрещало. Это оторвалась правая лямка. Я повис на оставшейся, соскочившей с плеча и зацепившейся теперь за часы на левом запястье. Я висел на одной руке. Внизу вновь стали проплывать сугробы и молодые елочки. Оставшаяся лямка сдавливала ремешок на часах и не думала отрываться. Я даже рассмотрел время. Пятнадцать тридцать. Часы кортье безупречно шли, а их ремешок из кожи аллигатора, перекрывая доступ крови и впиваясь в запястье, демонстрировал швейцарское качество. У меня даже появилась шальная мысль, а не купи я их тогда в Цюрихе. Не выкинь по сути за побрякушку двадцать пять тысяч долларов, может и стоял бы сейчас внизу на ногах или катился давно по склону. Попытки подтянуться, снять или сбить лыжной палкой зацепившуюся лямку или часы ни к чему не приводили. Первый не выдержала лямка. Группируясь, я полетел вниз. Ленке тогда с чего начать свой рассказ? С того, когда и где я впервые увидел свою будущую жену или с событий, без которых это знакомство никогда бы не состоялось. Логично было бы начать с последнего, но говорить об этом я просто не мог. И даже не потому, что не хотел. Уж слишком много случайных тогда, а сейчас очень влиятельных людей стояло у истоков нашего знакомства. А началось все непредсказуемо и крайне нелепо. Однажды к концу ночного дежурства, погруженный в заполнение истории болезней, я не сразу отреагировал на вбежавшую в ординаторскую перепуганную сестру. Сергей Ильич, там какие-то бандиты пришли, хотят вас видеть. Я не пускала, но они ворвались и стоят сейчас у дверей. Может, милицию вызвать? Шел 93-й год. Страна погрязла в рэкете, в бандитских разборках, и такие случаи не были редкостью. Повсюду звучал низкий скрипотцой голос Шуфутицкого, поющего о блатной воровской романтике, а слова «крыша» и «капуста» приобрели иной смысл. В то время в больницу к нам не раз доставляли пострадавших с ножевыми или огнестрельными ранениями. Поэтому тема моей кандидатской диссертации экстренная хирургическая помощь при политравме как никогда отвечала реалиям времени. Дежурство выдалось тяжелым. В отделении доставили пострадавших в ДТП, которое произошло на Московском мосту, где в лобовом столкновении двух легковых машин и одного микроавтобуса оказалось много раненых. За ночь пришлось провести четыре сложнейших операции. я еле стоял на ногах, было лишь одно желание поскорее добраться домой и упасть в кровать. Но поразмыслив, я все же пошел навстречу. У входа в отделение меня поджидали двое мужчин. Один худой, длинный, краткостриженный, с блуждающим взглядом, одетый в малиновый двубортный пиджак и черные брюки. На ногах его белели кроссовки фирмы Adidas. Второй ниже ростом. Его широкие накачанные плечи венчала крошечная бритая голова, воспринимавшаяся совершенно неуместной и ненужной в этой груди мышц. Этот эффект усиливали глаза, маленькие серые дырочки, в которых отсутствовали эмоции, чувства, а также мысли. Какой-то микроцефал, подумал я. Одет он был в спортивный костюм темно-синего цвета и такие же, как у товарища кроссовки. Лепила, базар есть, заговорил тот, что был в малиновом пиджаке. Поедешь с нами на хазу, нашему братану Херово. Помощь нужна. Я никуда не поеду, у меня дежурство, возмутился я. Ты в натуре не въехал, он уже под жмурик окосит, может ласты скоро склеить. Так, везите его сюда или вызовите скорую помощь. Ты действительно поц или прикидываешься. Объясняю, он не может сесть на крест, его мусора пасут. Короче, собираем манатки и поехали. Откажешься, освежуем, как барана. Я знал, что с такими людьми шутки плохи. Две недели назад к нам в отделение доставили коллегу, врача скорой помощи. Он оказался в похожей ситуации и не стал помогать бандитам. Те в отместку нанесли ему удар заточкой. Спасти его так и не удалось. Искать защиту у милиции было совершенно бесполезно. Она сама давно втянулась в преступный мир, становясь на сторону то одной, то другой группировки. Что с ним произошло, спросил я. Из волыны шмальнули, фанеру пробили. Кнул длинный себе в области сердца испещенной татуировками рукой. Маслина вроде как вылетела, но сзади дырина «Ты возьми с собой что надо, там внизу уже кабан черный стоит». Я слышал, что на фене кабан означает шестисотый Мерседес, любимый тогда автомобиль преступного мира. Да не ссы лепила, сделаешь все чики-чики, бабла отстегнем немерено. Ты ведь небось кроме однокомнатной квартиры и долгов в этой жизни ничего не нажил. Верзила еще больше насупился. Он молчал и сопел, глядя крошечными дырочками в мою сторону. Интересно, когда он убивает, что-то меняется в его лице, подумал я, а вслух произнес. Из того, что вы сказали, я понял, что у пострадавшего проникающее пулевое ранение грудной клетки. Ему нужна срочная операция в условиях стационара. Как вы представляете себе, я ее сделаю в домашних условиях? Так я и толкую о том, бери что надо. Колеса, ширики и вперед, пока он ласты не склеил. Так, давайте сразу договоримся. Во-первых, я смогу освободиться не раньше, чем через 40 минут. Мое дежурство еще не закончилось. Во-вторых, я напишу список необходимых лекарств и расходных материалов, и вы в аптеке на первом этаже это купите. И в-третьих, если после осмотра состояние пострадавшего покажется мне критическим, и ему потребуется помощь в условиях стационара, вы, не споря со мной, тут же везете его в больницу. Замет, она загласил за длинный. И еще сказал я, он находится в Киеве? Ну да, только знать, где именно тебе не надо. Мы без подляны в твоих же интересах зенки по дороге немного прикроем. Внизу в развилке, ведущей к рынку юность, стоял 600-й Мерседес. Вдоль всего его правого бока белела глубокая свежая царапина, а на задней дверце зияло два отверстия. Загнутые вовнутрь рваные края металла и облупившиеся неровно по краям краска указывали на то, что это были, скорее всего, пулевые отверстия. Не ссы в компот лепило, пуля в одни и те же дырки не попадает, подбодрил меня длинный, увидев, что я невольно замер, стоит ли за руль и машина мгновенно сорвалась с места. Длинный на него тут же набросился. Говорил я тебе, мудаку, сразу, как только дернутся эти падлы, шмаляй по ним из шейтан трубы, чего сопли жевал, но тот молчал, на его лице не дрогнула ни одна мышца. Если бы ты сразу вместе с Бехой завалил их на месте, не хопал бы сейчас абсолют, как рыба воздух. Из обрывочных фраз я понял, что у бандитов состоялась какая-то очередная разборка. Эти двое и тот пострадавший были из группировки, что не имели милицейской крыши, и им следовало скрываться от представителей закона. Машина съехала с моста и понеслась по Броварскому проспекту. У КПП микроцефал сбросил газ, и автомобиль беспрепятственно проехал мимо милицейского поста. Один из гаишников, как мне показалось, даже незаметно отдал им честь. В окнах замелькали сосны. Вы же сказали, что он находится в Киеве. А Бровары тебе не Киев, отреза длинный. Ты лучше зенки прикрой, тебе дешевле будет. Проехав по узким и кривым улочкам, утыканным убогими одноэтажными домами, машина неожиданно притормозила у одного из них и въехала в ворота, которые тут же за нами закрылись. По всему периметру двора стояли бритые, похожие, будто братья-близнецы, молодые ребята спортивного телосложения в таких же, как эти двое кроссовках Адидас. Хозяйка, пожилая женщина, заламывая руки и передником вытирая слезы, проводила меня в спальню. Длинный тут же последовал за нами. Поперек большой двуспальной кровати, в окровавленных простынях, закатив глаза и беззвучно хватая ртом воздух лежал мужчина. Грудная клетка его была неумела и наспех перебинтована. На винтах, видимо, наложенных сразу же на месте разборки, помимо грязи имелись следы машинного масла, сквозь которые в области сердца проступило большое красное пятно. Лицо было мертвенно бледным, губы посинели, нос заострился. Картина была ясна. Большая кровопотеря. А судя по ошипению, хлопанью и обильно вытекающей розовой пени еще и открытый гемопневмоторакс, где через выгодное пулевое отверстие в спине выходил воздух из поврежденного легкого. Несмотря на осунувшееся лицо, жалкий и беспомощный вид, я сразу узнал раненого. Он приоткрыл веки, и мы вновь, как три года назад, пристально посмотрели друг другу в глаза, и так же, как тогда, он, не выдержав моего взгляда, отвел свой. Вот так встреча. Хотя, направляясь сюда, такое теоретически можно было предположить, ведь я вновь, как и тогда, в Варшаве столкнулся с преступным миром. В то время я наивный молодой доктор был несказанно рад, узнав, что меня включили в состав делегации хирургов для участия в международной конференции проблемы неотложных состояний. И не просто включили, я должен был выступить с докладом. Проходила конференция в Польше, и это была моя первая поездка с границу. Когда, наконец, закончились хлопоты по оформлению за грандпаспорта, и я собирал вещи, раздался телефонный звонок. Это был коллега из медгородка, также включенный в состав делегации. Ты что берешь из товара? Какого товара? Не понял я. Ну, как какого? Удивился он. А на что ты собираешься там жить? На 20 долларов командировочных или на деревянные рубли? А может, у тебя зеленые есть? Да нет у меня никаких зеленых. Откуда им взяться? С опаской ответил я. Знаю, что уголовную статью за валютные операции никто не отменял. Кроме того, как я слышал, КГБ в каждую заграничную делегацию обязательно внедряет своего осведомителя, называемого сексотом или секретным сотрудником. Может, он и есть сексот. Коллега, видимо, уловил мое замешательство и рассмеялся. Ты что, меня уже в сотрудники записал? Да нет, замялся я. «Действительно, не пойму, о чем ты говоришь?» Его шокировала моя дремучесть, и он очень подробно и скрупулезно рассказал обо всех премудростях торговли, осуществляемой нашими гражданами за границей. Я же подивился тому, как отстал от жизни, ведь кроме работы, бесконечных дежурств и бессонных ночей ничего не видел. Старенький Икарус нещадно коптил. В салоне, особенно на задних сидениях, расположенных рядом с двигателем, стоял сизый дым. Но разве в состоянии он был нарушить новое, никогда ранее неиспытанное чувство свободы? Свободы лишь от того, что вскоре предстоит пересечь государственную границу и тем самым умозрительно расширить пределы своего мировосприятия, которое раньше ограничивалось лишь одной страной, пребывавшей вместе со всеми своими гражданами за железным занавесом. Делегация в целом и каждый ее представитель в отдельности, по-видимому, испытывали похожие чувства, поэтому вначале коньяк, а затем водка полились рекой. Я еще раз подивился тому, что пустые полки продуктовых магазинов далеко не показатель истинного положения вещей. На закуску пошли сырокопченая колбаса, сыры и шпроты, открывались банки с крой, как лососевой, так и паюсной. Нарезанный ломтиками лимон, служивший закуской к армянскому коньяку, был загодя еще дома сложен в баночку и пересыпан сахаром. Веселье добавляло и то, что наш профессор в качестве товара вез двадцать гитар и сорок соломенных шляп, не говоря уже о бесчисленных чемоданах, заполнивших чуть ли не половину грузового отсека автобуса, чтобы как-то спешному прохождение таможни, участникам делегации были розданы эти гитары и головные уборы. Теперь в сомбреро с гитарами в руках мы никак не походили до хирургов, следующих на международную конференцию, а скорее на доморощенный музыкальный коллектив, спешащий на деревенскую свадьбу. Особо проникновенно в нашем исполнении звучала песня «Реветта стогна Днипр широкой, сердитый витр завыва, до долу вербы невысокий, о рамы хвылю педейма». У некоторых на глазах даже выступали слезы. Правда, этот маскарад чуть не сыграл с нами злую шутку. Когда мы подъехали к приграничному селу Мастиська, путь нам преградила разгневанная толпа. Люди повыскакивали из своих автобусов, выстроившихся в длинную вереницу. Из возбужденных злых речей мы узнали, что они стоят здесь уже третьи сутки. Вокруг не было ни воды, ни туалетов, люди страдали от жары, зловонья, а самое главное, мы вдруг поняли, что они нас никуда не пропустят, только в порядке живой очереди. Мы попытались объяснить, что мы хирурги, едем на научную конференцию, но это лишь подлило масло в огонь. Ага, с гитарами! Лишь спустя несколько часов, после того, как профессор перевлек руководство погранслужбы и показал соответствующие документы, нас, наконец, пропустили. Доклад я прочитал, но ожидаемого интереса не ощутил. Методы отечественной диагностики и лечения однозначно стали отставать. Зато лично у меня вызывало интерес и любопытство буквально все, с чем пришлось столкнуться в отеле, магазинах и на улицах. В овощных палатках, разбросанных повсюду, запросто продавались бананы, апельсины и ананасы, а еще непонятные коричневые покрытые пушком форме яйца экзотические фрукты. Я как-то не выдержал и на ломаном польском спросил продавщицу «Цо-то-е?» Киви-пан, глядя как на идиота, ответила она. Я было хотел спросить, как его есть, но после ее красноречивого взгляда сразу осекся. А еще меня поразили магазины, называемые здесь странным словом «склеп», где среди прочего продавался чай, звучащий на польском «хербата». До этого я считал, что существует лишь два сорта чая – элитный индийский «три слона», которые обычно пили по праздникам, и номер 36 «грузинский» на каждый день. В нем часто попадались кусочки древесины и другого мусора неизвестного происхождения. Зеленые и плиточные чаи я в расчет не брал, их можно было пить разве что в пионерских лагерях или в исправительно-трудовых колониях. Как же я был удивлен, узнав, что количеству сортов чая нет счета, и помимо черного и зеленого есть еще белый, желтый, красный и даже фиолетовый. От этого стало грустно. Ради чего? Ради каких идей населения одной шестой планеты надо было так унизить и обделить, лишить его самого элементарного, простых бытовых вещей? И все же самым большим потрясением для меня было стоять в качестве продавца на варшавском базаре и торговать привезенными сюда вещами. Покупатели, по-видимому, заметив в моих глазах неадекватность обходили меня стороной. Рядом бойко торговал профессор, гитары и шляпы разлетались как горячие пирожки, а меня же будто парализовало. Я молчал, тупо уставившись в свой товар. Туристические принадлежности, палатка, спальник, котелок и топор. Приобрел я их давно, с надеждой когда-нибудь вырваться в туристический поход, но этого не произошло, что-то постоянно мешало. Наконец коллега тот самый, который меня консультировал перед поездкой, по-видимому заметив что-то неладное, подойдя ближе, прошипел интеллигент несчастный. А впрочем, какой ты к черту интеллигент? Сопля на палочке. Наша интеллигенция всегда, во все времена умела торговать спичками на базаре. Смотри как надо. И со словами «Шпиевор, шпиевор, барзо добжий» он стал размахивать моим спальником. Вскоре подошел покупатель и приобрел все оптом. Может, хоть ему удастся сходить в поход, подумал я. Совсем обессиленный я поплелся к автобусу, стоявшему на пустыре за рынком. Водитель и его напарник, узнав, что я остаюсь здесь, тут же помчались с сумками на базар, объяснив предварительно, как запираются изнутри двери автобуса. Плюхнувшись на сиденье, я тут же уснул. Меня разбудил стук в окно. У автобуса стоял мужчина крепкого телосложения в спортивном костюме. Поначалу я подумал, что это парковщик, который, приняв меня за водителя, предлагает переставить автобус, так как тот стоит в неположенном месте. Но потом я услышал русскую речь и требование немедленно открыть дверь. Поодаль я заметил еще четверых. Они молча наблюдали за происходящим. И тут до меня дошло. Да это же рэкетиры, о них мне также рассказывал приятель. Я невольно потянулся рукой к нагрудному карману, где лежали с таким трудом заработанные злотые. А ведь еще на сидениях лежат вещи, купленные моими коллегами за деньги от продажи собственных достоинств и чести. Это были в основном подарки родным, детские костюмчики, игрушки, кофты из ангурской шерсти, косметика. Некоторые приобрели сверхпопулярные тогда двухкассетные магнитофоны, интернационал, названные так, не иначе, как в отместку классикам марксизма. А на месте, где сидел профессор, красовалась пестрая коробка с редким еще тогда видеомагнитофоном. Не знаю, что на меня нашло, но я повел себя крайне дерзко, уверенно и хладнокровно. Наотрез отказался открывать дверь, а заметив взгляд, скользнувший в сторону моей руки, продолжавший в нагрудном кармане сжимать злотые, я еще сильнее отогнул указательный палец и направил будто ствол пистолета в сторону нежданного гостя. Постояв немного у окна и поняв, что ничего не добьется, он вернулся к своим приятелям. Те недолго посовещались, обступили автобус со всех сторон. К окну, где я сидел, на этот раз подошел худощавый среднего роста мужчина. Он внимательно посмотрел на меня, затем на выпирающий из-под куртки палец, очевидно оценивая вероятность наличия там пистолета, и, наконец, произнес «Открой по-хорошему». «А если не открою?» «Сделаем дырки в колесах». «Делай». «А я сделаю дырку в твоей голове», спокойно произнес я. «Что там у тебя? Газовый? Боевой? Покажи». «А ты дыряв в колеса, тогда и увидишь». Он замолчал и, долго, пристально не мигая, стал смотреть мне в глаза. Я так же, будто желая подавить его взглядом, уставился прямо на него. Наконец, он не выдержал, в его глазах вспыхнула злоба и нетерпение. «Ты еще пожалеешь об этом. Я тебя из-под земли достану». Жестом он дал понять остальным, что пора уходить, и они тут же и... И вот теперь в окровавленных простынях тот самый человек лежал поперек кровати. «Я же говорил, что тебя найду», чуть слышно, прохлепел он. «Вам бы сейчас поменьше говорить», снимая грязные бинты, отосвался я. Входное отверстие оказалось небольшим. Края его потемнели, кровь уже не сочилась, и раневой канал заполнился кровянистыми сгустками. Было оно в области сердца, но его пуля не задела, тоны оставались ритничными, хотя и глухими. Зато выходное отверстие представляло собой огромную дыру с рваными краями. Видимо, пуля, вылетая, зацепила ребро и срикошетив ушла в сторону. В левом легком дыхание отсутствовало. Из-за попавшего в грудную полость атмосферного воздуха оно сдулось, словно лопнувший шарик. В норме там отрицательное давление. Если бы сразу на пулевой канал наложили герметическую повязку, закрыли его куском целлофана или пластыря, возможно, полного сжатия легкого не произошло бы. К тому же при таком ранении обычно повреждаются кровеносные сосуды и бронхи. Это называется открытый гемопневмоторакс и требует лечения исключительно в условиях стационара, где зачастую приходится прибегать к таракотомии, то есть к вскрытию грудной клетки и ушиванию пораженного участка. Я развел руками. Ваши ранения тяжелые и требуют немедленной госпитализации. В домашних условиях я смогу наложить только повязку. Он тяжело дышал, хватал ртом воздух, лицо и губы приобрели цианатичный оттенок. «Лечи здесь», совсем тихо, но уверенно произнес. «Это невозможно. Я не могу дать вам никаких гарантий. А они мне от тебя и не нужны. Вот моя гарантия», указал он пальцем на крест. Только теперь я заметил на его груди огромное распятие на массивной толщиной в палец золотой цепи. Окровавленный Христос с запекшимися сгустками крови в углублениях тернового венца был ужасен. «Зачем эта жертва? Если люди, ненавидя друг друга, продолжают убивать», подумал я. А вслух произнес «Операцию придется делать подместным наркозом. Будет больно. Я потерплю». Учитывая тяжесть состояния, ждать было нельзя. Пришлось идти на крайнюю меру – таракотомию. Сделав предварительно спиртово-новокаиновую блокаду, я рассек кожные покровы по межреберью до самого угла лопатки, а затем, расширив рану, вскрыл плевру. Пальцами поджал корень легкого, чтобы приостановить кровотечение, а затем наложил легирующий шов на поврежденный сосуд. Легочная ткань пострадала незначительно, оставалась надежда, что легкая расправится. Потом я иссек размозженные пули края раны и наложил дренаж. В бутыль, по-видимому, из-под самогона, из плевральной полости по трубкам стала стекать кровь и тканевая жидкость. В завершении я наложил кожный шов. Я настолько устал, что еле стоял на ногах. Сказывались тяжелое дежурство и бессонная ночь. Абсолют, я уже знал его воровское имя, во время операции ни разу не соскулил и не стонал. Он лишь до крови искусал себе губы, стоически перенося боль. Вконец обессиленный он вскоре уснул. Одышка несколько уменьшилась, но из-за сильной кровопотери раненый был мертвенно бледный, а на его лбу выступила испарина. Физраствором тут не обойтись, как бы не пришлось кровь вливать, подумал я. Какая у него группа крови, спросил я у длинного, ни на миг не покидавшего своего товарища и подававшего мне по ходу операции все необходимое. А я почем знаю, удивился он. А потом подумав, указал на небольшую наколку в виде восьмиконечной звезды у абсолюта под ключицей. Глянь, может оно? В центре звезды проступали чуть заметные знаки ОРАЖ минус. Они указывали на то, что пострадавший был универсальным донором. То есть его кровь в экстренных случаях могла быть перелита обладателем абсолютно всех групп. Зато ему самому подходило исключительно ОРАЖ минус, первая резус отрицательной крови. Есть у кого-нибудь первая группа крови, спросил я. Длинный лишь пожал плечами, а затем вышел из комнаты. Через некоторое время он вновь появился. Может в аптеке купить? Ни у кого такой нет. В аптеке кровь не продают, щупая еле уловимый нитевидный пульс и глядя на белое будто мел лицо абсолютно сказал я. Дыхание оставалось ровным, но из-за сильной кровопотери жизнь его буквально висела на волоске, в любую минуту готовая оборваться. Ты сейчас мне поможешь, доставая из сумки систему для переливания крови, обратился я к длинному. Моя кликуха саморез отозвался он. Хорошо саморез, держи тут. По прозрачным пластиковым трубкам потекла кровь. По иронии судьбы у меня была та же, что и у Абсолюта первая группа с отрицательным резусом. Так ты теперь ему братан воскликнул саморез. Знаешь сколько у меня таких родственников сказал я, вспоминая о том, что не раз приходилось быть донором. Да нет, ты не въехал, ты кровью с ним теперь повязан. Только этого не хватало. Породниться с братвой, подумал я, а вслух сказал, ты лучше посматривай за мной, начну отключаться, тормоши, я вторые сутки на ногах. Заметанно отозвался он. К вечеру Абсолюту стало лучше, он пришел в себя. Спасибо, док, прошептал он сухими губами, теперь я твой должник. Да бросьте, выздоравливайте лучше. Он лишь в знак согласия опустил веки и вновь отключился. Самоез, увидев, что я собираю вещи, тут же засуетился тебя, как зовут. Сергеевич, знаешь, что, серый, никуда ты не поедешь, останешься здесь на ночь. Вы в своем уме? Мне завтра на работу, я ему уже не нужен. Все позади, легкое расправляется, лечение распишу, любой участковый врач с этим справится. Не кроши батон лепила, вот тебе кляузник, рисуй маляву, мол, так и так, захворал, прошу отгул, дня на три, короче, тебе видней, что марать. Постелили мне в соседней комнате. Сил да и желания раздеться не было. Я упал на кровать в одежде и тут же уснул. Разбудил меня скрип двери и томный женский голос. Как дела, красавчик? Скучаешь? Вы кто? оторопел я, пытаясь понять, где вообще нахожусь. Твой подарок. Какой подарок? Еще больше опешил я. От абсолюта. Я не просил у него никакого подарка, приходя в себя ответил я «А подарки не просят, их просто дарят», настаивала незнакомка, приближаясь ко мне. Теперь, несмотря на то, что в комнате было достаточно темно, свет проникал сюда лишь от уличного фонаря, я смог ее рассмотреть, дородная, пышногрудая девица с черными, будто смоль волосами и ярко накрашенными губами. Она неожиданно сбросила халат и, оставшись совершенно голой, присела кровати. Протянув надо мной руки, она игриво, как кошка, стала выпускать острые, с безупречным маникюром ногти и шевелить длинными, извивающимися, будто змеи, пальцами. Ну, что же ты, красавчик, я не нравлюсь тебе? Да нет, при чем здесь это? Я считаю все это лишним. Да ты что, красавчик, абсолют мужик конкретный. Прогонишь, он на хор меня поставит. Пожалей девушку, расстегивая мне ширинку, пропела она. От ее прикосновений ток пошел по телу, а затем все неожиданно исчезло, и ничего, кроме чмокающих звуков, не существовало уже в этом мире. На третьи сутки Абсолюту стало значительно лучше, и я навсегда покинул этот дом. Прощаясь, он протянул мне сверток. Возьми. Да не надо мне ничего. Я действительно не хотел быть повязан с ним деньгами. Возьми. Это мой долг за Варшаву. Хорошо, сказал я, и мы вновь, как тогда, посмотрели друг другу в глаза, но на этот раз я не выдержал первым. В его взгляде не было злости. Была лишь одна благодарность. А сейчас напротив меня сидела девушка в темно-синем костюме со всполохами золотых молний в отделке и красивых, как автомобиль, Бугатти туфлях. Как ей рассказать о том, что в свертке оказалось десять тысяч долларов, и, желая поскорее их потратить, я отправился в морской круиз по Средиземному морю, где вскоре встретил свою будущую жену. Как странно устроен мыслительный процесс, ведь это, по сути, электромагнитный импульс, скорость которого равна скорости света. Все описанное промчалось в моей голове за тысячные доли секунды, буквально на кончике ее фразы «Как вы познакомились со своей женой?» Я посмотрел ее глаза и сказал «Мы познакомились в Каннах, на набережной Круазет, на аллее звезд». Как романтично воскликнула она, видимо, довольная тем, что, наконец, нащупала интересную для читательниц тему «Знакомство в Каннах куда интереснее, нежели, к примеру, в Крыжополе». Можете рассказать подробнее? Я немного подумал и, в свою очередь, спросил «А вы сами замужем?» «Нет, но сейчас речь идет не обо мне, а о вас». Что-то по-прежнему останавливало. «А вы бы смогли вынести на публику сугубо личное?» спросил я у нее. Смотря что вкладывать в эти слова. А, впрочем, если в интересах дела, то да, смогла бы. «Вы непорочное чисто. Мне не хочется выносить это на публику». Читатели действительно устали от чернухи. Искренние, светлые чувства остались только в сериалах, они давно превратились в сказку. Так что ваш рассказ будет служить доказательством того, что такое в принципе возможно. Вы опять не поняли. Это обычная и банальная история. Ничего особенного в ней нет. Разве что она личная и интимная. И немного подумав, я добавил, как нижнее белье. Не придет же в голову у первого встречного допытываться об этом. И тут же молнией пронеслась совершенно идиотская мысль. Интересно, а какие у нее трусы? В цвет костюма? Что-то продолжало в ней раздражать и в то же время вызывать любопытство. Хорошая быстро приедается, к нему привыкаешь и перестаешь замечать. Зато негатив он по своей сути доминантен и действует как стойкий раздражитель. О нем чаще думаешь и уделяешь ему больше внимания. Вероятно от того, что он представляет с собой косвенную угрозу. И если задуматься, всему отрицательному мозг уделяет гораздо больше своего ресурса, нежели положительному. Мои рассуждения прервала Инна. Поступим так. Вы расскажете только то, что сами посчитаете нужным. Круизный лайнер, теплоход Тарас Шевченко, белоснежный и многоярусный, словно свадебный торт, стоял у причала пассажирского порта Одессы. Построенный в ГДР по распоряжению Никиты Хрущева, он был спущен на воду через два года после устроения первого секретаря ЦК КПСС от власти в 1964 году. Этот корабль, как и спецмагазины «Березка», где купить вещи или продукты можно было лишь за валюту, для обычных граждан Советского Союза относился к запредельным категориям. Например, мои родители, обычные служащие, не смели даже мечтать об этом. И это происходило в стране с декларируемой социальной справедливостью. Прошло время, и я стоял на палубе этого корабля. Помню, как меня охватило волнение. Во-первых, я впервые оказался на борту океанского лайнера. Во-вторых, среди праздной и сытой публики. В-третьих, это было в отличие от поездки в Польшу настоящим путешествием, ведь мне предстояло посетить шесть стран — Турцию, Грецию, Италию, Францию, Испанию и Мальту. Круиз красноячиво назывался «Похищение Европы». «Собирали меня в поездку всем миром». Профессор любезно преподнес в подарок соломенную шляпу, одну из тех, что не смог продать в Польше, у нее обнаружился небольшой дефект. Приятель из медгородка подарил рубаху, купленную там же. На ней были изображены ярко-красные попугаи и пальмы на фоне заходящего над лазурным океаном солнца. Рубашку забраковала жена приятеля, посчитав ее слишком кричащей и вызывающей. И, наконец, перед самым отъездом заведующий отделением вручил мне, как он сам выразился, обязательный атрибут джентльмена — черную атласную бабочку с пожеланием ходить на ужин обязательно в ней. Ведь вы представитель высшей врачебной касты, хирург. Его слова убедили, и я зашел в недавно открывшийся в пассаже магазин в Ауди и накупил себе всякой добротной всячины. Короче, на первый ужин на корабле я надел новый темно-синий костюм, долго промучившись запонками облачился в белую рубашку, а на шею повязал черную, как смоль бабочку. На ногах красовались и поскрипывали новые английские туфли, в которых, как только я вошел в зал, тусклым глянцем отразились все ресторанные люстры и светильники. Таких одетых во все новое в зале ресторана было абсолютное большинство. Метардотель, шустрый молодой человек, с такой же бабочкой, как у меня, узнав номер моей каюты, тут же указал на столик в углу под номером 13. За ним уже сидело три человека. Йося, протягивая для приветствия крошечную ручку, представился довольно полный с круглым животиком мужчина средних лет. Часовой мастер из Киева, косясь на мои старенькие часы полет, продолжил он и тут же перевел взгляд на туфли, а затем опять на часы. В его глазах читался такой мощный мыслительный процесс, будто он силился повторно открыть теорию относительности Эйнштейна. Семейная реликвия, осторожно пожав в ответ крошечные пальчики, пришел я ему на помощь. Йося облегченно вздохнул. Это моя супруга Софочка, представил он мне полную даму, утопающую в крупных цветах вечернего крепдышинового платья. Та в ответ лишь молча кивнула, предварительно стрельнув острым взглядом черных томных очей в мою сторону. А это наша дочь Милочка указал Йося на упитанную девицу с темными вьющимися волосами, почему-то не по возрасту заплетенными в тугие косы, которые заканчивались огромными белыми бантами. Милочка наша гордость, у нее золотая голова, круглая отличница. Милочка заерзала на стуле и сукоризной посмотрела на отца, но перечить ему не стало, а на щеках ее проступил пунцовый румянец. Теперь все трое вопросительно смотрели на меня. Сергей Ильич, и после небольшой паузы, поняв, что они ждут продолжения, я добавил «хирург». Они удовлетворенно переклинулись, а у меня появилось ощущение, будто я неожиданно, непонятно, за что, получил пятерку. Сергей Ильич, не унимался Йося, а вы можете проконсультировать мою Софочку? У нее часто болит живот, может быть, ей нужен моршин или трусковец? Увидев, как Софочка тщательно кусочком хлеба вымакивает тарелку, где еще совсем недавно лежала большая отбивная, я нерешительно произнес, а может, начать с диеты? Не есть жирного или сладкого? Что вы, что вы, замахал в ответ руками Йося? Это никак невозможно. Вы не пробовали Софочкину телятину с черносливом, ее фаршированную рыбу фиш и кисло-сладкое мясо. А какой она делает, штрудель, закатывая глаза сладко пел он, а потом неожиданно спросил, вы сами из Киева? Да, ответил я, мы живем на Тарасовской, знаете, где это? А услышав мое утвердительное да, тут же продолжил, мы приглашаем вас к себе в гости, попробуйте, будете пальчики свои облизывать. Надо сказать, что я действительно подружился с этой шумной и веселой семьей, часто бывал у них в гостях на Тарасовской улице, пока в 1998 году они не эмигрировали в Израиль. Время часовых мастеров, портных и сапожников цеховиков навсегда ушло, уступив место абсолютно неромантичным дельцам. А тогда, в тот вечер, опьяненный вином и вкусной едой, я вышел на палубу теплохода и был потрясен неожиданно открывшимся видом. Безбрежный водный простор и нависший над ним ночной небосклон, сплошь усеянными рядами ярчайших звезд, слились воедино. Луна еще не взошла, и определить, где заканчивается небо, а где начинается море, было совершенно невозможно. Казалось, будто корабль не плывет, а летит среди звезд в ночном безмолвии. Замелькали страны, первой на пути была Греция, где ожили иллюстрации учебников по истории пятого класса. Афины и Парфенон, их древние руины, вызывали одновременно трепет и благоговение. Представить себе, что всего этого касались руки реально живших когда-то людей, было невозможно. Скорее верилось в то, что Творец, созидая землю, одновременно возвел и эти полуразрушенные сегодня здания, настолько совершенны они были. Затем была Италия. Корабль, обогнув подошву сапога и проплыв вдоль его западного побережья по Лигурийскому морю, встал на якорь в порту Генуи. Лабиринты узких улиц переплетались между собою так, что, двигаясь по тротуару вдоль проезжей части, можно было неожиданно заметить, что дорога на самом деле проходит по крышам каскадом спускающихся к морю домов. Ориентироваться по карте было совершенно невозможно, она никак не передавала трехмерную суть расположения этого города. Повсюду над головами висело сохнущее белье, а из любой подворотни на огромной скорости мог вылететь мотороллер. Отдыхающих на теплоходе поделили на группы. Примерно по 40 человек. Именно столько туристов мог вместить один автобус. В каждом порту к моменту нашего прибытия их собиралось огромное количество, ведь только кают на лайнере насчитывалось до 600, а в каждой находилось, как правило, не по одному, а по два, а то и по три пассажира. Каждой группе был представлен гид, он же координатор и руководитель. К нему в случае необходимости следовало обращаться по любому вопросу. Нашу группу, куда также попали Йося, Софа и Милочка, возглавила девушка Лена, худенькая, светловолосая, с короткой стрижкой, сзади волосы были так коротко сострижены и настолько оголили затылок, что при взгляде на нее у меня появились странные чувства. С одной стороны, это была жалость, какую обычно испытываешь ко всему беззащитному, ранимому и незащищенному, а с другой вид ее невинной неопытности вызывал такие острые чувства щемящей и трогательной нежности, что временами становилось даже трудно дышать. Особенно это проявлялось тогда, когда она, стоя напротив, старалась донести нам исторические факты и эпизоды прошлого, обязательно находя в них изюминку, способную увлечь и заинтересовать, и невольно, по-видимому, от волнения касалась ладонью своей обнаженной шеи. Я смотрел, как солнце и ветер попеременно путались в ее волосах, как ее стройная фигура неожиданно возникала то на фоне старинных зданий, то среди руин древних городов, удивительным образом совсем гармонируя, привнося во все поэзию и смысл. Ее пухлые, четко очерченные губы еще хранили девственную розовинку влажного и нетронутого глянца, а серые на голубом глаза, будто небо апреля, всегда светились радостью и позитивом раннего весеннего утра. Чуть заметная угловатость лишь умиляла и очаровывала. В ней отсутствовало любое проявление жеманности, наигранности и фальши. Рядом с ней хотелось быть лучше и одновременно оставаться самим собой. Это обстоятельство с одной стороны, возможно, упростило бы наше общение, а с другой однозначно осложнило бы, ведь постоянно пришлось бы завышать собственную планку моральных устоев, не фальшиве брать чистую ноту. Понимание этого беспокоило и даже пугало, и, несмотря на желание познакомиться с ней ближе, я все никак не мог на это решиться. За ночь корабль совершил переход от Генуи к Лазурному берегу и стал на рейд у французского городка Вильфранш-Сюрмер в шести километрах от Ниццы. Туристов к поджидавшим на набережной автобусом доставляли на небольших катерах специально спущенных с теплохода. На сравнительно коротком по протяженности побережье, тесно прижавшись друг к другу, расположились княжества Монако, города Ницца, Канны, романтичный Антип и, конечно же, милый городок Вильфранш-Сюрмер, так поразивший меня утром. В казино Монте-Карло, все стены которого утопали в золотой лепнине и пестрели старинными полотнами, куда не мог проникнуть дневной свет, так как там не было окон. В бликах хрусталя массивных люстр я поставил на черное и тут же проиграл. Крупье произнес две классические короткие фразы, перевод которым не требовался «Делайте ваши ставки, господа, и после небольшой паузы ставки сделаны, ставок больше нет», запустил рулетку. Шарик бешено запрыгал по ячейкам барабана, а в такт ему заколотилось и мое сердце, но не от желания выиграть, а от самой возможности играть в этом казино. Наконец угомонившись, Шарик упал в ячейку под номером тридцать шесть на красном поле, соседняя на черном под номером тринадцать была моей. Но это ничуть меня не огорчило. Своим проигрышем я присоединился к той огромной армии неудачников, чьи непогасшие страсти до сих пор бурлят, кипят и наполняют это пространство прибежище дьявола. Потом была Ницца, протянувшаяся вдоль кромки моря на многие километры знаменитый английский бульвар и стоящий на нем будто огромный белоснежный корабль отель Негреско, символ лазурного берега. Здесь останавливались когда-то Коко Шанель, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй и многие другие знаменитости. Здесь в Ницце в сентябре 1927 года погибла знаменитая танцовщица жена Сергея Есенина Айсидора Дункан, которую задушил длинный газовый шарф, запутавшийся в спицах колеса ее автомобиля. То и дело над заливом садились и взлетали самолеты. В Ницце взлетная полоса далеко протянулась в море и временами казалось, будто это не самолеты, а многочисленные яхты и корабли, стоящие на рейде, устав от сонного и безмятежного времяпровождения, взлетали в небо. А потом туристический автобус свернул на одну из дорог, ведущих на север, в сторону заснеженных Альп. За окнами вначале замелькали огромные играющие светом и тенью раскидистые платаны, затем сизые оливковые рощи, а потом залив все фиолетовым цветом лавандовые поля, которые у стен самого города неожиданно сменились на бескрайние плантации роз. Мы приближались к Грассу, мировой столице парфюмерии. Нас привезли на одну из этих фабрик. Я впервые видел горы из лепестков роз, ярко-желтых нарциссов, молочно-белых цветов жасмина, апельсиновых соцветий и лилово-фиолетовых колосков лаванды. Все это источало такой аромат, что голова пошла кругом. Повсюду стояли медные перегонные кубы, стеклянные бутыли и огромные чаны. Меня удивило то, что парфюмеры создают духи по тому же принципу, на каком основаны чувства, возникающие между влюбленными. Этот сложный, состоящий из комбинации до сотни запахов аромат, имеет свои строгие принципы составления композиции. В начале, как чувство влюбленности, проявляется его верхняя нота. Это, как правило, освежающий аромат, который немедленно ощущается, туманит сознание и очень быстро испаряется. Он уступает место средней или сердечной ноте, определяющей суть духов. И, наконец, как нечто совершенно непредсказуемое, неожиданное и потаенное, на излете сердечной ноты возникает их конечная, завершающая нота. Ее стойкость объясняется наличием в духах наименее летучих эфирных масел, которые изначально там присутствовали, но были затуманены и скрыты двумя первыми. И очень важно, чтобы именно она, завершающая и звучащая дольше всех нота, не вызвала отторжения, разочарования и была бы такой же волнительной и близкой, как первые две. По узким улочкам, наполненным всевозможными ароматами, ведь здесь повсюду продавали мыло, парфюмы, мешочки с лавандой, пучки горьковатых прованских трав, засахаренные лепестки фиалок, джем из лепестков розы и жасмина, гулял когда-то Бунин, вспоминая тихие закаты цвета неспелого яблока своей давно покинутой родины. И, наконец, Канны. После обзорной экскурсии нам предоставили свободное время. пройдя по бульвару Круазет, я уткнулся в дворец фестивалей, от которого протянулась аллея звезд, где оставили отпечатки своих рук все мировые кинознаменитости. там я ее и увидел. Лена шла неспешно, увлеченно читая на каменных плитах имена актеров, иногда прикладывая и примеряя отпечатки ладоней звезд к своим. Я пошел ей навстречу, и сердце забилось чаще. Чтобы как-то успокоиться и отвлечься, я на ходу приложил свои руки на отпечатки бельмондо. Они оказались крошечными, довольно широкая ладонь и короткие пальцы. Это меня сразу почему-то успокоило и придало мне сил. На ней было простое пастельно-голубое платье с белым, с синими полосками по краям отложным воротником, как у французских моряков. Эти цвета так гармонировали с небом и плывущими облаками, с набегающей волной и гребнем белоснежной пены, что я невольно удивился, насколько органично и естественно она была. Теперь не она находилась в пространстве, а пространство сосредоточилось в ней. Я приблизился к Лене в тот момент, когда она опустила ладонь в отпечаток руки Брежит Бордо, и та вошла туда, будто в матрицу, запомнив до краев весь слепок. Я смотрел на выступающие из камня руку, на узкую ладонь длинные пальцы, на ногти, покрытые прозрачным лаком, сквозь розовинку которого кое-где, будто прожилки на дереве, проступали крошечные белые пятнышки. И мне казалось, что достаточно одного ее прикосновения, одного касания, как все оживет, приобретет смысл и наполнится содержанием. И самое главное, я уже знал наверняка, что ее я никак не должен потерять, и что она и есть та часть меня, моего слуха, зрения и осязания, которого так не хватало, чтобы понять, постичь и осознать смысл моего пребывания в этом мире. Вам Бардо спросил я, чтобы с чего-то начать разговор. Она любимая актриса моей мамы. А ваша? Я никогда не думала об этом. Возможно, Катрин Денев? А вам кто нравится? Я растерялся. Бельмондо? Потом мы искали и нашли слепо круг Катрин Денев. И вскоре решившись, я пригласил ее в ресторан, мотивируя тем, что не знаю французского и не смогу самостоятельно заказать устриц, попробовать которые мечтал еще в юности, читая романы русских классиков. Она согласилась, и, найдя небольшой ресторанчик с открытой террасой, мы сели за столик. «Сельбопле де сейтер», пропела она, и вскоре на огромном блюде со льдом нам принесли тускнеющие матовым жемчугом вскрытые раковины, где чуть в дрожащей воде мерцали чистые тела устриц. Я вдруг с ужасом, глядя на столовые приборы, больше похожие на хирургический инструментарий, понял, что совершенно не знаю, как ими пользоваться. Лена, видимо, уловив в моих глазах растерянность, тут же пришла на помощь. Пока я рассматривал этикетку на принесенном шабли, делал пробный глоток и нюхал пробку, многозначительно при этом закатывал глаза, будто в самом деле разбираюсь в винах, а потом кивал головой, давая понять официанту, что меня все устраивает, она медленно взяла одну из раковин, подрезала небольшим кривым ножом ножку, при помощи крошечной ложечки налила в раковину розовой жидкости и стоящей рядом маленькой тарелочки и, сделав короткую паузу, будто готовясь к старту неожиданно опрокинула содержимое себе в рот. Веки ее при этом опустились, и она замерла, словно в ожидании прихода чего-то, и, наконец, удовольствие и удивление прокатились по лицу. Я старательно повторил все эти движения и обомлел. Ощущение было таким, будто я занырнул глубоко в море, и оно своей чуть солоноватой прохладой приняло и обволокло мое тело, но только не снаружи, а, проникнув вглубь, заполнило его до остатка. Я невольно выдохнул. Ух! Она в ответ улыбнулась. Вам понравилось? Да, но она почему-то не запищала. Она и не должна пищать. Это с легкой руки Чехова, который в одном из рассказов с иронией описывал любителей устриц, появилась эта легенда. А еще их можно есть, поливая соком лимона. Только сейчас я заметил лежащие рядом на блюде половинки лимонов, помещенные в мешочки из мелкой сетки. Раньше, продолжил Лена, когда устриц доставляли с побережья в рестораны того же Парижа, на лошадях, и дорога занимала несколько дней, существовал специальный тест. Нужно было капнуть на тело устрицы лимонным соком, и та, если оставалась живой, обязательно сокращалась. А потом многим понравился их вкус с соком лимона, и наряду с традиционным соусом из винного уксуса и мелкорубленного лука-шалота она указала на ту тарелочку, из которой прежде поливала устрицу. Появился и этот способ. Мы пили вино, поглощали устриц, заедали их черным хлебом со сливочным маслом, и на душе от ее присутствия, от ее улыбки и бело-голубого платья становилось так хорошо и светло, что мне хотелось, чтобы этот вечер длился целую вечность. Тем временем вечерело, над лазурным берегом начали загораться первые звезды. Вначале робко, а затем все настойчивее стали вспыхивать вдоль побережья далекие огоньки, пока их свет не слился и не запылал одним огненным потоком стекая с нависших над городом холмов вначале на развилке узких улиц, а затем в дрожащую от вечернего бриза морскую гладь. Стало свежо и даже зябко, то ли от съеденных устриц, то ли от охватившего волнения и не желая с ней расставаться, я предложил пойти в другой ресторан, где готовили прованские блюда и съесть чего-нибудь горячего. Она согласилась. Желая попробовать все и сразу, я заказал эскарго виноградных улиток и тут же, как мне казалось, квинтэссенцию французской кухни лягушачьи лапки. Мы ели улиток с чесночным маслом, и прованскими травами, запивали их бургундским вином, потом лягушачьи лапки с картофельными чипсами и крошечными помидорчиками, тогда я еще не знал, что они называются черри, и был при этом безмерно счастлив. Я уже знал, что ей двадцать пять лет, что она киевлянка, и год назад окончила романо-германский факультет Киевского университета, что это ее вторая поездка в качестве гида, и что она мечтала о путешествиях всю жизнь. Она увлекалась историей и книгами о путешественниках. Тогда же впервые я подумал о том, что ходил до этого с ней по одним и тем же улицам одного и того же города, а встретил лишь сейчас, за тысячи километров от дома. А может эта возможность появилась раньше, еще тогда в Варшаве? Мы так увлеченно беседовали, что совершенно забыли о времени, а спохватившись, помчались искать такси, и последний катер отходил через полчаса. Мы отплывали от берега совершенно одни. Черная вода под нами искрилась серебром от взошедшей над Вильфраншем Луны. Где-то вдалеке мерцали разноцветные огоньки теплохода и звучала еле слышная музыка. Она стояла и смотрела вдаль. Берег удалялся все дальше и дальше. На моих глазах стало исчезать то, что еще совсем недавно было так щемяще близко и трогательно, где я был так по-детски счастлив, не желая ни в коем случае потерять это, осознавая, что первопричина всему произошедшему она, я уткнулся губами в ее затылок, в то самое место, где оголенная шея так тронула меня. Она пахла морем, солнцем и лавандой. Я вдруг понял, что все, что до этого видел, ощущал и чувствовал, навсегда осталось в ней. Я целовал ее губы, ощущая их движение навстречу. Мимо проплывали освещенные яркими огнями яхты, сонно плескались рыбацкие лодки, но мы уже не видели ничего. Все вдруг исчезло. Весь огромный мир невероятно сжался и находился теперь на кончиках наших губ. В ту ночь мы танцевали с ней до утра. Корабль снялся с якоря и поплыл в сторону Испании. Иногда во время качки палуба уходила из-под наших ног, и, стараясь не потерять друг друга, мы все теснее прижимались телами, отчего наши сердца замирали, а иногда останавливалось дыхание. Потом была Барселона, Бульвар Ранблас и Саграда Фамилия, творение Антонио Гауди. В ресторанах на набережной мы ели паэльо, хамон, запивали их терпкими испанскими винами. Я заметил, что, когда ее не было рядом, я переставал воспринимать окружающее. Нет, я, конечно же, все видел и осязал. Оно продолжало существовать, но мне не хватало ее взгляда, ее мыслей и оценки увиденного мною. Без нее все воспринималось неполно, усеченно, будто невзначай, оно мелькало и не оставляло никакого следа в моем сознании и в душе. И только рядом с ней мир приобретал краски, смысл и гармонию. У меня открывались глаза, и то, что недавно проходило мимо, как нечто совершенно несущественное, бестелесное, эфемерное, вновь становилось видимым, значимым и приобретало смысл. После Испании корабль направился на Мальту, в Мандине, мертвом городе, там, где, казалось, остановилось время, уступив его вечности, я сделал ей предложение, которое она с радостью приняла. Осенью у нас состоялась свадьба, а через год родители. Напротив меня в ожидании моих слов сидела девушка, но как ей рассказать обо всем и стоит ли? Она шла по аллее звезд мне навстречу. Ей нравилась Катрин Денев. А вам спросила она. Бельмондо, как и тогда, растерявшись, ответил я. Мне не хотелось говорить, что наше знакомство состоялось во время круиза на теплоходе Тарас Шевченко. Этого корабля уже нет. В 2005 году его продали Индии и там порезали на металлолом. Дверь слегка приоткрылась и в образовавшемся проеме показались две глумливые рожи, а потом руки, которые стали отчаянно жестикулировать. Я на секунду, сказал я Инне. За дверью с ума сходили мои однокурсники и друзья Юрка и Андрей. Но ведь еще утром я сообщил им, что праздновать юбилей не буду, и они отнеслись к этому с полным пониманием. Придурки, что вы вытворяете, набросился я на них, какого черта приперлись. Ну, ты серый даешь, в свою очередь возмутился Юрка. Утром, услышав твой загробный голос, мы решили, что тебя одолели суицидные мысли. К пятидесяти ты, наконец, осознал, что ты полный кретин и мудак и решил со всем этим покончить. Мы и примчались тебя спасать. А ты, глянь, какой молодец. Развлекаешься тут с красоткой. Да потише вы, там все слышно. Это журналистка, она берет у меня интервью. Ладно, Серега, короче, произнес Юрка, заканчивай поскорее со своей корреспонденткой. Нас внизу такси ждет. Едем в дежавю. Мы там с Андрюхой столик заказали. Вы что, спятили? Я не могу, Ленка утром в Мюнхен улетает. Мы ненадолго выпьем пару рюмок за твое здоровье и катись себе. Инна, тут такое дело, вернувшись в кабинет, замялся я. Я уже все поняла. Приехали ваши друзья. Да, совершенно неожиданно. Но мы ведь все успели обсудить? Не совсем. Я бы хотел еще кое-что с вами оговорить. Давайте поступим так. Я приглашаю вас на празднование юбилея нашего журнала. Она состоится в Freedom Hall в следующую пятницу. Там и продолжим разговор. Она извлекла из сумочки открытку розового цвета и протянула мне. Я не нашел, что сказать, и в ответ лишь утвердительно хмыкнул. Меня удивило, что в приглашении было впечатано мое имя. Выходит, она все спланировала заранее. На кой я ей сдался, пробегая глазами текст, думал я. В самом низу внимание привлекла непонятная фраза, набранная мелким шрифтом «Блэк Тай». Это еще что такое, но спрашивать у нее не стал. На парковке у клиники стояло два автомобиля «Такси Шансон» и небесно-голубой «Бентли Континенталь». К последнему, двигаясь будто по подиуму, проследовала Инна. «К Бентли на Бугатте», с иронией глядя ей вслед, подумал я. Но она внезапно обернулась и, перехватив мой взгляд, послала воздушный поцелуй. Все произошло так неожиданно, что, растерявшись, я замер на месте. Это она мне? Или друзьям подогреть их нездоровый интерес? А может, у меня даже выступила испарина? Все таки мне? Но я тут же прогнал эту мысль, прекрасно понимая, что на такие уловки не следует реагировать. Мало того, подобные ситуации у меня всегда вызывали иронию, особенно при виде особ с сидеющими висками. Самый незначительный знак внимания, мизерный комплимент, случайно оброненный женский взгляд мог вызвать у них бурный всплеск фантазии. В результате они нередко попадали в идиотские истории. У меня даже появилась своя теория на этот счет. С одной стороны, мужчины не так разбалованы комплиментами и знаками внимания, им трудно в отличие от женщин отличать фальшь от искренних чувств. А с другой, сама природа, наделив их завышенной самооценкой, нацелив на успех и лидерство, создает условия для того, чтобы они как можно скорее оказались в умело расставленных сетях женской лести и притворства. Ну, ты, Серый, даешь, признайся, что из-за нее ты не хотел нас сегодня видеть. Если так, мы тебя прощаем. Да отстаньте, придурки. Говорю вам, она замредактора журнала Фэмен и пишет статью о нашей клинике. Это что еще за хрень такая, Фэмен? Женский журнал. Серый, до чего же ты докатился? А в собачьих журналах о тебе еще не пишут? Прикинь, выходит статья, ведущий хирург подпиливает собачкам когатки. Они покатились со смеху. Имбецилы, вы для этого приехали? Серег, не обижайся, утром ты был такой несчастный, убитый горем, мы хотели тебя просто развеселить. Можете считать, что у вас получилось. А о чем она у тебя спрашивала? Небось сделала тебе грязные предложения? Вы опять за свое. Хорошо, расскажу. Эта пиголица держала меня за динозавра. Даже экзамен по сексологии устроила. Прикиньте, она действительно считает, что в Советском Союзе секса не было. Эти журналы так парят женщинам мозги, отозвался Андрей. Прикиньте, одна моя подружка перед тем, как лечь в постель, стала меня тестировать. Подхожу я ей или нет? Вначале измерила длину безымянного пальца. Оказывается, ученые, об этом было написано в журнале, нашли зависимость его длины с сексуальностью мужчины. Так вот, если он длиннее указательного, хорошо, а если короче, до свидания. Мы с Юркой тайком взглянули на свои, водитель, давно навостривший уши, сделал то же самое, размером своего пальца я остался доволен, впрочем, как и водитель, а вот Юрка загрустил. Юрка, а о кунилингусе она тебя спрашивала? Не удержался я. Это еще что такое, удивился он. Андрей и водитель тоже явно слышали это слово впервые. Да так, ничего. Один зверь живет в Австралии. Ресторан Дежавю находился на улице Богдана Хмельницкого рядом с оперным театром. Я набрал номер Ленкиного телефона. Лен, тут Юрка с Андреем объявились, посижу с ними и сразу домой. Только недолго я пеку твой любимый яблочный пирог. В чреве ресторана в радуге разноцветных неоновых огней, пресавших в хромированных деталях Харли Дэвидсон, погуза и Яба и развешанных по стенам золотых дисках Типепепл и Ледзепплин нас усадили за небольшой столик у самой сцены, где несколько молодых людей исполняли вживую песню Бонни М. Распутин. Звуки музыки до боли знакомые слова сразу погрузили меня в атмосферу 70-х, в бурные студенческие годы. Видимо, подобные ощутили Андрей и Юрка, глаза у них вспыхнули озорным огнем, а затем погасли, каждый думал о своем. Я вспомнил нашу первую встречу. Только что вывесили списки поступивших и у доски объявлений собралась огромная толпа абитуриентов и их родителей. Я стоял поодаль. Мне не хотелось толкаться, а главное мучил страх. А вдруг не поступил, хотя набранный мною бал был довольно высоким и по логике проходным. Я наблюдал, как одни, найдя себя в списках, ликовали и тут же бросались в объятия родственников, а другие незаметно отходили в сторону, стараясь поскорее убраться с этого места, чтобы только где-нибудь в укромном уголке дать волю чувствам, завиться слезами или в одиночестве, часто сплевывая, выкурить до самого фильтра горькую сигарету. На фоне этого действия заметно выделялась и диссонировала с остальными высокая и стройная фигура молодого человека в форме моряка Черноморского флота СССР. Он неспешно подошел к доске объявлений и толпа будто по мановению волшебной палочки расступилась. Найдя себя в списках, он небрежно сдлинул без козырку на самый затылок и, вальяжно посвистывая, загребая при этом широчайшими клешами всю пыль и окурки с неметельных тротуаров, шаткой походкой пошел прочь. Девчонки не отрываясь смотрели вслед. Поравнявшись со мной, он процедил «Закурить не найдется?» Я не курил, но непонятно для чего, видимо, больше для престижа носил с собой сигареты, а иногда даже ими баловался. Это сегодня никого этим не удивишь. Известные мировые марки сигарет запросто продаются на каждом углу, а тогда лишь из-под полы за большие деньги их можно было приобрести у фарцовщиков. Курить такие сигареты считалось особым шиком. Неспешно достал я из заднего кармана пачку Пелмел и небрежно, будто это была обыкновенная прима, протянул ему. Он взял сигарету и машинально потянулся за следующий, но затем быстро сообразил, для его нового статуса это уже неприемлемо. Он не дед, а студент, и такие действия будут расценены не иначе, как жлобство. Спасибо. Ты тоже сюда показал на доску объявлений и сплюнул сквозь зубы. Поступил? Я еще списки не смотрел. А чего ждешь, удивился? Пошли. Толпа вновь раступилась и я увидел среди зачисленных в медицинский институт свою фамилию. Молоток ткнув в плечо сказал моряк, тебя как зовут? Сергей. А меня Юрка. Ты где остановился? В общежитии. Я тоже. Переселяйся ко мне. Хорошо, охотно согласился я. Пока мы общались, к нам подошла невысокого роста женщина, рядом с которой стоял похожий на нее тощий юноша. «Ребятки». сказала она. Я вижу вы взрослые, серьезные парни. Не могли бы вы взять к себе в комнату моего сына Андрюшу? Он хороший, спокойный мальчик. Мне будет спокойнее за него. Мы переклянулись. «А мы тебя устраиваем?» обратился к нему Юрка. «Да», пожал он плечами. Позже я узнал, что Андрей был единственным сыном этой женщины. Она воспитала его одна, без мужа. Отца своего он не знал и никогда даже не видел. Тетя Аня, так мы ее звали, жила в Василькове и работала санитаркой в районной больнице. Наверное, как и все санитарки, она мечтала врача. Не забуду, как в день первой встречи она то и дело подходила к вывешенным спискам и, будто не веря в свое счастье, желая убедиться в этом вновь, снова и снова искала фамилию Андрея, а найдя, плотно прижимала ладони к губам и тихо плакала. Она часто приезжала в общежитие и угощала нас, чем могла. Мыла в комнате пол и окна, вытирала пыль и была при этом безмерно и полюбили эту тихую и скромную женщину, всегда радующуюся за нас и способную прощать наши проделки, которых тогда хватало. Принесли закуску и водку, а со сцены звучала песня Абба «Happy New Year». «Как поживает тетя Аня?» спросил я у Андрея. Мамы нет. Она умерла в апреле. Как в один голос воскликнули мы с Юркой «Почему ты нам ничего не сказал? Вы знали, что она давно переехала к нему в двухкомнатную квартиру на Троещине? Ведь Андрей так и не женился, жил с мамой. Видимо, неполные браки навсегда могут оставить свой след. Вас тогда не было в Киеве, не хотел вас беспокоить, а потом все не решался сказать. Да нет, Андрюха, ты здесь не прав. Она была не только твоей мамой, она была наша студенческая подруга. Давайте помянем ее. Стоя, не чокаясь, произнеся, пусть земля и будет пухом, мы выпили за упокой души и надолго замолчали. От этого известия на сердце заскребли кошки. Как скоротечное время, и сколько его отмерено мне. Почему юбиляр наш такой невеселый? Подружку опять свою вспомнил, оторвал меня от этих дум Юрка. Давайте договоримся, сегодня только о хорошем и веселом. Мы ведь не зря привалили в этот ресторан. Будем вспоминать наши студенческие годы. Андрюха, ты не забыл тот Новый год? Мы все трое покатились с успеху. За соседним столиком люди переглянулись. Взрослые дядьки сначала пьют, не чокаясь, а потом хохочут. Согласно заведенным традициям, своими корнями уходящими чуть ли не к концу девятнадцатого века, именно тогда было построено наше общежитие, в новогоднюю ночь, как только куранты били двенадцать ударов, из комнат начинали высыпать студенты, взявшись за руки и потушив свет в огненных брызгах бенгальских огней, вспышках и грохоте хлопушек, серпантини и конфетти, они летели живой цепью по этажам. Этот огненный хоровод не имел ни начала, ни конца. Лентой Мебиуса он начинался на первом, затем, изгибаясь под длинным коридором, доходил до пятого. Нас объединяли молодость, радость, прожитого еще одного года, сваленных до этого сессий, мы торопили время, а оно нас. Мы были едины в своем порыве движения вперед. Как только цепь рассыпалась, вступала в действие вторая часть этой традиции. Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, двое студентов, а это обязательно должны были быть особи мужского пола, начинали обход комнат. В каждой из них ряженых с радушием встречали и угощали. И, согласно той же традиции, отказываться от выпивки категорически возбранялось. Естественно, вскоре наступал момент, когда в одной из комнат Дед Мороз и Снегурочка падали замертво. Следующая пара должна была подхватить эстафету и продолжить обход дальше, и так до самого утра. Когда очередь дошла до меня, борода Деда Мороза сильно пахла вином, водкой, солеными огурцами и салатом оливье. К этим запахам примешивался аромат модных тогда польских духов, быть может, и рижской фирмы Дзинтарс Шарм. Все девушки Советского Союза пахли тогда одинаково. После посещения нескольких комнат, меня и мою подружку, парня с нашего этажа, пьяных вдрызг сменили Юрка Дед Мороз и Андрей Снегурочка. Проснулся я от стука в дверь. Ужасно болела голова и тряслись ноги. В комнате никого не было, и по яркому свету, пробивавшемуся сквозь задернутые шторы, можно было догадаться, что наступил первый день Нового года. В дверь стучала тетя Аня. Она специально испекла яблочный пирог и приехала поздравить нас с праздником. На вопрос «Где Андрей?» ничего вразумительного я ответить не мог и, превозмогая головную боль, направился на его поиски. Общежитие словно вымерло. Повсюду валялись обугленные островы бенгальских огней, гильзы от хлопушек, с потолка свисал серпантин, а полы были сплошь усеянные разноцветным конфетти. Наконец, в одну из комнат в постели с девчонкой с нашего курса с обидным прозвищем Мандибула, названной так и засильно выступающей вперед нижней челюсти, на латыни это звучало Мандибула, я нашел Юрку. Где и когда расстался с Андреем, он совершенно не помнил, зато стал в свою очередь допытываться у меня, как он касался в постели с Мандибулой. Он заглядывал в глаза и то и дело повторял, как ты думаешь, я не подкачал? Судя по ее довольному виду, ты был на высоте. Кстати, позже у Юрки завязался с Мандибулой страстный роман. А пока мы обошли все комнаты, но Андрея нигде не было. Лишь под елкой случайно обнаружили его левый зимний сапог. Правдами и неправдами в магазине для новобрачных эти югославские сапоги достала ему мама, отдав за них всю свою месячную зарплату 60 рублей. Мы были в растерянности. Пойти на улицу в одном сапоге Андрей не мог, но и в общежитии нигде его не было. Поиски продолжались до тех пор, пока не раздался визг с третьего этажа. Там на полу в женском туалете мирно спал в одеянии Снегурочки наш небутевый друг. Для него и для нас до сих пор остается загадкой, как он там оказался. Правда, Юрка быстро нашел всему объяснение. Андрюха, ты, видимо, так вошел в роль, что перепутал мужской и женский туалет. В тебе, видимо, живет артист, каких не было. Ты способен к полному перевоплощению. Тетя Аня долго тогда отпаивала нас чаем, угощала яблочным пирогом и все приговаривала. Ребятки, вы поосторожней-то с алкоголем. Видите, как вам плохо. Принесли дымящиеся стейки с жареным картофелем. Мы наливали, пили, потом опять наливали, и все вспоминали нашу молодость. Не могут они жарить картошку. Ни в одном ресторане такое не подадут, какую мы в общаге жарили. Помните? Конечно, горячо поддержали Юрку мы с Андреем. С лучком, с золотистой корочкой. Что может сравниться с этим? Серый, ты еще помнишь свою кликуху? Конечно, ее забыть невозможно. Циклопентан, пергидро, фенантрен. Мы вновь захохотали. На третьем курсе, готовясь к экзамену по биохимии, я никак не мог запомнить это слово, состоящее из двадцати восьми букв, и записал его ручкой на ладони. В вытянутом билете оно не упоминалось, и совершенно расслабившись, я принялся записывать ответ. Забыв о надписи, я приложил руку к щеке, и это слово тут же там отпечаталось. Экзаменатор, пристально вгадываясь в мое лицо, внимательно слушал ответ, а когда я закончил, произнес, а теперь расскажите о трансформации производных циклопентана пергидрофенантрена. Это, видимо, ваша любимая тема, раз вы пишете об этом на своем лице. С тех самых пор это слово крепко ко мне приросло. Слушай, Андрюха, а что ж мы подарки не вручаем? Превратили юбилей нашего друга в простую пьянку. Действительно, прости нас, Сергей, место такое отшибает. Бросьте, не парьтесь, вы сами для меня лучшие подарки. Ну, уж нет, серый, воскликнул Юрка, я хочу подарить то, о чем ты мечтал, не спал ночами, мучился, но так и не получил. Помнишь, что это? Я не мог понять, о чем он говорит. Ну, что, догадался? Нет. И ты так запросто хоронишь и забываешь свои несостоявшиеся мечты? Ну, напрягись. Юрка, я действительно не пойму, о чем ты говоришь. Эх ты, шляпа, держи, протянул он мне маленькую коробочку. Я снял крышку и обомлел. Там лежали командирские часы. Не новодел. 1978 года выпуска тыча пальцем в циферблат заявил Юрка. Именно тот год, когда ты их впервые захотел. Новенькие из спецхранилища цени. Я уставился на мерцающие тусклым фосфорическим светом стрелки на секундную неумолимо круг за кругом бежащую вперед. Как давно и в то же время совсем недавно это было. Уже нет той страны, время, которое они продолжают отмерять. Нет многих знакомых, близких и родных. Скоро не станет меня, а они по-прежнему будут идти. Только теперь до меня дошел истинный смысл обычая останавливать часы, когда кто-нибудь умирает. Ведь для него навсегда останавливается время. А эти продолжали идти. «Тогда в 1978 я действительно ими заболел. Противоударные, пыли водонепроницаемые, со светящимися в темноте стрелками и алой пятиконечной звездой на циферблате эти часы были символом своей эпохи. Иметь их означало быть причастным к военнослужащим или спецслужбам. Для нас же простых студентов такие часы стали элементом престижа, элитарности, зависти и гордости. Стоили они невероятно дорого. Целых пятьдесят четыре рубля. Просить деньги у родителей я не мог. Они и так к моей стипендии в сорок рублей с трудом приплюсовывали все, что могли. Оставалось заработать самому». Юрка из многодетной семьи выходец из небольшого села, затерявшегося где-то в лесах Житомирщины, регулярно подрабатывал. Ему, в отличие от меня, денег не высылали. Он мог рассчитывать лишь на свою стипендию да на картошку, которую дважды в год передавали из дома. Помню, как я упросил однажды Юрку взять меня с собой на мясокомбинат на разгрузку вагонов. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. У самых ворот собралась огромная толпа, состоявшая из алкоголиков и съехавшихся со всего города студентов. Было довольно темно, и людская масса, погруженная во мрак, вызывала ужас. Как единый бесформенный организм, она медленно двигалась и гудела в ожидании мастера. По своему усмотрению, он должен был выбрать тех немногих счастливчиков, которым предстояло бы всю ночь разгружать вагоны. Каждого подошедшего толпа принимала озлобленно, ропща и негодуя, как потенциального конкурента, способного лишить возможности предстоящего столь вожделенного опохмела. Это для большей ее части. Это заражало, я даже поймал себя на том, что также из-под лоб я посмотрел на подошедшую группу студентов из политеха. Наконец загорелся прожектор и ослепил всех ярким светом. Вслед за вспышкой распахнулись широкие ворота склада, и как дрессировщик в цирке высоко на рампе над нашими головами возник коренастый плотный мужчина, одетый в телогрейку и начищенные до блеска хромовые сапоги. Подперев бока, он медленно окинул толпу взглядом, затем, неожиданно, будто стреляя из револьвера, выкинул вперед правую руку и указательным пальцем стал вырывать из толпы одного счастливца за другим. Толпа тем временем ревела и размахивала паспортами, громко скандировала «Меня! Меня!» Казалось, что я орал громче всех, но этот маленький человек, скользнув по мне взглядом, ткнул пальцем в сторону Юрки. Ранним утром, когда мы с Андреем еще спали, он явился изможденный. «Хватит дрыхнуть! Встречайте кормильца!» прохрепел, вытряхивая из карманов свиные уши и обрезки мяса и тут же рухнул на кровать. Я еще несколько раз приходил к мясокомбинату, но меня так ни разу и не взяли. Командирские часы я тогда не купил. Зато отец, узнав о моих страданиях, подарил те самые часы полет, которые позже на теплоходе не оценил Йося. Андрюха, а ты чего ждешь? Поздравляй! Прервал мои воспоминания Йорка. Знаешь, Серега, началась далека, Андрей, когда мы ехали сюда, я услышал от тебя одну фразу «Сертификат собственности на землю». Ты только вслушайся в эти слова. Собственность на землю. Неужели ты и вправду считаешь, что в состоянии ею владеть? Его вопрос завис в воздухе, и я вспомнил о том, что говорил в такси. Несколько лет назад мне позвонил Йорка и сказал, что можно приобрести участок земли в нескольких километрах от Киева. На мой вопрос, что для этого необходимо, он ответил «Сущую ерунду! Надо собрать какие-то справки, да поучаствовать в благотворительном взносе для сельской рады». На деле оказалось совсем не так. Мы потратили уйму времени, заплатили кучу денег, подвозили то одну, то другую справку, чиновники постоянно менялись, а ВОЗ по-прежнему оставался на своем месте, и, наконец, неделю назад я получил тот самый сертификат права собственности на землю. И вот тут задумался, а на кой он мне сдался. Строить я там ничего не собирался. Передать землю по наследству детям, но и им зачем она нужна? Разве что продать? Видимо, я поддался стадному чувству и поступил, не думая, так же, как другие. И теперь Андрей со своим вопросом. Если бы я его плохо знал, то наверняка подумал бы, что им движет обыкновенная человеческая зависть. Работая в реанимационном отделении, в той же больнице скорой помощи, где некогда работал и я, он за свою жизнь так ничего и не приобрел. Жил в двухкомнатной квартире на Троещине и ездил на стареньком пыжике. Но мне всегда казалось, что он более счастлив, чем я, что он знает нечто такое, чего я не знаю, не могу и не в состоянии постичь. Поэтому его слова воспринял более чем серьезно. Сергей, только без обид, предупредил Андрей. Произнося эту фразу и искренне веря, будто реально владеешь землей или еще чем-либо, ты не осознаешь, что это и есть твоя главная проблема. Ты никогда не ловил себя на том, что со стороны напоминаешь ползущую по стене муху. Ей ведь тоже кажется, что она владеет стеной, пока ее там не прихлопнули. Андрюха, ты даешь, поздравляй лучше, а не читай нотации. Не мешай, пусть говорит, одернул я Юрку. Это не только твои заблуждения. Так думает большинство, продолжал Андрей. Корни тянутся еще с тех времен, когда мир воспринимался усеченно, локально, в пределах своей пещеры. И хотя горизонты мировосприятия расширены сейчас чуть ли не до краев Вселенной, человечество все никак не может расстаться с этой пещерной психологией восприятия мира. Горизонты расширились, но они по-прежнему ограничены местопребыванием и нажитым за жизнь скарбом. Если бы человечество осознало себя единым целым, небольшой по существу группкой людей на крошечной планете Земля, затерянной где-то во Вселенной, а каждый индивид в отдельности осознал, что владеть чем-либо материальным по сути невозможно, только тогда мы бы перестали напоминать ползущих насекомых и стали бы тем, чем по существу изначально являемся, проявлением высшего разума на Земле, реально владеть можно лишь временем. И время это и есть единственная истинная ценность, дарованная человеку свыше. Пока Андрей говорил, я вдруг вспомнил, как несколько лет назад попал в аварию. В середине апреля неожиданно выпал снег. Он падал на деревья, на уже пробудившиеся почки, таял, истекал с крыш звонкой капелью, а на тротуарах превратился в сплошное мокрое месиво. Зато за городом, куда я направился, стояла настоящая зима. Дороги замело, их никто не чистил. В результате образовалась глубокая колея, машины с трудом пробивались сквозь заносы, а метель и не думала стихать. На одном из поворотов, когда я обгонял грузовик, из-под которого летели фонтаны воды и мокрого снега, мою машину неожиданно занесло. Она уткнулась передними колесами в снег, ее сначала резко занесло влево, а затем перевернуло, став на крышу, автомобиль, будто на лыжах, стремительно понесся к встречной полосе, наперерез двигающимся грузовикам. Избегая удара, они съезжали на обочину. Наконец, зарывшись носом в глубокий сугроб, автомобиль замер. Лобовое стекло разбилось, снег и осколки заполнили салон. Все произошло за тысячные доли секунды, но мне показалось, будто время растянулось. Испуга не было. Я не успел испугаться. Мысль же четко работала. Я подумал о том, что это есть мой конец. Сейчас меня не станет. И поэтому надо запомнить этот миг, последний миг своего пребывания на земле. В салон влетали снежинки. Они были невероятно красивыми. Неповторимый графический рисунок тончайших линий льда переплетался с затейливой вязью острых граненных линий. Сверкая синим огнем, снежинки все сыпались и сыпались на лицо, а потом быстро таяли и жгучими струйками стекали по щекам. Их прикосновения, как прощальные поцелуи, были до боли трогательны и нежны. Я вспомнил, что последний раз рассматривал снежинки совсем давно, еще в детстве, в первом классе. Шел густой снег, а я подставлял навстречу руки. Снежинки падали на вязаные варежки и застревали в шерстинках. Поднося ладони к глазам, я пытался разглядеть в холодном свете тусклого зимнего дня каждую из них. Они были неповторимы. Ни одной похожей, как люди. От горячего дыхания снежинки оплавлялись и вскоре на ворсинках вместо сверкающих кристаллов льда мерцали капельки воды. Тогда, в перевернутом автомобиле, на встречной полосе, я думал, что многое от меня ускользнуло, что я не замечал окружающего. Не видел совершенства в простых и примитивных на первый взгляд а по сути истинных и первородных проявлениях природной красоты. Я жил неправильно, совсем не так, как надо. Резко запахло бензином, он растекался повсюду, впитывался в одежду, в любую секунду машина могла взорваться, но двери намертво заклинило, а галстук, зацепившись за рулевую колонку, сдавливал горло, нельзя было даже пошевелиться. А меня все мучил вопрос, что я сделал не так, как следовало жить. Эту мозговую лихорадку прервали голоса прибежавших на помощь водителей. Они перевернули машину, поставили на колеса, монтировками выбили двери, и я тогда так и не успел понять, как правильно жить. Вновь с головой окунулся в рутину повседневности и о тех мыслях очень быстро забыл. И вот сейчас об этом говорил Андрей. Он бил в самое больное место, попав в резонанс именно с тем, что так тревожило меня накануне юбилея. Хотя говорил по существу банальные вещи, которые еще со школы железобетонной фразой вдалбливали нам в головы «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». «Сергей, если Юлька подарил тебе время из прошлого, я дарю тебе его из будущего», широко улыбнулся Андрей. «Вот тебе карта звездного неба и астрономия для начинающих. Чаще смотри на небо, а не под ноги. И помни, время единственное, чем ты реально тылку хортицы». Пока я общался с официантом, за столом вспыхнул жаркий спор. «Ну, какое же застолье без политики?» «Юрка, ты мне ответь, как Министерство здравоохранения может бороться с туберкулезом, с ПИДом, диабетом и онкозаболеваниями, если чиновники министерства давно воспринимают их как рынки сбыта для своих же карманных фармацевтических фирм?» Согласись, для них бороться с этими заболеваниями, уменьшать их количество, это все равно, что рубить сук, на котором сидят. Отсюда видимость борьбы. Ведь специально ввозятся лекарственные препараты из третьих стран, устаревшие и малоэффективные. Формула простая. Чем больше болеют, тем больше их барышей. Меняются президенты, министры, но только не те люди, клопами присосавшиеся к бюджету. И главное, это всех устраивает. Страна, находящаяся в центре Европы, погрязла в эпидемии туберкулеза, а всем на это наплевать. И это в 21 веке. А ведь туберкулез, вспомни, это социальная болезнь, индикатор истинного положения дел в государстве. Можно сколько угодно вещать о приросте ВВП, росте экономики, но пока показатель заболеваемости не снизится, ни о каких сдвигах говорить просто нельзя. Юрка работал в Министерстве здравоохранения, пережил ни одного министра и, несмотря на частые перетрубации, всегда оставался на плаву. Я расценивал это как его особый дар приспосабливаться к любой ситуации. Выходец из небольшого села он не только вырвался оттуда сам, но и перетянул в Киев практически всю свою многочисленную родню. Еще в институте он начал заниматься профсоюзной деятельностью. Вначале стал профоргом курса, затем факультетом и, наконец, на пятом курсе его выбрали профоргом всего института. Он ведал путевками и курсовками. У него всегда водились лишние талоны на бесплатное питание, которые выдавались обычно спортсменам или студентам-сиротам. Не скрою, Андрею и мне эти талоны часто перепадали, впрочем, как и курсовки в институтской профилактории. Ну, а Юрка, несмотря на продолжающуюся страстную связь с Мандибулой, на шестом курсе уже перед самым распределением неожиданно женился на дочке декана. Худенькой, некрасивой и совершенно незаметной девочке. Андрюха, ну, чего ты завелся? Ты же прекрасно знаешь, что я сижу в кадрах и не имею никакого отношения к закупкам лекарств. Туда таких, как я, просто не допускают. Это прерогатива очень узкого круга людей. А я так. Принеси, отнеси. Ты лучше скажи о результатах своего участия в оранжевой революции. Ты чего-нибудь добился? Ведь ты хотел все изменить. Ну и где теперь те вожди, за которых ты драл свою глотку? Что они сделали? Юрка, я на Майдане стоял не за вождей, как ты выразился, а за свободу и демократию. А еще из-за того, что в меня так беспардонно плюнули, надругались над последним, что у меня оставалось, моим правом выбора. А то, что кричали на Майдане имена, не скрою, была надежда, хоть маленькая, но была. Надежда на то, что увидев свой народ таким, каким он был тогда на площади, увидев его устремление и чаяние, лидеры наконец в состоянии будут возвыситься до его нравственных и моральных устоев. Да, была надежда на то, что у нас, как в Чехии, появится свой гавел и абсурдостану будет положен конец. Согласись, Йорка, такие слова, как честь, совесть, любовь к родине стали абсолютно неупотребимы, они попали в разряд высокопарных, неискренних и даже устаревших, а выражение национальная идея и ее якобы отсутствие. Это же полная чушь. У нас была и есть своя национальная идея хапать, хапать и хапать. И делать это несмотря ни на что. Этой идеей пронизано общество сверху донизу. Правда, у тех, кто остался внизу, уже и отбирать-то нечего. Бесхозной осталась только земля, да и то лишь формально. Поверь, я вовсе не за то, чтобы все поделить. Мы это уже проходили. Но согласись, раздеребанить страну, ее национальное достояние, принадлежащее всем, с такой вопиющей несправедливостью, когда небольшая группа людей присвоила абсолютно все, украв у большинства, это в принципе ненормально. Но это еще полбеды. Эта кучка присвоила не только материальные блага, она еще и узурпировала власть. И теперь, жируя и страдая от несварения, определяет тот самый прожиточный минимум для остальных граждан, а попросту бросает им кусок со своего стола, чтобы те окончательно не издохли. Их дети учатся за границей. Там же они отдыхают и лечатся. Родина для них стала лишь источником дохода, да полигоном для демонстрации и удовлетворения собственных амбиций. Андрюха, ну что на тебя нашло, тебе больше всех надо, что ты пытаешься изменить? Ну не повезло нам, что родились в этой стране. Думаешь, мне приятно видеть каждый день эти самодовольные рожи. Но жить как-то надо? Все болячки от стрессов. Ты, наверное, так распаляешься, потому что разочаровался в оранжевой власти. Юрка, какая к черту разница, синие или оранжевые, те и другие проталкивают только свои бизнес-интересы. А бизнес должен быть отстранен от власти или, во всяком случае, не доминировать, иначе это может плохо закончиться. Я вспомнил, как тогда, в конце 2004 года, Ленка позвала меня. Иди скорее, Андрея по телевизору показывают. На пятом канале шел круглосуточный репортаж с Майдана. В мужчине в вязаной лыжной шапочке с оранжевой лентой на голове, теплой куртке и валенках на фоне армейской палатки и костра я с трудом узнал Андрея. Корреспондент интересовался количеством больных простудными заболеваниями, угрозой распространения гриппа и другими проблемами, связанными с переохлаждением митингующих. По ответам Андрея я понял, что он находится там с первого дня и, по-видимому, отвечает за здравоохранение всего палаточного городка. «Сергей, ты бы сходил к нему? Может, нужна какая-нибудь твоя помощь?» сказал Оренко. «Что я тогда чувствовал? И как относился к самой революции? Меня однозначно возмутила та вопиющая несправедливость и нахрапистость власти, с которой она, явно проигрывая в голосах на выборах, стала пытаться силой навязать своего лидера. Возмутили загодя расставленные в переулках машины с песком и бронетранспортер у ЦИК. Это была с одной стороны демонстрация силы, а с другой страх перед собственным народом. На такие грубые фельдфеберские окрики интеллигенция, к которой я себя естественно отношу, реагирует одинаково. Она на стороне слабого и униженного, но никак не на стороне сатрапа. Тогда в действии власти было много просчетов, даже цвет лидера, синий, был проигрышным в слякотный и промозглый ноябрь. Оранжевый, напротив, нес оптимизм и тепло предстоящей весны. Да и сами демонстранты с двух сторон сильно отличались друг от друга. Одних свезли сюда в поездах, оторвав предварительно от работы, и они, ошалевшие от большого города, не понимающие зачем и для чего они здесь, полусонные и полуголодные, перекусившие лишь солдатским пайком тасогретые боевыми ста граммами, мрачными серыми колоннами растекались по улицам. Другие же приехали сюда самостоятельно, на стареньких жигулях и иномарках, в багажниках которых лежали по-хозяйски уложенные теплые вещи и продукты. Они ехали надолго и собирались в дорогу основательно. Среди них было много представителей того самого пресловутого среднего класса, ростки которого успели появиться в последние десятилетия. Неуправляемые мыслящие самостоятельно и также самостоятельно принимающие решения, они приехали в этот город, чтобы отстоять свое право выбора. Это была та самая прослойка, о которой совершенно забыла власть. Не превратившись, как того хотелось властям в молчаливое быдло, они благодаря своим смекалке, хозяйской жилке обустроили собственный небольшой бизнес и захотели теперь говорить с властью на равных. Я шел по Майдану, меня удивило скопление в одном месте такого количества красивых и одухотворенных лиц. Поражали глаза, спокойные и просветленные. Это завораживало. Хотелось и самому быть лучше и чище. Хотелось извлечь откуда-то из глубин собственного я все самое хорошее. Оно, безусловно, есть в каждом человеке, но невостребованное, глубоко спрятано и закопано. И вот, находясь тут, я ощутил, что время позитива наконец настало. Андрей был занят, он уговаривал молодую девушку, приехавшую из Львова, не находящуюся на восьмом месяце беременности, покинуть лагерь. Из ее слов я понял, что она ночует в холодной палатке ради желания родить ребенка в свободной и демократической стране. Неужели чувство свободы сильнее материнских чувств, подумал я, а потом решил, может, это и есть высшее проявление материнства, нежелание видеть собственного ребенка рабом. Меня всегда удивляло и даже пугало стремление жителей Западной Украины к свободе. Партийная пропаганда преподносила их позицию искаженно, смещая акцент патриотизма, который лежит в основе этого, в сторону национализма, желая тем самым предотвратить появление подобных устремлений у жителей других регионов Украины. Идеологи умело манипулировали страхом национализма, якобы исходящего из западных областей, и тем самым размежевали народ одной страны на два лагеря. Позже, когда кандидат от власти начал терпеть фиаско, идеологи умело манипулировали страхом национализма, якобы исходящего из западных областей, и тем самым размежевали народ одной страны на два лагеря. Позже, когда кандидат от власти начал терпеть фиаско, эта мнимая разобщенность будет использована как аргумент, доказывающий существование угрозы развала страны. Если разобраться, различие в мировоззрениях все же имелось. Жители западных областей никогда были рабами, ведь крепостное право есть не что иное, как рабство. Они оставались при любой власти свободными, находясь в положении наемного работника, а не раба. Жители восточных областей, напротив, пребывая в составе царской России, находились в положении бесправных крепостных. Отмена крепостного права в 1861 году, то есть совсем недавно, не успела перестроить мировоззрение, наверное, отсюда вера в хорошего царя и нежелание самостоятельно обустраивать собственную судьбу. Мне, выросшему в СССР, были чуждые непонятны мотивы жителей западных областей Украины, стремящихся к самостийности. Возможно, от того, что мое мировоззрение с раннего детства формировали карикатуры в советских журналах, особенно в журнале «Перетс», где неприглядные люди держали в руках желто-голубые знамена с трезубцем, да полуругательные слова, употребляемые в быту, например, бандеровцы. И потом, после августовского путча, когда события начали развиваться стремительно и над молодым государством взвился желто-блокитный флаг, а гербом стал трезубец, я оказался сторонним наблюдателем того, что происходило, абсолютно не надеясь на что-то хорошее. Находясь на таких нигеристических, давно устоявшихся позициях, я вступил тогда на Майдан. «Не ожидал тебя здесь увидеть», протянул для приветствия руку Андрей. «Я сам от себя не ожидал. Для меня все, что было связано с политикой именно в том виде, в каком она была представлена в нашей стране, было априори по меньшей мере чуждо. Депутаты, в большинстве своем представители капитала и криминального мира, преследовали, как правило, лишь одну цель – приобретение депутатского иммунитета, за которым можно спрятаться от правосудия. А чиновники, казнокрады и взяточники рассматривали свои должности не иначе, как источник наживы. Тех и других объединяло невиданное лицемерие, беспринципность и словоблудие. Это абсолютное меньшинство, не более пяти процентов населения, самовольно провозгласив себя элитой и узурпировав власть, лицемерно заявляла о якобы действующих демократических принципах правления в стране. Тогда на Майдане у меня будто с глаз сползла пелена. Вот народ страны, в которой я живу. Он собрался здесь, не желая быть молчаливым стадом, в приготовленном для него загоне. И главным открытием для меня стало то, что у народа, в отличие от власти, планка моральных и этических качеств была настолько высока, что на его фоне власть придержащие смотрелись бандитами с большой дороги. Не было ни грубости, ни сквернословия, не говоря уже о потасовках и противостоянии между приехавшими с запада и востока. Тогда на площади я вдруг увидел, какой он красивый, желто-блакитный прапор, спелое пшеничное поле и голубое безоблачное небо. Он был, как кусочек лета под снегопадом. Андрюха, дай мне подержать флаг. Держи, что-то на тебя нашло. Да так, захотелось. Понял, шеневмерла Украина. Я поднял высоко над головой кусочек Родины. Рядом со мной стояли такие же прозревшие, с восторгом и надеждой, смотрящие на полотнище своей страны. Серега, мы сейчас колонной выдвигаемся к Верховной Раде. Идешь с нами? Конечно, только флаг у меня не забирай. Свой пора иметь. Да ладно, бери. Мы двинулись мимо сцены, где в это время выступал кандидат от оппозиции. Я слушал и думал, он хоть осознает, какую ответственность берет на себя. На него обращено столько глаз, в которых надежда и ожидание. Ведь люди, выплескивая из своих душ самое сокровенное и чистое, желают от него того же, той же отдачи. Обмануть, не оправдать их надежды будет тем же, что сделал когда-то Иуда две тысячи лет назад. А с другой стороны, возможно, энергетика этого посыла настолько велика, что окажется в состоянии переплавить стоящего на сцене. Он просто обязан будет переродиться, воспрянуть над самим собой над всеми своими корыстными, если таковые и были побуждениями, и стать олицетворением нации, ее самых светлых и чистых качеств. Назад от Верховной Рады мы возвращались по Московской улице. Когда проходили мимо кинотеатра Зорины, где тогда находился избирательный штаб Синих, к нему сыто урча начал подруливать дымчатый вальяжный Роллс-Ройс Фантом. Как пришелец из другого мира смотрелся он на охваченных революцией улицах Киева. С чисто английской аристократической чопорностью, спокойствием и консервативностью медленно катил он мимо колонны, посверкивая фигуркой дух экстаза или никой, летящий навстречу ветру на своем массивном капоте. Я слышал, что ее отливают из чистого серебра и чистят вручную молотыми косточками черешни. И о том, что коврики в автомобиле изготавливают из шкур ангорских овец, и что стоят они целое состояние 3000 евро за штуку. А по спецзаказу их делают еще из шкуры медведя, но цена таких не подлежит оглашению. Стоило же само такое чудо не меньше полумиллиона евро. Буквально передо мной автомобиль медленно остановился, и из салона выскочили два молодых человека, одетых в одинаковые черные кашемировые пальто и в совсем неуместных в такую погоду черных остроносых замшевых туфлях на тонкой подошве. Я давно обратил внимание, что такую обувь любят обычно носить охранники и водители сыновитых чиновников. Скрученные пружинками провода микрофонов, тянувшиеся из-под белых воротников рубашек, подтвердили мои предположения. Один из охранников распахнул невероятно больших размеров заднюю дверцу, открывавшуюся необычно по ходу движения автомобиля, и из нее тут же выступила в легком пальто нараспашку, щуплая и до боли знакомая фигура Абсолюта. И хотя из его глаз исчезла та болезненная звериная настороженность, выдающая людей, побывавших в отсидке, без сомнения это был он. Наши взгляды вновь, как и тогда, в Варшаве встретились. Он с недоумением посмотрел на меня, я на него. Это длилось не больше секунды, после чего мы одновременно опустили глаза. Ты его знаешь, спросил Андрей? Нет. А почему он на тебя так посмотрел? Наверное, обознался. А может, я его когда-нибудь оперировал, разве всех упомнишь? А про себя подумал. Все логично. Вначале рэкет, затем разбой, а потом большая политика. Мы опять, как и тогда, стояли по разные стороны баррикад. Андрюха, Юрка, да успокойтесь вы, наконец. Это уже история. На правах юбиляра я требую немедленно выпить за мое здоровье, наливая полные рюмки из вновь принесенной бутылки, очень громко, будто желая перекричать певицу, объявил я. Посетители за соседними столиками уже косились в нашу сторону. А мне вдруг показалось, что неоновая подсветка на колесах мотоциклов пришла в движение. Красные, синие и зеленые огоньки быстро побежали вдоль хромированных спиц и растеклись по залу сияющими кольцами серпантина. Надо меньше пить, дал я себе установку. Вот только как это сделать, если друзья немедленно откликнулись на мой призыв и мгновенно осушили рюмки. Затем вновь налили и потребовали выпить за детей, а потом за Ленку. Когда оказалось, что уже выпили за всех, Юрка воскликнул, какие же мы скоты. Мы же забыли про третий тост. За женщин. Серый наливай. В переполненных рюмках вновь заплясали разноцветные огоньки неонового света. Юрка резко встал, в его глазах блестели слезы. Мужики, я предлагаю выпить за всех девчонок, которые были рядом. Разделили с нами хотя бы одну ночь или продолжают это делать сейчас. Я помню всех. Они ведь появились не просто так, а чтобы навсегда оставить свой след. Иногда хочется, чтобы и они вспомнили обо мне. Помнили того непутевого морячка, считавшего, что ему все по плечу. Одна слеза не удержалась и побежала по щеке. Мы вновь осушили свои рюмки до дна. Юрк, а где сейчас мандибула? Ты что-нибудь слышал о ней? Нет? Ну, так разыщи. Я вмиг исправлю ей челюсть. Такие операции для меня сейчас тьфу, абсолютная рутина. Найди, я сделаю все за свой счет. Спасибо, Серый, постараясь, уже без особого энтузиазма, откликнулся Юрка. Я знал, что он, женившись тогда на дочери декана, хотя, возможно, и получил какие-то выгоды, позже глубоко страдал по этому поводу. Знал и о том, что он живет фактически двойной жизнью, имея помимо официальной еще и гражданскую жену. Лет десять назад она родила ему дочь. Женщины, видимо, знали о существовании друг друга, но конфликтов никогда не возникало. У Юрки был особый талант. Он всегда умело разруливал подобные ситуации. Я бы так не смог, подумал я. Но в одном он прав. Надо было выпить за всех девочек. Серый, а помнишь ту девушку, которая чуть не уморила тебя. Какую не понял я? Ну ту, из Николаева, на курс младше нас. Девушку с веслом. Как ее звали? Тоня. Ну да. А где она сейчас? Не знаю. Может в Николаеве? Одна эта фраза, и моя память мгновенно вернула все запахи и звуки той весны. Мы познакомились на институтской дискотеке. Была суббота, конец мая, время, когда Киев тонет в море цветущих каштанов, а соловьи и полная луна никак не дают уснуть студентам. Она стояла у входа, видимо, недавно пришла. Ты посмотри, какая телка привалила, дернул меня за руку Юрка, высокая, стройная и какая-то неуловимо стремительная. Видимо, она была спортсменка. Это угадывалось по ее фигуре и осанке. Зазвучала композиция Queen Bohemian Rhapsody. Я устремился в сторону новенькой. Серый, я первый ее заметил, одернул меня Юрка. Остынь, тебя уже ждут, указал я ему, намаячившую в дверях и машущую рукой мандибулу. Голос Фредди Меркури то улетал, то вновь возвращался, а с ним улетали и мы. Я держал ее ладонь в своей, и от этого прикосновения, от этой невинной близости, от ее дыхания замирало сердце. Хотелось, чтобы песня никогда не заканчивалась, чтобы звучала вечно. Голос Фредди Меркури утонул в хоре, затем вновь появился и наконец произнес последнюю фразу «Anyway the wind blows» «Неважно откуда подует ветер». В этот момент я коснулся ее губ своими губами, глаза ее были закрыты. От этого прикосновения она будто очнулась и произнесла «Здесь так душно, пойдем на улицу». Мы бродили по ночным улицам до самого утра, о чем-то говорили и беспрестанно целовались. Ее звали Тоня, она занималась плаванием и выступала за сборные института, вот откуда Юрка взял девушку с веслом. У нее действительно были сильные большие руки и широкие ладони. Дойдя до дверей ее комнаты в общежитии, мы договорились, что как только проснемся, поедем за город в лес, будем собирать землянику, гулять по лесным тропинкам, дышать свежим воздухом, пытаясь задержать последние, убегающие от нас майские дни. Проснулся я только к обеду, видимо, сработали биологические часы. Воскресенье был единственный день недели, когда можно было отоспаться. Тоня, по-видимому, тоже недавно встала, но успела привести себя в порядок. Подкрасила тушью Ленинград ресницы, отчего некоторые склеились, а на других висели черные комки. На веки были наложены модные тогда синие тени. Мы отправились в сторону Конча-Заспы. Сейчас в тех местах стоят самые дорогие дома, а тогда кроме лесов, пастбищ, песчаных плесов в излученных Днепра ничего не было. Остро пахло расплавленной на солнце живицей. Ее смолистый медовый дух опьянял, а может, вовсе не он, а наша молодость. Мы все дальше, будто не собираясь никогда возвращаться, углублялись в лес. Вдоль тропинок, на прогретых солнцем местах, олели крошечные капельки земляники. Я срывал спелую ягоду и подносил к тоненым губам, наблюдая за тем, как она медленно исчезала в розовой и сочной плоти губ. Я их целовал и ощущал земляничный запах и вкус. Корзинка и банка, захваченные нами, оставались пустыми. Лес наконец закончился, и мы вышли на широкий заливной луг. Где-то вдалеке паслось стадо коров. «Пойдем попросим у пастуха молока», сказала Тоня. Пастухом оказалась женщина. Она была одета в армейскую плащ-палатку и кирзовые сапоги, отчего издали мы приняли ее за мужчину. Увидев нас, она оперлась руками о палку и неотрывно, как-то грустно и печально стала смотреть в нашу сторону. «Тетечка, угостите нас парным молоком», пропела Тоня. «Звідки ж в такий час парне, доїли ще в обид, ходи зі мною, відділлю, в мене першотілка потроху дає», сказала она. «Слоїк в тебе є?» «Да, мы брали банку для земляники, но она пустая, мы всю съели». «Та й добре». «А звідки вы?» «Із Києва». «Мы студенти учимся в медицинском». Женщина уважительно закивала головой, а затем тихо спросила «Цетви нареченний?» Тоня покраснела и что-то ответила. Слов ее я не расслышал, но на лице женщины засияла улыбка «Хай шастыть!» А потом она с грустью сказала «А я всежиття у дна, напевно така моя доля». Когда мы подошли к реке, солнце висело над лесом, его расплавленный шар золотил верхушки сосен и струился длинными огненными лучами вдоль многочисленных просек хвойного бора. Там же, куда лучи не проникали, появились темные сгустки мрака, которые, будто предвестники ночи, щупальцами теней уже протягивались к самой воде. Стало тихо, природа будто засыпала. Недаром эти места по легенде называются Конча Заспа. Когда-то здесь, в пойменных лугах, спасаясь от преследования татар, расположилось древнерусское воинство. А ночью сторожевые неожиданно закричали «Кончай спать! Татары идут!» «А давай поплывем вон на тот остров», показала Тоня рукой на крошечный клочок суши посреди Днепра, где в обрамлении желтой полоски прибрежного песка тускло зеленели кустарники «Ивы». Поплыли, стараясь максимально сохранить уверенность в голосе и прикидывая свои возможности, отозвался я. Одежду каждой свою мы плотно свернули в узлы. Я, как настоящий джентльмен, вызвался переправить помимо своих вещей корзину и банку с молоком. «Ты только не подглядывай, снимай с себя трусики, и лифчик», сказала Тоня. «Хорошо», откликнулся я. «Все равно скоро увижу тебя без них». Ох уж это женское кокетство. Для чего тогда нужен этот дурацкий остров, если не для этого, подумал я. Держа в одной руке вещи, мы поплыли к острову. Вначале было довольно легко. Я попеременно менял руку и одолел так не менее сотни метров, но потом усилилось течение, и, борясь с ним, я стал грести более интенсивно. Вытянутая над водой рука с вещами быстро уставала, приходилось ее чаще менять, отчего скорость замедлялась. Меня все дальше и дальше сносило в сторону, а тут еще на середине реки неожиданно подул сильный ветер. Он гнал мелкие волны, гребни которых рассыпались мелкими брызгами. Они сбивали дыхание и норовили накрыть с головой. Где-то вдалеке маячила голова Тони. Она уверенно плыла к острову. Я несколько раз хлебнул воды, закашлялся, затем снова хлебнул. Корзинка с вещами была уже в воде. Я совершенно не заметил, как попытался грести и этой рукой, но это не помогло. Напротив, вода, пропитав одежду, сделала ее невероятно тяжелой. Ветер, а с ним и волны усилились. Я хлебнул еще воды, она, обжигая ноздри, потекла по носоглотке прямо в трахею. Вместо кашля из моего нутра вырвался рык, который, по-видимому, услышала Тоня. Сергей, произнеслось над Днепром, держись, я плыву к тебе. Я греб из последних сил, но мои руки и ноги онемели, стали ватными и совершенно бесчувственными. Потом внезапно появилась боль. Она возникала при любом движении, судорогой пронзая все тело. Единственное, что удалось сделать, так это лечь на спину и максимально раскинуть руки, причем правой я судорожно вцепился в корзину, но она вскоре стала тянуть меня ко дну. Я уже не дышал, а лишь хрипел, продолжая все чаще и чаще заглатывать горьковато сладкую днепровскую воду. Я понимал, что тону, но сделать ничего не мог. И когда, как мне показалось, наступил конец, я почувствовал Тонино тело. Она поднырнула под меня и обхватила плечи руками. Голова моя при этом приподнялась над волнами, и я уже не глотал воду, а откашлившись начал с трудом дышать. Тоня гребла из последних сил, а у меня все поплыло перед глазами. Остров, противоположный берег, накатывающиеся волны, все превратилось в размытые и нечеткие очертания какого-то туманного серого марева. Казалось, время исчезло, наступила вечность. Картинка очень долго не менялась, пока неожиданно мы не уткнулись во что-то твердое и неподвижное. Это был берег. Распластавшись на песке, ноги совершенно обессивенные, дрожа от холода, мы неподвижно лежали, не находя никаких сил подняться. Ветер тем временем усилился, он гнал темные тучи, а там, далеко вверх по течению, где стоял Киев, небо и вовсе почернело, и по его клубящемуся мареву вскоре стали пробегать золотые всполохи молний. прости выпадал от холода. Меня сильно тошнило и кружилась голова. Несмотря на это, надо было срочно что-то предпринимать. Приближалась гроза. Шатаясь, я двинулся обследовать остров. Он был крошечным, не более сотни метров в длину и двадцати в ширину, но его, видимо, облюбовали рыбаки. На противоположном берегу оказалось строение из веток, напоминающее шалаш. Пол был также устелен ветками, поверх которых толстым слоем лежала сена. А еще здесь были поленица дров и крошечный стожок сена, вероятно, служивший сменной постелью. Мы были спасены. К тому же в глубине жилища обнаружился пластиковый пакет с солью, спичками и куском черствого ржаного хлеба. Правда, костер мы так и не разожгли. Успели лишь схватить по охапке сена да и скрыться в шалаше, как обрушился шквальный ливень. Кутаясь в сене, мы все теснее и теснее прижимались друг к другу. Тоня дрожала, ее била зноб. В свете молний я мог рассмотреть ее лицо. Оно напоминало лик утопленницы. Мокрые, беспорядочно прилипшие к щекам пряди волос, темный орел вокруг глаз и мертвенно бледные губы. Я целовал это лицо, лоб, щеки и губы, целовал белеющую, покрытую пупырышками грудь, ее тугие темные соски, плоский живот, ее дрожащая, вздрагивающая лона с одним лишь желанием передать свое тепло, согреть, спрятать и закрыть своим телом. Дождь нарастал, он с шумом стекал по крыше, шлистел по сухой листве и ударял тугими струями по воде. Стало совсем темно, лишь изредка вспышки молнии озаряли все вокруг ярчайшим ослепительным светом. Стало казаться, что все исчезло, никого не осталось, кроме нас, затерянных посреди ревущего Днепра на крошечном островке в убогом прибежище рыбака. Ее дыхание участилось, стало жарким, озноб прекратился, на смену пришла нервная дрожь, изредка пронзаемая волнами истомы. Тело ее обмякло, стало податливым, мы все глубже проникали друг в друга, пока не стали одним целым. Ливень прекратился лишь к полуночи. Над Днепром зашла луна и залила все фантастическим серебряным свечением. Оно струилось повсюду, стекало каплями с мокрых листьев, сверкало ртутными шариками в траве, бурлило и клубилось в поднимающемся над водой тумане, и, наконец, расплавленной лавой медленно сползало по широкому руслу Днепра, пока не исчезала в черноте ночи за излученной реки у далекого Обухова. Костер я так и не смог разжечь. Он тлел, отчаянно дымил, но никак не хотел разгораться. Зато сухари пришлись кстати. Мы жевали черствый хлеб и запивали молоком. Мне тогда казалось, что до этого я не ел ничего вкуснее. Держась за руки совершенно нагие мы двинулись обследовать остров. Давай назовем его Остров Антонины Спасительницы. Лучше Антонины Авантюристки чуть не утопило тебя. Да брось. Разве бы мы увидели такую красоту? Я хочу, чтобы этот остров носил твое имя. Ведь это ты его выбрала. Хорошо согласилась она. Пройдут годы и я отправлюсь на поиски этого острова. Это произошло не специально, просто так получилось. Однажды я был в гостях у одного своего приятеля в Кончезаспе. После застолья он предложил прокатиться на яхте, проплыть по Днепру. Вот тогда-то я и вспомнил об этом острове Антонины Спасительницы. Мы долго искали, но его и нигде не было. Приятель сказал, это работа земснарядов, они намывают песок для новых коттеджей, от этого усиливается течение, многие острова уменьшились в размерах, а некоторые полностью размыло. Мне стало грустно, исчезло навсегда прибежище для перелетных птиц, рыбаков и влюбленных парочек. Наверное, банальней и прозаичней стал мир и стал мир без этого острова. На рассвете мы проснулись от шума моторной лодки. Это припрыл хозяин шалаша. Он перевез нас на берег, где мы наконец просушили одежду и к обеду вернулись в Киев. В тот день на занятия я так и не попал. Зайдя в общежитие, замертво рухнул на кровать. «Придурок, где тебя носило?» Сквозь сон услышал я голоса Юрки и Андрея. «Мы хотели уже в милицию звонить?» «Успокойтесь». Я участвовал в соревнованиях по плаванию. «Ну и какое место занял?» «Последнее». С Тони мы еще несколько развиделись. Потом началась сессия, затем каникулы. Осенью я как-то ее встретил. Привет, привет, как дела? нормально, а у тебя тоже. Что-то неуловимое исчезло, пропало и улетучилось. Мы оба не знали почему, но все же как здорово, что она была в моей жизни и был остров. Музыканты на сцене ударили по струнам, зазвучал новый поворот машины времени. Вот новый поворот и мотор ревет. что нам несет проба стихи. Мы повскакивали со своих мест. Это была не просто песня, это был наш гимн. Мы пели ее всегда, но особенно проникновенно после сдачи экзаменов. Это был целый ритуал. Вначале мы шли в магазин и в складчину покупали бутылку водки столичные, стоившие тогда целое состояние 4 рубля и 12 копеек. В любой другой день можно было купить московскую за 3 рубля 62 копейки, но только не в тот праздничный, когда был свален очередной ненавистный экзамен. Затем возвращались в общежитие, где начиналось строго рекламентированное действо. Я чистил картошку, Юрка ее жарил, колдуя и не отходя от сковородки ни на шаг. В общежитии бытовало неписанное правило. Если кто-нибудь оставлял дошедшую до готовности картошку без присмотра, сковородка с ней могла бесследно исчезнуть, и никто не вправе был на это обижаться. Таковы долго до нас. В обязанности Андрея входило самое сложное — убрать после застолья со стола и помыть посуду. Наконец Юрка с дымящейся сковородкой возвращался в комнату и начиналось пиршество, в конце которого звучала эта песня. Мы клали на плечи друг другу руки и, выплескивая наболевшее, с надеждой на светлое и хорошее, обязательно ожидавшее нас за тем самым поворотом, пели «Новый поворот, что он нам несет», и впереди у нас была целая жизнь. Мы стали в круг, обнялись и так же, как тогда, в далеких восьмидесятых, стали подпевать и подтанцовывать невдалеке от эстрады. Рядом танцевали молодые девушки и юноши. Они весело смеялись и косились в нашу сторону. Наверное, в их глазах мы были старыми дядьками, выпившими лишнего. Но ведь это была наша песня, песня нашей молодости, и мы были все теми же. Мы думали, чувствовали и переживали совершенно так же, как и тогда. я смотрел на Юрку, на его раскрасневшееся лицо, на седые и придевшие волосы, на сбившийся в сторону галстук и выпирающий вперед живот, а потом на Андрея, высохшего, с воспаленными глазами, заострившимся носом и скулами. Как же так? Как все стремительно произошло. Бравый моряк трясет сейчас с животом, а юный скромный мальчик превратился в щупленького старика. А как выгляжу я? Как смотрюсь со стороны? Пойдем лучше за столик, а то косятся тут на нас. Да что они понимают? Это наша музыка. Ресторан так и называется Дежавю. А им и вспомнить то нечего, взревел Юрка. Тише. Успокойся. Пойдем за столик. Я посмотрел на часы, половины первого ночи. Тут же схватил телефон, три пропущенных вызова от Ленки. Ну какая же все-таки свинья. Как я не заметил, что прошло столько времени. Но звонить ей не стал. А подозвал официанта, чтобы рассчитаться, к тому же до закрытия оставалось всего полчаса. Когда я доставал бумажник, из внутреннего кармана пиджака выпала розовая открытка. Это было приглашение на юбилей журнала, где гламурными завитушками было пропечатано мое имя. Что она так вцепилась в меня, подумал я. Может, я и нравлюсь? Чем черт не шутит? Ведь интервью это полная фикция. Генка ей все рассказал. А может, действительно за ней приударить? Ленка уезжает на две недели, детей нет, самое время. Мужики, а что это за хрень такая? Блэк тай? Глядя на надпись внизу приглашения, спросил я. Ну, Блэк это черный, а что такое тай? Его знает. Юрка, перестань материться, нас сейчас выведут из зала. И не стыдно тебе, солидный человек, министерский работник. Серый, да брось ты, слышал бы ты, как проходят совещания в Минздраве. Тай это галстук, отозвался Андрей. А, это на нем ты хотел утром повеситься, засмеялся Юрка. Придурки, это написано в приглашении того самого женского журнала. Значит, девица хочет удушить тебя этим галстуком. Вы как были идиотами, так ими и остались, глядя, как они покатились со смеху, сказал я. Нет, орали о ней. Она хочет, чтобы ты явился к ней галышом в одном черном галстуке. Да вы законченные имбецилы. В это время зазвучала композиция Yellow Friday Smile. Звуки вначале крупными, звонкими каплями упали в зал, а затем растеклись по всему пространству. Голос Дитера Майера завораживал. Он то доверительно что-то шептал, то с хрипотцой вещал о чем-то самом сокровенном. В нем было столько грусти, боли, надежды и самоиронии, что мы вмиг загрустили. Впереди еще что-то ждет, но главное уже давно состоялось. Парочки тем временем закружили в звуках этой ночной мелодии, в которой уже чувствовалась усталость и одновременно спокойствие. Ничего больше не произойдет. Просто закончился еще один день, пятница. Андрей совсем скис, взгляд его остекленел, он погрузился глубоко в себя. Я знал, где он сейчас, знал, о чем думает, угадывая это лишь по еле уловимому переливу света в его глазах. Мы ведь знали друг друга даже страшно подумать уже тридцать три года. Это была Махферат, восточная девушка с красивыми и грустными глазами, которая однажды поломала ему жизнь, а может напротив, оставшись недосягаемой, стала единственной навсегда обретенной любовью. И он, в отличие от большинства мужчин, находящихся пожизненно в поиске, нашел ту единственную, хотя и неразделенную любовь. Вероятно, он по-своему был даже счастлив, хотя, глядя сейчас на него, в это трудно было поверить. А начиналось это так. Однажды в конце августа 1987 года в ординаторскую с какой-то бумажкой воззванием ворвался Андрей. Он был возбужден и глаза его горели. Вы слышали, что набирают добровольцев на борьбу с детской смертностью в Таджикистан? Нет. А при чем здесь мы? Мы же не педиатры, отрезал Юрка. «Да пойми, формируются специальные бригады, туда входят и реаниматологи, и хирурги, и врачи других специальностей, дети мрут, как мухи, и Альберт Лиханов, писатель, организовал специальный фонд для их защиты. Ну что, едете, Андрюха? Вечно ты вяжешься в какую-то авантюру, да еще и нас туда тащишь. Лучше скажи, сколько они собираются платить? По месту работы в нашей больнице сохраняется зарплата, а там на месте выплачиваются командировочные и вторая зарплата в размере основной. Вот с этого и надо было начинать. Когда ехать? На следующей неделе. В Душанбе прилетели глубокой ночью. Сразу поразила черная мягкая будто бархат небо с огромными золотыми звездами, висящими так низко, что я невольно протянул к ним руку. Настоящая тысяча и одна ночь, подумалось. Наверное, поэтому на Востоке так много звездочетов. Прибывших тут же разделили на отряды и рассадили по автобусам. Нам предстоял переезд в небольшой поселок Абикиик или Олениисточник, где мы и должны были бороться с пресловутой детской смертностью. Проснувшись утром, мы были потрясены. Это совсем иной мир. Утопающие в садах с гранатовыми деревьями и тускло-синеющими фигами дома, огражденные высокими дувалами, исполинские чинары, в глубокой тени которых расположились диваны-чайханы, снующие повсюду и везущие всевозможную поклажу ослики и мулы, но главное девушки. Как пестрые мотыльки, сверкая яркой пыльцой на крыльях, они повсюду порхали, завораживали своей красотой и мнимой доступностью. Казалось, протяни ладонь, и они тут же окажутся в твоих руках. Однако в первый же день нас предупредили. Здесь другие законы. Вольности недопустимы, если что, секир башка. Оставалось лишь любоваться невероятно прелестными восточными девушками, облаченными в яркие, сверкающие золотом, бисером и блестками платья и такие же шальвары. Сотрудники больницы, а это были те самые девушки-красавицы, на работе переодевались в длинные белые халаты и шаровары. Видны оставались лишь глаза, но какими они были. Огромные карии, миндалевидные формы, в которых мнимая покорность восточной женщины иногда совершенно неожиданно сменялась строптивым муноровом, выдавая в каждой страсть и свободолюбие необъезженной кобылицы. Это заводило. Мороз шел по коже, но, пометуя о предупреждении, приходилось самому на себя набрасывать узду. Причина детской смертности была очевидна. Хлопковые поля, обработанные дефлеантами. Дефлеанты – это высокотоксичные вещества, применявшиеся ранее американцами для уничтожения растительности в джунглях во время войны во Вьетнаме. Здесь же их использовали для уничтожения листвы на хлопчатнике перед уборкой комбайнами. Их рассеивали над полями с самолетов, а затем по рыкам с водой они попадали в каждый дом и аул. Вода была здесь в дефиците и бережно использовалась из-за рыков для полива, стирки, а иногда даже для приготовления пищи. Больше всего от этого страдали дети. Иммунитет их падал, вначале они заболевали кишечными инфекциями, а затем с наступлением осени к основному заболеванию присоединялись респираторные вирусные инфекции, которые, собственно, детей и добивали. Бороться надо было с первопричиной, следовало срочно запретить использовать дефолианты. Но это было абсолютно невозможно. Даже говорить вслух опасно. Органы могли расценить это как антисоветчину. Стране нужен был хлопок любой ценой. Хирургической патологии было немного. За все время несколько апендеэктомий, грыж и мелких бытовых травм. Зато Андрею, реаниматологу, работы было не в проворот. Он буквально дневал и ночевал в отделении, забегая в предоставленное нам жилище лишь побриться. Мы же с Юркой изнывали от безделия. Я обложился книгами, начал готовиться к защите диссертации, а Юрка, как всегда в своем духе, нашел себе массу друзей, с которыми постоянно ходил в горы, то на охоту, то собирать фисташки. Однажды ночью он явился взбешенным, его укусил и уколол дикобраз. Оказывается, тут на них охотились и мясо употребляли в пищу. На этот раз этот зверь извернулся, прокусил Юрке руку и глубоко уколол в мягкое место. Одна из иголок дикобраза отломилась и осталась у него в ягодице. Юрка лежал на операционном столе, а я умирал с осмеху. Мои руки, а с ними и скальпель, дрожали, я никак не мог попасть в место ранения. Юрка, а может не трогать? Пусть игла приживется, от нее прорастут новые, тебе будет чем отбиваться от голубых. Режь, придурок, скорее, вопил Юрка. Это, пожалуй, была моя самая сложная в ту командировку операция. Так вот, ассистенткой Андрея была невероятно прекрасная девушка с огромными и печальными будто улани глазами. В такую невозможно было не влюбиться. И поэтому не мудрено, что у Андрюхи напрочь снесло крышу. Если бы мы заметили это раньше, возможно, каким-либо образом повлияли бы на ситуацию, но болезнь зашла слишком далеко, и если сравнивать Андрея с пациентом, он был уже безнадежен. Он не отходил от нее ни на шаг, да и она бросала ему вслед полные обожания и нежности взгляды. Нас с Юркой это забавляло, и вместо того, чтобы одернуть друга, мы лишь подтрунивали «Смотри, не заиграйся», а он отмахивался и продолжал ворковать Махферат. Начал даже учить таджикский язык, вернее, фразы, помогающие ему в работе, в общении с матерями. Ведь, как оказалось, большинство из них совершенно не знали русского языка. Он записывал фразу на русском, а Махферат рядом ее перевод на таджикском. Вскоре Андрей начал довольно сносно общаться с пациентами, которые, слыша родные слова, из уст врача, стали его просто боготворить. А однажды на ночном дежурстве, когда было на редкость спокойное и в отделении все уснули, Андрей что-то быстро написал и протянул клочок бумаги Махферат. Махферат красивые губы, прочитала она и тут же залилась ярким румянцем, стыдливо при этом пряча от него свои губы. «Зачем вы так, доктор?» Наконец тихо произнесла она. «Это правда. Я не хотел тебя обидеть. Просто захотелось услышать, как это звучит на твоем родном языке». Она немного подумала, а затем написала «Лабхаи Махферат хушруй аст». Андрей будто музыку пропел эти слова. Она совсем смутилась, а он схватил ручку и мгновенно написал «Я тебя люблю». Переведи, пожалуйста. В ее глазах проступили слезы, а затем медленно, буква за буквой, она начертала фразу «Мантуя нагз мебинам». «Мантуя нагз мебинам махферат», с жаром произнес Андрей. Она тихо повторила «Мантуя нагз мебинам Андрей». Мы с Юргой даже не догадывались, насколько далеко зашли их отношения. И, изнывая от безделья, как это часто бывает, старались забить себе голову всяческой чепухой. Однажды гинеколог, член нашей бригады, заявил «Представляете, у здешних женщин на тех местах совершенно на нет волос». «Как это нет волос?» удивились мы с Юркой. «Куда же они делись?» «Они смазывают волосы настоем из какой-то травы, и те исчезают». «Это очень разумно и гигиенично в условиях этого климата, да еще при дефиците воды». «Ты хочешь сказать, что у них там гладко, как у девочек?» не поверил Юрка. «Клянусь», заверил гинеколог. «Это сегодня существует масса средств для эпиляции, а интимными стрижками уже никого не удивишь, но тогда, впервые услышав об этом, мы с Юркой никак не могли успокоиться. «Серый, ты можешь себе представить, что у наших сестричек Фирузы, Зухры и Симбад ничего там не растет?» «Хотел бы ты на это посмотреть?» «Угу», отзывался я. Находясь на этой волне, Юрка и задал однажды вопрос Андрею. «Ну что, Андрюха, проверял уже у Махферат оволосение?» «Что тут произошло?» Андрей рвал и метал, а закончил он совершенно неожиданно. «Сегодня вечером я иду к отцу Махферат свататься. Если хотите, идите со мной, будете моими сватами». Мы обалдели. Слов не было. Уговаривать, а вернее отговаривать его, не делать этого было совершенно невозможно ввиду явной бессмысленности. И вечером, облачась в костюмы и галстуки, мы пошли сватать нашего Андрюху. Недалеко от дома, где жила Махферат, у высокого дувала, точь-в-точь, как в фильме «Белое солнце пустыни», сидели и грелись на солнышке старики. «Бесмилоху Рахмону Рахим» произнесли они, как только мы поравнялись с ними. Андрей тут же ответил «Амин Аблаху Акбар». Мы с Юркой лишь переглянулись. Нас уже ждали. У входа в дом стоял пожилой мужчина, в его руках был восточный кувшин с длинным и изогнутым носиком. Над глубоким медным тазом он неспешно поочередно слил нам на руки, протягивая при этом белоснежное мохнатое полотенце. Все это больше походило на таинство омовения, нежели на банальное мытье рук. Вскоре мы узнали, что он вдовец, жена давно умерла, и Махверат его единственная дочь. Старший сын живет в Душанбе, и там у него большая семья. В комнате устанной коврами среди ярких подушек была расстелена скатерть с замысловатым восточным рисунком, на которой стояли блюда с фруктами, виноградом, персиками, инжиром и гранатами. Здесь же сочно слезилась ароматная, порезанная тонкими дольками дыня, и возвышались горки орехов, засахаренный миндаль и фисташки. Поодаль грудами лежали всевозможных видов халва и рахат лукум. Мы расселись вокруг этих блюд, а хозяин неспешно стал разливать чай в стоящий напротив каждого пиалы. Махферат, смущенная, в удивительно красивом платье из бархата, шелка и парчи сидела поодаль. Она опустила глаза, и можно было лишь догадываться, какие мысли и чувства ее обуревали. Андрей же напротив был сосредоточен наспокоен и настроен решительно. Как только в пиалы был налит чай, он произнес «Нуриддин Файзулаевич, можно с вами поговорить наедине?» «Зачем спешишь?» «Кушай персик, пей чай. У нас на Востоке говорят, чем полнее пиалам, тем короче жизнь. Не спеши, успеешь». Начались долгие разговоры и расспросы, по ходу которых он узнал все о нас, а мы о нем. Он показал свои фронтовые фотографии, маленький черноглазый мальчик с погонами рядового, стоящий у Катюши, затем он же у разрушенного Рейхстага. Наконец, когда нас совершенно разморило от чая и бесед, он обратился к Андрею. Что хотел сказать? Пойдем. «Мы остались одни». Махферат от волнения трясло. Чтобы как-то ее отвлечь, Юрка спросил «Махферат, а ты в Киеве была?» «Нет». «А в Москве?» «Нет», тихо сказала она. «Я только была в Париже». «Где?» в один голос воскликнули мы с Юркой. «В Париже», повторила она и, протянув руку, достала с полки резной этажерки альбом с фотографиями какие-то газеты. На первых полосах «Люманите», «Лефигаро», «Либерасьон» были фотографии «Махферат», сделанные по-видимому сразу же по прилету в парижский аэропорт имени Шарля де Голя. С цветных, диковинных еще тогда в Советском Союзе газетных снимков на нас смотрела и улыбалась Махферат, одетая в то же, что и сейчас, расшитая золотыми нитями платье и тюбетейку, из-под которой струились и стекали водопадом множество тонких косичек. Мы потеряли дар речи. Ну, ладно, еще в газете французских коммунистов «Люманите», и тем самым заподозрить в этом какой-то пропагандистский смысл. Но в буржуазных изданиях улыбающаяся Махферат с комсомольским значком на груди это никак не укладывалось в наше сознание. Наконец, Юрка пришел в себя. Махферат, а как ты оказалась во Франции? Из ее рассказа мы узнали, что в Париже ровно год назад проходил международный конгресс, тема которого была «Защита прав женщин в странах Африки и Азии». На этот самый конгресс и была делегирована от ЦК комсомола Таджикистана Махферат. В день отлета она категорически отказалась надевать специально сшитую и приготовленную для членов делегации Советского Союза европейскую одежду и осталась в своем национальном наряде и тюбетейке. Увидев спускающуюся по трапу, сверкающую в лучах нежаркого парижского солнца удивительную восточную красавицу, пораженные репортеры парижских газет, настоящие французы, разместили ее фотографию на первых полосах своих газет. К тому же это была первая в истории Франции делегация таджикских женщин. Альбом пестрил фотографиями. Вот она на фоне Эйфелевой башни. У Триумфальной арки, у Нотр-Дам-де-Пари и Гранд-Опера. Здесь же аккуратно были разложены памятные для нее предметы. Визитная карточка трехзвездочного отеля Александра, где, видимо, она останавливалась, надорванный билет в картинную галерею Лувра и билет в музей-квартиру Ленина. Место обязательное для посещения всеми приехавшими в Париж гражданами Советского Союза. Мы с Юркой были настолько ошарашены, что напрочь забыли об Андрее. И когда тот красный как рак показался в проеме двери, мы сразу не поняли, что с ним произошло, а лишь рассеянно спросили, ну что? Десять тысяч, ответил он. Каких десять тысяч? Советских рублей. Махферат рыдала. В отличие от нас, она сразу догадалась о том, что произошло. Мы же, чувствуя неладное, лишь тупо повторяли, каких десять тысяч? Ты можешь наконец объяснить? Колым. Только тут до нас дошло, ведь каждый не раз смотрел кавказскую пленницу. Но это была комедия, как раз доказывающая, что с таким пережитком прошлого, как Колым, в Советском Союзе давно покончено. А здесь, судя по убитому горем Андрею, порыдающий Махферат, ему никто не относился с такой легкостью и смехом. Десять тысяч рублей. Такую сумму даже представить было невозможно. При зарплате Андрея, чтобы собрать эти деньги, ему надо было работать пять лет, не тратя на себя ни копейки. Ни квартиры, ни машины, которые можно было продать у него, не было. Впрочем, как и у нас с Юркой, мы были убиты. У нас на родине это называлось бы отрымоты горбуза, но его, как правило, вручает несогласная на брак девушка, а тут Андрею формально отказал отец. Андрюха, где ее папаша? Я хочу с ним поговорить. Юрка, не смей, я сам разберусь. Знаешь, что, ты меня в качестве кого сюда пригласил? Свата? Так вот, я имею полное право пообщаться с ее отцом. И с этими словами Юрка выскочил из комнаты. Наступила тишина и долгие минуты ожидания. Потом в комнату вернулись оба, Юрка и отец Махферат. Наш друг молчал и был бледен. Наконец он заговорил, пойдемте, я вам все объясню. Когда мы вышли, он сказал, пойми, Андрюха, это тот самый случай, когда, говорят, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Махферат засватан нас за сынка директора Межрайбазы. Именно эта семейка засветила Колым в десять тысяч. Деньги эти, насколько я понял, Нуридину Файзулаевичу нахрен не нужны. Но такой обычай. Он сможет им отказать, только если ты предложишь больше. Понятно? А если отказать просто так, без причины, его никто не поймет. ему, как и всем его родственникам, житья здесь больше не будет. Так вот, если у тебя нет таких денег, то и соваться незачем. Приедем домой, я найду тебе таких девок. Они сами принесут тебе приданные. Ты только выбирай. Андрей был подавлен и сломлен. Он молчал и ничего не говорил. А ровно через неделю приехал, чтобы увезти нас в аэропорт все тот же старенький поскрипывающий автобус, на котором двумя месяцами раньше мы приехали в этот небольшой поселок, о существовании которого раньше и не догадывались. Весь персонал районной больницы высыпал нас провожать. Говорились слова благодарности и вручали грамоты, а когда мы садились в автобус, к Андрею подбежала Махферат. В ее огромных глазах стояли слезы. Она протянула ему сверток и тут же исчезла. Андрей было рванул за ней, но Юрка схватил его за руку Андрюха остынь. В свертке лежал платок, сделанный из лоскута того самого платья, в котором она прежде летала в Париж, а потом надевала на сватани. Андрей с ним никогда не расставался. Вот и сейчас, улетев с музыкой Йелло далеко из этого зала, он прижимал руку к груди, где, возможно, спрятанный во внутреннем кармане пиджака лежал тот платок. А тогда, двадцать три года назад, вернувшись в Киев, он тяжело заболел, практически ничего не ел, не спал, говорил односложно «да», «нет». Взгляд его, обращенный глубоко в себя, напоминал взгляд безумца. Именно тогда на его столе в ординаторской я увидел на развороте одной из историй болезни строки стихов Петрарки, обращенные к возлюбленной Лауре. Они были записаны рукой Андрея, видимо, машинально, вместе с протоколом проведения наркоза. Чем ближе мой последний смертный час Несчастье человеческих граница, тем легче, тем быстрее время мчится. Зачем шел луч надежды не погас? Внушаю мыслям «времени у нас не хватит о любви наговориться». Земная тяжесть в землю возвратится, и мы покой узнаем в первый раз. В небытие как плоть надежда канет, и ненависть, и страх, и смех, и слезы одновременно свой окончат век. И нам при этом очевидно станет, как часто вводят в заблуждение грезы, как может в призрак верить человек. Лишь через год Андрей понемногу стал возвращаться к обычной жизни и совершенно неожиданно бросился в науку. Поначалу нас с Юркой это только радовало. Андрей стал исследовать влияние пестицидов, применяемых в наших краях на организм человека, а особенно на детей. Мы считали, что это попытка отвлечься, убежать от самого себя. Он носился с образцами грудного молока, мочой новорожденных и рожениц, исследовал околоплодные воды, плаценту и даже детское питание на наличие во всем пестицидов. И вскоре выдал. Вы даже не представляете себе, оказывается, еще не родившись, плод буквально купается в бульоне из пестицидов. А молоко матери настоящая таблица Менделеева. Мы, конечно, слышали, это не было секретом, что ДДТ или попросту дуст абсолютно не разлагается и накапливается в жировых тканях животного и человека. Выпущенный во всем мире в огромных количествах сотни тонн, начиная с тридцатых годов двадцатого века, он рассеялся по всему земному шару. Его находят в жировых тканях пингвинов Антарктиды, косяках лосося Арктики, в хищных птицах, гездящихся высоко в горах и моллюсках на дне мирового океана. Он находится в каждом из нас с самого рождения. Его обнаруживают в жировых тканях, где он продолжает накапливаться вслед за съеденной пищей, и это длится всю жизнь. Доказаны его иммунно-токсичные свойства и даже способность вызывать рак. Сегодня применение ДДТ запрещено в большинстве стран, но тогда, в далеком 1948 году его разработчику, швейцарскому химику Паулю Мюллеру, была вручена Нобелевская премия. Подсчитано, что благодаря применению ДДТ было спасено около 25 миллионов человеческих жизней, ранее умиравших от малярии. Вот только вред, причиненный им за эти годы, никто до сих пор не удосужился подсчитать. Открытие Андрюхи было в другом. Благодаря своему исследованию он установил, что помимо ДДТ во всех взятых образцах присутствуют пестициды, которые применяются при выращивании технических культур и которые благодаря глубокой переработке исходного сырья теоретически никак не могли оказаться в пищевой цепочке. Речь шла о химических препаратах, используемых при обработке сахарной свеклы. Недолго думая, схватив с собой результаты опытов, Андрей направился в институт токсикологии, тот самый, который проводил мониторинг распространения этих веществ в окружающей среде. В зависимости от результатов производимых замеров, он или давал разрешение на применение пестицидов, или же полностью запрещал. В институте Андрея встретили холодно, с ироническими улыбками, мол, что вы такое выдумали? Эти препараты действительно используются при обработке свеклы, но при получении сахара, химически чистого продукта, пестициды переходят в отходы. Но ведь отходы это жом, или по-иному сечка сахарной свеклы. Он идет на корм крупному рогатому скоту, и с молоком коров, как раз и попадает в пищевую цепочку человека. Судя по тому, как они недоуменно переглянулись, Андрей понял, что эти рафинированные кабинетные ученые и слова-то такого никогда не слышали. Жом. Тогда он ушел ни с чем. А вскоре в ординаторскую пришли два совершенно одинаковых молодых, разовощеких, с тонкими папками в руках сотрудника КГБ. Попросив всех удалиться, они остались наедине с Андреем и подробно ему объяснили, что в то время, когда вся коммунистическая партия только и думает о том, как накормить свой народ, как выполнить продовольственную программу, он своими необдуманными действиями буквально тычет ей нож в спину. Под конец беседы они сказали, «Вам что, заняться нечем? Вон сколько нераскрытых тайн в медицине. К примеру, взялись бы лучше исследовать тягу человека к спиртному. Открыли бы какое-нибудь лекарство от этого. Вы, кстати, вступили уже в общество по борьбе с пьянством и алкоголизмом». Стихли и растворились в пространстве последние аккорды, а с ними и завораживающий шепот Дитера Майера. Парочки продолжали медленно кружиться в тишине, а потом, будто очнувшись от наваждения, еще долго не расходились и недоуменно смотрели друг другу в глаза, будто спрашивая, что это было, куда унесла нас эта музыка, а может, истинную ценность имеет только то, что не несет на себе метки времени, не думал я, глядя, как совсем юные парочки реагировали на музыку Йеллу, группы, которые уже больше тридцати лет. Звуки, а по существу обычная вибрация, колебания воздуха, неожиданно объединили всех нас и видавших виды мужей, и тех, кому еще только предстоит совершить массу ошибок и у которых еще все впереди. На парковке у ресторана ожидало два такси. Одно для Андрея, он жил на Троещине, второе для Юрки, которому надо было ехать за город в коттеджный поселок. Я же решил пройтись пешком, к тому же жил совсем рядом, на улице Гончара, недалеко от сквера. Город и не думал засыпать. Он сверкал и переливался огнями, гремел музыкой, то и дело взрывался шумом двигателей, пролетавших мимо машин. На летних площадках кафе и ресторанов сидели люди. Они ели, пили, оживленно о чем-то беседовали, за прозрачными ярко освещенными окнами, будто рыбки в аквариуме, лавируя между посетителями, проплывали официанты, держа высоко над своими головами подносы с посудой и едой. Этот хоровод не прекращался. Создавалось впечатление, будто город неожиданно встрепенулся от вечерной дремоты, сбросил с себя оцепенение, исходящее от небольшой части давно уснувших граждан, и, собрав других, непоседливых и шумных, все глубже и глубже погружался в ночную загульную жизнь. И только темный силуэт Владимирского собора, чернеющий на фоне светлого городского неба, оставаясь безучастным ко всему, что творилось вокруг, напоминал о том, что на дворе давно уже стоит глубокая ночь. Меня всегда удивляли ночные храмы. В большинстве своем темные или тускло подсвеченные они диссонировали с городом. Создавалось впечатление, что, погрузившись в сон, они отдавали город на откуп дьяволу. И тот, не теряя времени, сверкая огнями казино, ночных кабаре и ресторанов, соблазнял граждан на свершение нового греха. Странно, но самое яркое, залитое огнями место на планете, если смотреть на нее из космоса, как раз и находится в Лас-Вегасе, в этом прибежище желтого дьявола. Может, и впрямь он правит сирен рынка спала. Я не стал ее будить, разместился на диване в гостиной, где стоял накрытый праздничный стол. Свет я не включал, но было видно и так, как на белом поле туго накрахмаленной скатерти мерцают столовые приборы Мой и Ленкин. Тут же возвышались, опустив безжизненные фитильки, две незажженные свечи, и сиротливо стоял нетронутый яблочный пирог, рядом с которым темнела вскрытая бутылка вина, из которой отпили не больше глотка. Увиденное вызвало во мне такие угрызения совести, что я физически ощутил боль в горле, его будто сдавило обручем. Ну, что я за подлец такой? Зачем оставил ее одну? Но тут же кто-то подлинненький сидящего мне заговорил тогда не посидел бы с друзьями, не вспомнил бы о том, о чем ей и знать не полагается. И вместо того, чтобы возмутиться, найти контраргументы, доказать, что это вовсе не так, что просто забыло времени, я отрезал большой кусок пирога и стал жадностью, будто не ел ничего до этого, поглощать его, запивая красным вином. Сквозь глубокий сон я почувствовал Ленкины губы, а затем услышал, как за ней захлопнулась входная дверь. Проснулся я довольно поздно, и то лишь от того, что сигна затекла шея и болела голова. Эту боль я почувствовал еще сквозь сон и даже догадался о причине ее появления, но разлепить веки, подняться с постели и выпить таблетку не было никаких сил. Наконец, совершив усилие над собой, я принял горизонтальное положение, сел на край дивана и, тупо уставившись в одну точку, замер. Сознание медленно возвращалось, и первое, что я понял, это был прибранный Ленкой стол. Когда она успела? Лучше бы не трогала. Пустой стол будто кричал, ну вот и все, все закончилось, тебе пятьдесят. Мне даже показалось, останься на нем хотя бы крошки от именинного пирога, пробуждение, а с ним и понимание того, что пошел шестой десяток, было бы не таким тяжелым, они служили бы мостиком, связующим звеном или тоненькой ниточкой со всем тем, что осталось позади. Дискомфорт усиливался еще от того, что я остался один. Я давно заметил, стоило Ленке уехать, сразу становилось неуютно и одиноко, дом будто умирал, и от домашних предметов шел какой-то холод, не говоря уже о плите на кухне. Жизни вернул только крепкий, горький и горячий кофе, который я выпил, заедая яблочным пирогом. Прежде всего я решил рассмотреть подарки, ведь, несмотря на возраст, их продолжаешь воспринимать как в детстве, с трепетом и интересом, и даже если подаренная вещь не нужна, ее внимательно рассматриваешь, иногда лишь потому, что она становится невольным мерилом отношения к тебе дарящего, и уже не сам подарок представляет интерес, а первопричина его появления. Командирские часы были упакованы в невзрачную, еще с тех времен, заводскую коробочку. От старости она отсырела и имела следы еле видимой плесени по краям, видимо, действительно хранилась в неотапливаемых складах спецхрана. Секундная стрелка, неутомимо накручивая круг за кругом, пролетала мимо алой пятиконечной звезды. Минутная, напротив, неспешно и размеренно отсчитывала деление за делением. Часовая же никуда не спешила. Она крепко спала и во сне медленно совершала еле уловимые движения. Я вспомнил, как в детстве не любил часовую стрелку, впрочем, как и минутную. Когда я рассматривал отцовские часы полет, мне нравилось только секундное. Лишь она совпадала с моим ритмом и желанием спешить, спешить, стать взрослым. А сейчас, когда я разменял шестой десяток, она меня раздражала. Раздражала своей суетностью и беспокойством, да и часовая уж слишком быстро она стала отсчитывать время. Захотелось чего-нибудь незыблемого, вечного. И я открыл подаренную Андреем книгу «Астрономия для начинающих». С первых же строк она захватила. Для меня стало открытием, что свет от Солнца, преодолевая расстояние 150 миллионов километров и двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду только за 8 минут достигает Земли. Но это еще куда не шло. До ближайшей аналогичной Солнцу звезды Проксимы Центавры, расположенной в нашей галактике Млечный Путь, луч света будет двигаться целых 4 световых года. Саму же нашу галактику от края до края свет преодолеет только за 100 тысяч световых лет, а до ближайшей галактики Андромеды он будет двигаться страшно даже подумать. 2 миллиарда 500 миллионов лет. Это не укладывалось в голове. Нет, я, конечно же, учил когда-то в школе астрономию, ну, то ли учитель преподносил материал совершенно неинтересно, то ли я сам тогда до нее не дорос, а сейчас как-то особенно остро почувствовал, что сижу на крошечном шарике, носящем имя Земля, затерянном и заброшенном где-то на задворках Вселенной и до видимого края этой самой Вселенной, за которым полная неизвестность, целых 13 миллиардов световых лет. Мне даже показалось, что если посмотреть на Землю со стороны, посмотреть на ее обитателей и на меня в частности, она предстанет перед смотрящим в виде муравейника, в котором беспрестанно снуют, суетятся, делая по своему разумению что-то очень важное, а по сути копаясь в мусоре, крошечные насекомые, совершенно не замечая и не видя того, что творится за пределами своей кучи. Но потрясло даже не это. А то, что Вселенная с ее уму непостижимым размером была сшата в одну крошечную точку и, согласно теории Большого Взрыва, образовалась за миллиардные доли секунды и произошло это 13 миллиардов 700 миллионов лет назад. Хронология Большого Взрыва читалась как детектив. О том, что секунда делится на десятые и сотые, я, конечно же, знал. Эта информация часто звучала во время спортивных соревнований, когда победителя от побежденного зачастую отделяли крошечные доли этой самой секунды. Но теперь я узнал, что за время от нуля до десяти в минус сорок третьей степени секунды секунды. Из ничего, а вернее из некого абсолюта или великого объединения стали образовываться элементарные частицы, да еще так стремительно и строго по плану с неподдающимся осмыслению промежутками времени миллионами микродолей секунды. И эта самая секунда, по сути, еле уловимый миг, всего лишь дрожание стрелки на часах стало для меня неожиданно огромной и бесконечной как никогда. Сколько событий вселенского масштаба сжалось в ней. Самое гигантское и невообразимо большое, что только есть, Вселенная оказывается возникло за одну секунду. Даже простое перечисление произошедших событий займет больше времени, чем время, за которое эти события произошли. Итак, разрушение великого объединения, отделение гравитации. Из вакуума рождаются первые частицы кварки, глюоны, лептоны и фотоны. Вселенная заполняется кварк-глюонной плазмой, бозонами и бозонами Хиггса. Она быстро расширяется, нарушается суперсимметрия, к концу первой секунды заканчивается так называемая лептонная эпоха. И к третьей секунде появляются первые химические элементы гелий, дейтерий, литий и водород. Из них, собственно, и образовались в процессе нуклеосинтеза все известные, занесенные в таблицу Менделеева, химические элементы, из которых и состоят галактики, звезды, планеты и мы. Я посмотрел на часы, на вздрагивающую и летящую вперед секундную стрелку. Ее еле уловимый миг и был той самой секундой, за время которой образовалась Вселенная. Вернее, те ее первокирпичики, из которых она позднее стала созидаться. Этот процесс идет и сейчас. Вселенная продолжает расширяться, и все, что в ней имеется, разлетается к невидимому и неизвестному горизонту. Выходило, что секунда это невероятно маленький, в то же время гигантский промежуток времени. За секунду Земля пролетает 30 километров вокруг Солнца по своей орбите, а кристалл кварца в электронных часах производит 32 тысячи колебаний, заставляя тем самым вращаться стрелки. Секунду умудрились подробить на крошечные микрочастицы, и сейчас ученые в состоянии зафиксировать ее десятую в минус 24 степени часть, именуемую йотосекундой. Из этого следует, что человечеству вплотную удалось приблизиться к самому мигу возникновения Вселенной, абсолютному нулю, за которым самого понятия время не существовало. Ведь время не что иное, как череда событий. А если их не было, ничего не происходило, значит, и времени как такового не существовало. Это не укладывалось в голове. Как это так, думал я, раньше не мог себе представить бесконечность Вселенной, а теперь еще большей загадкой стало то, что предшествовало ее появлению. Появление той самой точки, вместившей в себе изначально все. А самое главное, кто дал всему этому начало? В моем детстве расхожей фразой, доказывающей, что Бога нет, и которую я сам неоднократно повторял в качестве доказательства своей правоты, была такая «Гагарин в космосе Бога не видел». Совсем недавно его рисовали сидящим на облаках. Затем церковь переместила его на седьмое небо. А новые научные открытия, не отрицая существование Творца, еще более отдаляют его место пребывания. Когда я это читал, силясь представить Вселенную и то, что находится за ее пределами, неожиданно вспомнилась Южная Африка, где два года назад мне довелось побывать. В Йоханнесбурге рядом с отелем находилось странное одноэтажное строение, довольно большое без окон. Своей необычной формой оно так меня заинтриговало, что по окончанию формальностей с расселением, не заходя в номер, я сразу же направился к нему. Оказалось, что это обычное казино, под крышей которого разместились кафе, магазины и всевозможные развлекательные заведения. Странным было лишь их расположение. Под одной крышей находился целый город с улицами, площадями и фонтанами. Эти улицы путались и пересекались точно так же, как и в средневековых городах Италии или Южной Франции. Бродя по ним, передвигаясь от дома к дому, от одной площади к другой, ты постепенно терял реальное представление о времени и месте, где находишься. Этот эффект усиливался еще и тем, что над головой простиралось искусственное, но совсем как реальное, небо с плывущими, залитыми ярким солнечным светом облаками, очень похожими на настоящие. Я совершенно не заметил, как пролетело несколько часов, а когда вышел, был удивлен тем, что рядом существовало другое, реальное пространство, о котором я совершенно забыл, находясь в параллельном искусственном мире. А может, наша Вселенная и есть то самое казино, за стенами которого находится настоящий мир. Из прочитанного следовало, что Творец существовал. Мало того, он действовал по строго определенному плану. Произошедшие события, сам процесс создания элементарных частиц, да и материи в целом, со звездами, галактиками и нашей планетой Земля осуществлялся по заранее прописанным законам, действующим в физике, химии и биологии. Изменить, переписать или просто закрыть глаза на эти законы невозможно. Они даны изначально и существовали всегда, как что-то незыблемое, и посланное свыше. Человечество лишь постепенно открывает их, приписывая гениальность Творца себе. То, что происходило в момент созидания, напоминает конструктор лего, где каждая деталь изначально притерта одна к другой, и один разъем соответствует последующему. Правда, в отличие от детской игры, где из разрозненных деталей легко можно собрать массу вариантов, произошедшее во Вселенной не имело шансов на другую модель. Ее первокирпичики или элементарные частицы, если соединялись не в том порядке, тут же аннигилировались и самоуничтожались, выделяя при этом энергию. Все происходило так, будто имелся заранее прописанный код творения, такой же, как в молекуле ДНК, шифре созидания всего живущего. Со строением и возникновением Вселенной с горем пополам понятно, думал я, а человек, его роль и место во всем этом. Если разобраться, жизнь это растянутая во времени биохимическая реакция. Она длится ровно столько, сколько и сама жизнь. И время, как и во Вселенной, одновременно играет роль творца и убийцы. Созидательные и разрушительные явления строго прописаны во времени, и одно событие просто не может наступить раньше другого. В минуту или 60 секунд в организме одновременно протекает 10 тысяч биохимических реакций. И, как правило, конец одной тут же дает старт последующий. Любое вмешательство в этот тонкий процесс недопустимо. Это приведет к непоправимым последствиям, к болезням или даже к смерти. Время насквозь пронизывает нас. Сотни, десятки тысяч различных часовых механизмов тикают в нас одновременно, подавая сигнал то к зарождению одних, то к гибели других клеток в организме. Мы будто часовая лавка, стены которой сплошь увешаны часами, ритм и скорость которых тесно связаны с космическим временем, где оборот Земли вокруг своей оси это один прожитый нами день, а оборот вокруг Солнца прожитый год. Вращение Луны это как минимум овуляция, возможность появления новой жизни, а перемещение других звезд и планет во Вселенной вероятно наша судьба. Не только человек, абсолютно все живое буквально пронизано временем. Оно отпечатывается то годовыми кольцами на срезах деревьев, то ежедневными отложениями слоев кальция в теле коралла. Причем само время меняется. И 400 миллионов лет назад на Земле было не 365 дней в году, как сейчас, а целых 410, а в сутках соответственно не 24, а 21 час. Установить это удалось по распилам окаменелых кораллов, живших когда-то на Земле, в отличие от современных, имеющих 365 ежедневных слоев известковых отложений, те древние имели в своем теле 410 аналогичных слоев. Молодая Земля вращалась быстрее, и все циклы, связанные с этим вращением, протекали гораздо быстрее. Можно и возразить все это проявление эволюции. За миллионы лет она, будто морская волна, превращающая грубые камни в круглые окатыши, отшлифовала и притерла в живом организме все биохимические процессы один к другому. Если рассматривать человека не как личность, а как усредненную биологическую особь, эта теория безусловно верна. Но если вернуться к личности, к ее неповторимости и индивидуальности, эволюционная теория не дает никакого ответа, откуда берется у него эта самая индивидуальность или попросту душа. Без понимания этого человек выглядит как примитивный и запрограммированный гуманоид, у которого смена одного цикла биохимических реакций, чередуясь с последующими, изменяя его как внешне, так и изнутри, заставляет бездумно выполнять заложенные в него кем-то команды. Сколько чувств и переживаний вмещено в сближение полов, носящее название «любовь». Интересно, что на биохимическом и физиологическом уровне состояние влюбленности досконально изучено. Известна последовательность протекающих в организме реакций. Так, у влюбленной особи мужского пола резко падает уровень тестостерона и одновременно нарастает концентрация эстрогена, женского полового гормона. Мужчины при этом становятся ранимым, и чувствительным, теряют чувство уверенности в себе, и одна только мысль о предстоящем объяснении в любви приводит его в трепет. Одновременно в организме резко нарастает уровень серотонина и эндорфина, гормонов счастья и радости. Но вот только воссоздать это чувство искусственно, вводя те же самые гормоны, вряд ли удастся. Видимо, помимо обычной химии имеется некое таинство, непостижимое для науки. А само зарождение жизни, оно удивительным образом похоже на рождение самой Вселенной. Даже фотография оплодотворенной яйцеклетки идентична снимку галактики из космоса. Здесь и там с первого мгновения, с первой секунды все предопределено. Сначала две клетки превратятся в четыре, затем в восемь, а потом во все остальные. Но самое поразительное, уже в начале при слиянии первых двух клеток, мужской и женской, яйцеклетки и сперматозоида, имеется план сотворения организма в целом и доподлинно известно, как будут выглядеть, к примеру, его губы, глаза и нос. Все это законы генетики, передача наследственности и прописаны они в той самой ДНК и с этим все понятно. Неясным остается то, что клонируя биологическую особь, то есть создавая ее полный биологический дубликат, эти созданные искусственным путем клоны будут абсолютно разными. Появится две, три или бесконечное число индивидуальностей в зависимости от числа появившихся дубликатов. Они будут абсолютно похожи между собой, а генотип тождественен тому, откуда был взят, но это будут совершенно разные личности со своими характером, судьбой и душой. Выходит, что помимо вполне понятных и объяснимых генетикой законов наследствия, есть что-то иное, неизвестное и неизученное, звучащее на языке религии, как вселение души. Но наиболее необъяснимым все же остается мозг человека. Здесь эволюционная теория вовсе не работает. За 200 тысяч лет с момента появления Homo sapiens, то есть человека разумного, его мозг, а с ним и количество нейронов или нервных клеток никак не изменились. Возникает вопрос, зачем изначально примитивному созданию, перед которым встают задачи не сложнее поиска корешков и личинок или охоты на мамонтов, был дан «мозг-суперкомпьютер», способный заглянуть до предела Вселенной и, возможно, в скором будущем даже за ее край. Здесь что-то не так. Никакого хаоса в понимании обычного взрыва изначально не было. Большой взрыв и все, что произошло позже и происходит до сих пор, напоминает заранее предопределенный и хорошо спланированный акт. Случайности, конечно же, имеют место. Но какова их доля? Узнав это, мы, наконец, поймем, какова длина того поводка, на котором держит нас и все мироздание Творец. У животных она ограничена безусловными рефлексами. А человек, насколько он свободен? Вот, например, я. Какие изменения, помимо моей воли, уже произошли внутри меня к пятидесяти годам? Что ожидает меня? Изменят ли эти процессы мое восприятие мира? Вот умеет Андрюха запарить мозги, подумал я, очнувшись от того, что кот, вцепившись когтями в штаны, нещадно их дерет и вопит, видимо, от голода. Раньше я об этом никогда не задумывался, а теперь так ярко представил себе вселенную, затерянную в ней галактику и крошечную планету Земля, на поверхности которой я сидел на своем диване. Появилось ощущение, будто до этого я видел и воспринимал мир усеченно, словно смотрел на все сквозь замочную скважину. Да, прав, Андрюха. Мысли о космосе меняют восприятие действительности. И то, что недавно казалось важным, без чего и жить было нельзя, вмиг превращается в мишуру. А то, что было бесконечно далеким и от тебя независящим, неожиданно становится самой сутью и основой твоего существования. Говорят, такое переосмысление ценностей возникает у смертельно больных и обреченных за миг до смерти. Ну, как удержать в себе это понимание, а вернее озарение? И возможно ли это в принципе? Быть одновременно на земле и во вселенной, жить, будто живешь за миг до своей смерти и думать при этом, к примеру, чем покормить кота? Победил кот. Ротен перс. Заткнешься наконец. Сейчас покормлю. Кот, будто поняв все, что я ему сказал, неожиданно замурлыкал, стал тереться о ноги и заискивающее с хитрецой смотреть мне в глаза. Я нехотя потащился на кухню. Ленка нашла его когда-то на помойке. Выбрасывая мусор, она увидела дрожащий от страха и холода крошечный черный комок. Котенок не мяукал, а лишь жалобно хрипел и смотрел ей в глаза. Этого взгляда она, видимо, не выдержала и принесла котенка домой. Назвала она его странно «Ротенперс». Что означало это слово, я думаю, она и сама не знала. Никто из наших знакомых имя запомнить и выговорить не мог. А посему называли по-своему то Робеспьер, кто Шимон Перес, а однажды даже почему-то Перес Хилтон. Но самое интересное, что кот откликался на все имена, особенно тогда, когда хотел есть. А есть он хотел всегда. За секунду проглотив половину содержимого банки, он тупо уставился на меня. Жири высыпал я ему остатки сухого корма. Придется ехать в магазин, житья не даст. К тому же закончилась туалетная бумага, а это было куда важнее корма. Говорят, что как только мужчина уезжает из дома, тут же перегорают лампочки и ломается бытовая техника. Я же заметил, стоило уехать к Ленке, сразу же заканчивалась мыло или туалетная бумага, а раковина мгновенно наполнялась. В субботнее августовское утро Киев выглядел сонным, пустым и покинутым. Это ощущение усиливалось еще и от того, что над городом простиралось выцветшее линялое небо. Лишенная красок, совершенно тусклая, как смятая скатель с праздничного стола, она просто кричала о том, что заканчивается лето, а с ним что-то очень важное, чего я не успел, не хотел и просто не желал понять. Умные люди, чтобы не видеть этой агонии, покинули город и грелись где-то под южным солнцем, а я, одинокий, тащился сейчас по его пустым, обрамленным ржавой листвой умирающих каштанов улицам. Белесая, с отсутствием перспективы неба, неожиданно, будто пазлы сложились в виденную не раз, но так и не понятую до конца картину Сальвадора дали постоянство памяти или мягкие часы, такое же на первый взгляд безмятежное, без признаков какого-либо движения неба, такое же отсутствие горизонта, замененного на пустоту и непонятная тревога, исходящая от каждого увиденного предмета, изображенного на картине. Почему и откуда берутся эти неуверенность, беспокойство и обреченность, исходящие, казалось бы, от совершенно застывших предметов? И неожиданно приходит понимание, что отсутствует точка опоры. Сознанию здесь не на чем зафиксироваться, все, включая медленно разрушающиеся горы, на миг застывшую водную гладь, а главное время, сиюминутно эфемерно и зыбко. И то, что совсем недавно представляло прямую линию, имело форму стрелы, начало и конец, то есть цепь следующих друг за другом событий, неожиданно растеклось, расплавилось и приняло неясные очертания. Приходило ощущение, будто у тебя вырвали почву из-под ног, неожиданно исчезло из системы координат время, а с ним и направление основного движения. Единственным незыблемым и статичным в мироздании оставались теперь лишь две массивные плиты, плиты памяти, одна из которых отражала то, что происходило на первой. Дали будто кричал «время ничто, вечно и постоянно лишь память», и будто для усиления этой мысли он изобразил мертвое дерево как символ смерти с растекающимися часами на его ветвях и непонятный предмет в центре картины, но я уверен, не родившуюся, но реально существующую жизнь, спрятанную в фолликулах яичника. Время между жизнью и смертью лишь вязкая и липкая слизь. Его, как и все остальное, можно не замечать, уподобившись муравьям, мелким насекомым, изображенным ползающими по наглухо закрытой крышке карманных часов и считающих, что время, попросту нет, а вернее есть дела поважнее, нежели копаться в нем и самих себе. И все же странно, Сальвадор Дали написал эту картину в 1931 году, задолго до того, как теория относительности Эйнштейна стала известна широкой публике. Выходит, он угадал или интуитивно открыл в человеческой жизни относительность времени и ту отраженную память как параллельную Вселенную, которая гораздо позже в виде гипотезы будет озвучена физиками-теоретиками. Вероятно, есть два пути познания истины научный и неосознанный, лежащий за гранью разума, где-то в подсознании. С такими мыслями я подъезжал к мегамаркету на улице Горького. Из всех магазинов я отдавал предпочтение именно ему. Во-первых, там была удобная парковка, во-вторых, довольно большой ассортимент, а главное, практически отсутствовали очереди. По этим же причинам его выбирали люди, обычно мелькавшие на экранах телевизоров или прятавшиеся от других граждан за затемненными окнами своих автомобилей. Здесь запросто можно было встретить какую-нибудь длинноногую звезду-однодневку, выбирающую морковку или тучного с одышкой политика, шныающего по полкам взглядом в поисках, чем бы получше закусить. Было что-то еще, чем привлекал к себе магазин. В глубине души я догадывался, что, но никак не хотел признаваться в этом. Это был страх. Вернее, не страх, а комплекс, появившийся давно, еще в студенческие годы, во время прохождения поликлинической практики. Оказаться впервые один на один с больным, поставить правильный диагноз, прописать лечение, само по себе вызывало поначалу страх. Но то, что предстояло увидеть, посещая чужие дома, оказалось куда страшнее. Неуверенность в себе с каждым посещением и правильно поставленным диагнозом исчезала. На смену ей приходил опыт, а вот с появившимся комплексом было наоборот. Я обратил внимание, заходя в чужие дома, что жизнь там остановилась. У кого в пятидесятых, у кого в шестидесятых, а у некоторых в семидесятых годах. Мебель, безделушки, бытовая техника, абсолютно все было из тех времен. Но главное люди. Они словно пришельцы возникали каждый из своего времени. Причем не скрывали этого. Напротив, демонстративно отгораживаясь от современности, они повторяли одну и ту же фразу «в наше время». Как же так, думал я. А это время? Разве оно не ваше? Ведь вы продолжаете в нем жить. Но потом, всматриваясь в их потухшие глаза, начинал понимать, они, вероятно, просто устали от гонки. От гонки за временем. Каждая вещь имеет метку времени. И погоня за временем в буквальном смысле давно превратилась в банальную смену вещей и предметов. Тогда я задумался, а где же сам человек? Как рассмотреть его за ворохом этих вещей? Что он вообще собой представляет без них? Они ведь, по сути, стали его продолжением. Мы видим и оцениваем человека по его вещам, их количеству или их эквиваленту, деньгам. Какой дом, машина, в чем и как он одет и даже какой у него мобильный телефон. Безусловно, важно, чем он занимается, но последнее обязательно должно подкрепляться первым. Иначе какой в этом смысл? Если абстрагироваться, человек перестал восприниматься как биологическая особь, таким, как его изображают в анатомическом атласе, над ним, как гигантский нарост или створки раковины, образовалась целая надстройка из вещей, мы судим друг о друге по размеру внушительности или убогости этой самой надстройки, за которой зачастую не представляется возможным рассмотреть самого человека. Жизнь превратилась в бесконечную гонку за вещами. Мы гоняемся за модой, технологиями и свежими идеями для создания опять же вещей. Возможно, что-то полезное и рациональное в этом есть, но уж слишком низок его КПД. Видев тогда людей, для которых остановилось время, я испугался, что когда-нибудь оно также остановится для меня. С другой стороны, соответствовать времени в большинстве случаев означает просто плыть по течению общепринятых вкусов, модой и стилей. И в этом водовороте существует реальный шанс потерять себя самого. Я понимал, что занимаюсь не тем, но и не участвовать, быть вне социума просто не мог. Отсюда мои покупки дорогущих часов, кортье и нового мобильного телефона. Хотя старый был гораздо удобнее, к тому же я к нему привык, а с этим до сих пор не мог разобраться. Да и масса других ненужных вещей, на которые тратятся деньги, а главное время. Если разобраться, на это уходит жизнь, а тем временем что-то важное, возможно, ускользает. Правда, знать бы, что это такое самое важное. Кстати, время ведь еще имеет запах. В детстве оно пахнет прибитой дождем пылью и первыми крупными каплями, упавшими на асфальт, морозной свежестью синих сумерек, когда так не хочется идти учить уроки и мандаринами на Новый год. В юности время пахнет цветущим шиповником. Этот аромат, как никакой другой, передает всю наивность и трогательность этого возраста. Старость пахнет несвежим дыханием, затклым воздухом душных комнат и лекарствами, рядами, стоящими на прикроватной тумбочке. Рядом со мной суетились и выбирали продукты незнакомые люди. Я всматривался в их лица, подспудно обращая внимание на то, как они были одеты. Каждая вещь, прическа, какие-нибудь детали в одежде, будто кричали, вот она, та самая пульсация времени. Совсем скоро все эти вещи за недадобностью будут выброшены и забыты, но сейчас, в краткий миг своего соответствия времени, его духу они торжествовали. Странно, думал я, продукты, лежащие в тележках, говорят о людях больше, чем нежели лица. Лица — это маски, и только вещи, опущенные в корзинку, будто вскрывая личину, начинают проявлять истинное «я». Вот с этим интеллигентного вида и опрятно одетым мужчиной все ясно, думал я. глядя, как торопливо трясущимися руками он берет с полки маленькую бутылку водки и спешит к кассе. А встретив его на улице, я никогда бы не догадался, что он потихоньку скатывается в пропасть. Или это средних лет женщина, невыносимо смотреть, как она борется сама с собой, выбирая пирожные. Выбрав несколько штук, она ходит в раздумье по залу, а потом вновь возвращается в кондитерский отдел, где очень быстро, не давая себе опомниться, набирает буквально все из представленного ассортимента. Ища боковым зрением очередь поменьше, я подошел к кассе номер 13. Для меня это число было счастливым, ведь в этот день я родился. У кассы стоял лишь один покупатель, молодая девушка. Она была в темных солнцезащитных очках и сером брюшном костюме. Неспешно выложив на ленту несколько яблок, грейпфрут, киви, обезжиренный йогурт и пачку кукурузных хлопьев с изображением сантиметровой ленты, опоясывающей талию виртуальной красавицы, она протянула кассиру сверкающую золотом кредитную карточку. Да и с этой девицей все ясно. Морит себя голодом ради встречи с каким-нибудь несуществующим принцем. Совсем задурили головы девчонкам эти глянцевые журналы, думал я, выкладывая гору кошачьего корма и туалетную бумагу на ленту транспортера. И тут девица обернулась, смелила меня взглядом и, улыбнувшись, произнесла Сергей Ильич, вот так встреча. Это была Инна Витовская, из-за темных очков я сразу ее не узнал. Первой мыслью было, а что она подумала обо мне, пользуясь той же методологией. Продолжая улыбаться, она дождалась, пока я рассчитаюсь и упакую товар. В ее улыбке не было иронии, напротив, это был лучистый и открытый взгляд. Я даже подумал, что меня вчера так раздражало в ней. Красивая, обаятельная девушка. Знаете, а я как раз вспомнила о вас, думала, как вы отпраздновали свой юбилей. У вас такие веселые друзья, наверное, гуляли до самого утра. Да нет, разошлись около двенадцати, а вы живете поблизости? Нет, мой спортивный клуб здесь недалеко. Заехала после занятий купить что-нибудь на обед. Я посмотрел на ее тощий пакет с фруктами, и этим она будет обедать. И уже было хотел заикнуться, не поужинать ли нам где-нибудь вместе, но она неожиданно произнесла, «Вы не забыли о моем приглашении в пятницу?» «Нет, что вы», ответил я, хотя совсем недавно твердо решил не идти на это мероприятие. Тогда до встречи пропела она и легкой походкой устремилась к выходу. «Иди же, придурок, за ней! Что стал, как вкопанный?» Но я продолжал стоять, молча наблюдая, как она ускользала и уплывала от меня, просачиваясь сквозь толпу. Причем сама толпа неожиданно размылась, приобрела нечеткие очертания, а Инна напротив необычно рельефно выделилась на этом фоне. Исчезли и звуки. Я слышал только одну фразу «До встречи». И это было не просто дежурное, произнесенное с деловой невозмутимостью обращение. Интонация ее голоса выдавала неприкрытое и по-детски наивное желание увидеть меня. Это было так неожиданно, ни высокомерие, ни прежней надменности. Это была лишь маска. Ранимое, беззащитное и трогательное создание ускользало сейчас от меня, я почувствовал, как что-то огромное беспрепятственно проникает в меня и будто ключ, находя необходимые бороздки и фигурные выступы, начинает проворачивать, а затем открывать самые потаенные уголки моей души. Что это? И будто не давая опомниться, вникнуть в суть самого вопроса, тут же пришел ответ. Любовь. то самое, неизвестно откуда возникающее чувство, от появления которого из семи миллиардов человек, проживающих на земле, желанным и единственным становится только один. Она исчезла, уехала. Ее не было перед глазами, но я физически ощущал ее присутствие. Казалось, это невидимые токи, вибрирующие струны через время и пространство, протянувшиеся к ней, не давали ей исчезнуть и ускользнуть. Как же это так, думал я. Еще вчера незнакомый человек, о существовании которого я даже не догадывался, заполнил мой разум и душу без остатка. Я не святой, после женитьбы у меня, естественно, были увлечения, но в их основе всегда лежали плотские желания. И вот теперь, конечно, это было откровенное безумие, но, осознавая это, я не противился, все глубже погружался в сладостное нутро накатившегося сумасшествия. А может, мне нужна вовсе не она, а то чувство, внезапно вспыхнувшее и доказывающее, что я еще жив, а вернее, живые эмоции, способные его пробудить. И время уклоняться от объятий для меня еще не наступило. И не она, а я сам, заметив крошечную искорку, пытаюсь раздуть ее до размеров пожара. Когда-то давно я увидел странную картину. На ней, сквозь размывы красок, сквозь череду нечетких линий, будучи единственным светлым пятном, прорывался из ночного мрака и надвигался на зрителя скорый пассажирский поезд. Он то закручивался, то извивался, и шлейф его светящихся окошек терялся где-то вдали. Всматриваясь в картину, можно было заметить, что поезд не едет, а, воспарив над землей, летит в ночном безмолвии. И то, что поначалу воспринималось хаосом, сваленных в груду небрежных и нечетких линий, случайно оброненных на холст цветных пятен, неожиданно принимало форму крошечных человеческих фигур, на полном ходу покидающих поезд. Их черные мазки скрючивались, ломались, а затем, ярко вспыхнув, взлетали ввысь и превращались в звезды. Называлась эта картина «Поезд жизни». Я смотрел тогда на нее и думал, действительно, ведь мы все пассажиры этого поезда, летящего в никуда. Кто-то только зашел, а кому-то пора на выход. Вот только конечная станция, на которой предстоит покинуть поезд, неизвестна. Я представил, как все происходит. Под шум колес ты крепко уснул. Вагон мерно, будто колыбель покачивается, по стенам купе, то и дело воровато пробегают ночные тени, а на столе тихо плещется недопитый чай и позвякивает ложечка о край стоящего в мельхиоровом подстаканнике стакана. Рядом слышится ровное дыхание соседа, а под тобой колеса, наезжая на стыки, ведут беспрестанный счет ускользающих километров. И кажется, что ты уже не просто спишь, уткнувшись лицом в подушку, а летишь сквозь время и пространство сквозь ночь и нависшие над головой звезды. И ехать тебе еще так долго. И когда ты, замотавшись в простыни и свернувшись калачиком, забудешься крепким и беспамятным сном, неожиданно разбудит тебя проводник. и указав в темноту холодной и промозглой ноябрьской ночи, скажет, что этот забытый полустанок в степи и есть твоя конечная станция. сияя огнями поезд умчится, все будет по-прежнему, но теперь без тебя. Да, именно желание продлить движение вперед подтолкнуло меня к безрассудству. Как еще можно объяснить, что взрослый, видавший виды мужчина в здравом уме и трезвой памяти влюбился как мальчишка. Я внезапно вспомнил, как впервые ощутил еще неизвестное и непонятное для меня чувство влюбленности. Мне было девять лет, и после окончания второго класса родители, по-видимому, не зная, что со мной делать, ведь они планировали ремонт, отправили меня в пионерский лагерь. В отряде я был самым маленьким, так как туда начинали принимать только с десятилетнего возраста. Но отец с кем-то договорился, и в графе возраст мне был добавлен один год. Как я ему тогда радовался! И только спустя много лет понял, что, лишенный родительской опеки и предоставленный самому себе, я повзрослел не на один год, а гораздо больше. В нашем отряде заметно выделялась одна девочка, звали ее Маша, красивая, немного заносчивая, с огромными белыми бантами на голове, она была лидером среди девчонок, а мальчишки были поголовно в нее влюблены. Она, видимо, прекрасно понимала это и никому не отдавала предпочтения. Я же был несколько в стороне от кипящих страстей, во-первых, в силу своего возраста, а во-вторых, уж слишком недоступна была она, как мне казалось, эта девочка. Мальчишки, влюбленные в нее, то и дело дарили ей разноцветные стекляшки. И вот однажды на берегу реки, среди прибрежных камней, я нашел то самое сокровище, которое, по моему мнению, должно было тут же сразить ее на повал. Это был невероятно красивый окатыш оранжево-желтого стекла. Глядя на него, даже в хмурую пасмурную погоду, казалось, что солнце продолжает светить, что часть лучей, проникнув внутрь, освещают его. Я уже было хотел преподнести это сокровище, но при виде ее, оживленно беседавшей с другими девчонками, меня неожиданно охватили волнение и робость. Я не понимал, что происходит. С любой из них я мог запросто заговорить. Мало того, всегда относился к девчонкам снисходительно и смотрел на них свысока, мол, что они понимают, и вдруг это Маша. Я крепко сжал в кулаке свой подарок и прошел мимо, а она даже не глянула в мою сторону. К концу подходила смена, все были задействованы в подготовке отчетного концерта и большого пионерского костра. Мне, как и другим, не участвовавшим в выступлениях, поручили собирать хворост. Углубившись в лес, я не сразу расслышал доносившуюся из динамиков свою фамилию и требования пионер-вожатого как можно скорее явиться на репетицию концерта. Казалось, что мальчик, игравший роль медведя, заболел и срочно требовалась замена, выбор пал на меня. Роль была простой, надо было низким голосом произнести несколько фраз, а затем по медвежьи неуклюже станцевать нехитрый танец. Но танцевать предстояло с Машей, с той самой Машей, чье реальное имя совпало со сценическим. Наступил день концерта, съехались родители, приехали и мои, по которым я ужасно соскучился, но теперь все мои мысли были о ней, она была рядом, и от этой близости кругом шла голова. Объявили наш номер, занавес открылся, и я увидел сотни обращенных в нашу сторону глаз. Я так растерялся, что напрочь забыл весь текст. Маша что-то бойко говорила, обращаясь ко мне, а я продолжал молчать. Пауза затягивалась. Она была уже готова перейти в смех и улюлюканье, но я вдруг ощутил прикосновение. Маша на ладонь, а затем пальцы, переплетаясь с моими, мягко сдавили мне руку. Ток, пробежавший по телу, тут же вернул мне дар речи. Громко зарычав, я без запинки выдал весь текст, а затем лихо, несмотря на свою косолапость, сплясал танец медведя. А рядом все это время кружила в танце она. Я, не отрываясь, смотрел в ее озорные смеющиеся глаза. Поздно вечером, когда уже взошла луна, и на светлом июньском небе стали проступать первые звезды, разожгли костер. Языки пламени взлетали ввысь и рассыпались высоко в небе фейерверком огненных искр. В этих желто-оранжевых всполохах я увидел Машу, и она выглядела так, будто я смотрел на нее сквозь то самое стеклышко, которое так и не подарил. Я не смог этого сделать и в этот вечер, ведь она постоянно находилась рядом со своими родителями. И когда настала ночь, лежа в постели, я корил себя за то, что не использовал последний шанс. Утром Маша уезжала. Когда все уснули, я поднялся с кровати и направился к ее домику, стоящему под огромными темными елями. Дверь громко скрипела. От страха быть обнаруженным я почувствовал, как сердце забилось прямо у меня в горле. Я сразу ее увидел. Кровать и вся она были залиты лунным светом. Волосы, свободные от бантов, раскинулись по всей подушке, а рука, которая совсем недавно сжимала мою, теперь лежала поверх одеяла. Я осторожно положил свой подарок в изголовье, и он блеснул огненно-желтым огнем. Меня охватила такая нежность, такая любовь, а я уже нисколько не сомневался, что это была именно любовь. Так захотелось вновь ощутить тот прежний пережитый удар током, что, наклонившись над Машей, вдыхая и ощущая ее горячее дыхание, я коснулся ее губ своими губами. Она во сне сдрогнула, а затем улыбнулась. Наверняка ей приснилось что-то очень хорошее. Утром она уехала, и эту девочку я никогда больше не видел. Прошло пять лет, мне четырнадцать. Время тревог и смутных ожиданий, время идентификации и поиска координат собственного места пребывания в огромном и незнакомом для меня мире взрослых. К этому времени в глубинах собственного «я» что-то произошло. Биологические часы, отбив положенное число раз, запустили сложный и неведомый для меня механизм, как в курантах. Помимо моей воли внутри организма закипела работа. День и ночь там что-то строилось и перестраивалось. Одно появлялось, а другое навсегда исчезало. Я вытянулся, у меня огрубел голос, появилась растительность в совершенно неожиданных местах, а с нею и жаркие смутные сновидения. Я был прежним, но совершенно другим. Этот сложный временной период был усугублен переездом нашей семьи в другой город. По-живому рвались связи, навсегда исчезло то, что было бесконечно дорого, запах родного дома, детские привязанности и друзья. Причувствуя разлуку, предстоящее одиночество, будто модемируя ситуацию, я стал подолгу оставаться наедине с собой. Догорающий день, мягкие и недвигающиеся сумерки, все то, что осталось от только что умершего и исчезнувшего на моих глазах дня, так мучило и тревожило, так совпадало с моим душевным состоянием, что неосознанно, будто сам нам было, я стал бесцельно бродить по засыпающим улицам, прислушиваться к звукам и ловить, будто желая впитать и навсегда запомнить мимолетный и ускользающий дух навсегда покидаемого мною города. Когда же зацвели сады и над городом нависла огромная луна, я и вовсе заболел. Лунное серебряное свечение, проникавшее повсюду, не давало уснуть, оно будоражило и тревожило, как всегда тревожит умалишенных и душевно больных. Ведь, лишившись разума, словно защитные оболочки и способности критически мыслить, их мозг оголенный и беззащитный наиболее подвержен воздействию этого света. Из глубин их подсознания всплывают сгустки темноты и далекий еле уловимый шепот давно умерших предков, чьи бестелесные призрачные тени оживают и, слившись с чернотой ночи, пугая, возникают то тут, то там, призывая покинуть этот мир и улететь далеко по серебряным льющимся с неба струнам к самой луне, тем самым темным пятнам на ее поверхности, где их давно уже ждут, к их самому последнему и вечному пристанищу. Так же и я бродил в лунном свете, вдыхая пыльцу и аромат цветущих яблонь, сливовых и грушевых деревьев, росших повсюду в многочисленных садах небольшого, но такого уютного и родного города. И когда обрушился майский ливень, я не убежал, не спрятался от его вездесущих струй, а напротив, будто, желая в них раствориться, стать частичкой окружающего мира, подставил лицо дождю, каплях которого сияло, струилось, стекало и переливалось по моему телу жидкое лунное серебро. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. С мокрой свежей майской листвы стекала вода, я стоял под огромным каштаном, наблюдая за тем, как его остроконечные белоснежные с розоватыми прожилками, разбросанные повсюду соцветия, встрепенувшись от ночного ветра, сбрасывают лишнюю влагу на пятипалые резные чуть дрожащие листья, как по их разветвленным бороздкам, будто по каналам, скапливаясь в углублениях, вначале тонкими струйками, а затем крупными тяжелыми каплями струится, стекая и опадает на землю дождевая вода. Этот звук я принял вначале за звук капелли, за ночной шепот или шелест светлого и теплого майского ливня, но потом вдруг понял, что это музыка, и льется она изнастиж открытой балконной двери со второго этажа дома напротив, под окнами которого и рос этот самый каштан. Легкая кружевная занавеска, теребимая ночным ветром, то усиливала, то приглушала незнакомую мелодию. Кто-то играл на фортепиано, и эти звуки, выпорхнув на свободу, вырвавшись из-за стенок тесной квартиры, так органично слились, перепутались и растеклись повсюду, что казалось, это не человек, а сама природа вздумала играть на струнах стекающего с крыш дождя. Переливы лунного света, в котором запуталась мелодия, опадающие лепестки соцветия каштана, истекающая дождевая вода по моим щекам, ставшая от чего-то горячей и соленой, так взволновали и сдавили горло, что я содрогнулся от накатившегося внезапно рыдания. Мне было стыдно, я пытался сдержаться, но звуки музыки проникали все глубже, находили какие-то изъяны еще неокрепшей, незаскорузлой и беззащитной душе. Кто-то, безошибочно нажимая на невидимые клавиши, заставлял меня сопереживать, волноваться и трепетать от каждого сорвавшегося звука. Казалось, что чьи-то руки скользят уже не по клавиатуре, а касаясь век и губ, ночным ветром пробегают по моему телу, заставляя глубоко и жарко при этом дышать. Мелодия повторялась вновь и вновь. Кто-то наверняка оттачивал игру. Я пытался представить ту девушку, нисколько не сомневаясь, что играла именно она. Как она выглядит, думал я. Как удалось ей найти, нащупать и проникнуть в самые потаенные уголки моей души? Что это за мелодия? Кто ее сочинил? Но самое главное, я проникся такой нежностью, такой трепетной любовью к девушке, не видя, не зная ни ее имени, ни ее самой, но она стала для меня той самой мелодией, которую исполняла. «Тома, хватит играть, весь дом разбудешь», услышал я скрипучий женский голос. Теперь я знал ее имя. А вскоре узнал, как называется та самая мелодия. Ноктюрн до диез минор Фредерика Шопена. Вот только ту девушку я так и не увидел. Мне вдруг стало страшно разочароваться. Захотелось, чтобы тут образ, навеянный луной и майским ливнем, навсегда остался в музыке Шопена, которую я впервые услышал под ее балконом, под цветущим каштаном и развивающейся на ветру кружевной занавесью. Так и продолжает она жить во мне, неведомая, незнакомая, но такая желанная. Спустя годы появилась Тоня и исчезнувший остров Антонины Спасительницы, А потом Канны и Аллея Звезд, по которой неспешно в легком бело-голубом ситцевом платье навстречу мне шла Лена. И, наконец, неожиданно неизвестно откуда возникла Инна, о существовании которой я даже не подозревал всего сутки назад. Четыре женщины, девушки, девочки. Много это или мало? С каждой из них связаны целые фрагменты моей жизни. Вернее, даже не фрагменты или отдельные эпизоды, а полноценно прожитые жизни. Ведь, если задуматься, человек проживает не одну, а множество жизней. Я умирал и вновь рождался, становился другим, но при этом всегда оставался самим собой. Конечно, в моей жизни были и другие женщины, но они так глубоко не проникли в душу, не оставили там своего следа, хотя каждый из них я по-своему благодарен за тот взрыв первобытной радости и приобретенного опыта, позволившего лучше познать себя, их, да и весь окружающий мир в целом. Остаток субботы и воскресенье прошли, как в тумане. Ведь я жил уже пятницей и предстоящей встречей. В понедельник, в конец измученный одним и тем же вновь и вновь повторяющимся сном, я проснулся очень рано, как только забрежжил рассвет. Всю ночь я повторял ее имя, будто пробуя на вкус или раскладывая на ноты, прислушивался к мелодике его звучания. Поначалу оно возникло робко, будто ниоткуда, тихой, едва слышной буквой И. Потом этот звук нарастал, заполнял все пространство, вливался в каждую мою клетку, а затем неожиданно взрывал мозг и терпким, навязчивым вкусом двойной Н прилипал к небу, мешал дышать и доводил до удушья, а потом внезапно исчезал вначале удивленной и растерянной А. А затем иступленным, отчаянным и болезненным криком потери чего-то бесконечно дорогого, близкого и любимого А. Первым, кого после выходного я увидел в клинике, был Генка. Да, протянул он сухмылкой, судя по твоему потрепанному виду, оттянулся ты по полной. Ничего подобного, просто спал хреново, бессонница мучила. Ты лучше скажи, что такое Блэк Тай? А нахрена это тебе? Ну, ты же сам подослал ко мне корреспондента, замялся я. Вот приглашают теперь на празднование юбилея журнала, а там написано это дурацкое слово. А, протянул он. Ну, как тебе та девочка? Не из-за нее ты сегодня всю ночь не спал. Но, заметив, как округлились в мои глаза, тут же пошел на попятную шутка. Обычная шутка. Надеюсь, ты не разучился их еще понимать. И хихикой добавил Ромео. Так, Генка, или ты говоришь, что это означает, или проваливай ко всем чертям со своими идиотскими шуточками. Дресс-код смиренно произнес он. Только для мужчин это означает, что на свидание со своей Джульеттой тебе следует явиться в смокинге или в военном мундире, если ты, конечно, военный. В каком ты веке живешь, Серега? Такие вопросы задают сейчас Гугл коллективному разуму. Он все знает. Там, кстати, и смокинг можешь найти напрокат. Ты лучше скажи, нашу клинику перед ней не опозорил? Представил в лучшем виде. Во вторник я сделал операцию Лиде Георгиевне или просто Лиде, как она настаивала. Прошла операция удачно, пациентка много шутила и крыла почем свет своего мужа, а с ним и всех длинноногих девиц. А я поймал себя на том, что уже не разделяю ее позиций. Мало того, часть язвительных высказываний стал невольно примерять на себя. Нет, Ленка, конечно же, не такая. Она замкнется в себе и не проронит ни слезинки. Но это еще хуже. А дети? Все, все гнал я от себя эти мысли. И когда зазвонил телефон и на экране высветилась Юрка, я ужасно обрадовался, сначала, правда, не совсем понимая, что он пытается втолковать мне срывающимся голосом. Влезли ко мне, дошли наконец его слова. Что значит влезли? Воры ночью через окно. А вы где были? Мои в Крым уехали, я же тебе говорил. Ну, а я сделал он паузу. Загулял немного. Приезжаю, в доме бардак, все побито, а в гостиной куча дерьма. Насрали твари прямо на персидский ковер. Много вещей пропало. Ничего не взяли. Это как? Я же говорю, побили только все. Может, хулиганы? Возможно. Только в поселке шесть домов так растращили. Милиции понаехало, люди в штатском бегают. Рассмотрели в этом форму социального протеста. Представляешь? Юрка, может, помощь какая нужна? Серый, ты давно в своем доме был? Недели две назад, а что? Сигнализацию уже установил? Нет. Там же охрана есть. Вот именно. Спали в своей сторожке. Ничего не слышали. Ну, и что ты предлагаешь, не понял я. Давай вместе сигнализацию установим. Я уже фирму нашел. Если будет два объекта, они скидку 20% дадут. А как она будет работать? На пульт же вывести нельзя, далеко от города. Ты о 3G камерах что-нибудь слышал? Нет. Если их установить, никакой пульт не нужен. В режиме онлайн из любой точки земного шара сможешь наблюдать за своим домом. И надумай какая-нибудь падла к тебе влезть, эти камеры сразу сработают и передадут видеосигнал на твой мобильный. Ну, а дальше дело техники. Звони в милицию или буди охрану. Хорошо, согласился я. Прекрасно понимаю, что затея сама по себе глупая, но если Юрка в этом видит помощь, так тому и быть. Юрка, а если я передам тебе ключи и деньги, и ты сам все этим ребятам покажешь? У меня работы по горлу, мне так не хотелось ехать за город и торчать там полдня. Наши дома находились недалеко, в соседних коттеджных поселках. Свой я построил раньше, радовался ему поначалу. Все воплощал детские мечты, материализовал завораживающие когда-то слова мезонин, мансарда, камин, библиотека, столовая и флигель. А потом внезапно к нему охладел, стал реже бывать, да и дети, став старше и изнывая от деревенской тишины, рвались в город. Чаще бывала Ленка, но только чтобы полить или подрезать розы. Хорошо, вечером заеду. Как, кстати, часы идут? Идут, взглянув на кортье, командирские остались дома. Сказал я и тут же подумал, как быстро улетучилось ощущение космоса и течение времени в нем. Я вновь не чувствовал того, что Земля летит со скоростью 30 км в секунду, и что на Солнце за эту же секунду сгорело уже 4 миллиона тонн водорода. Мои мысли теперь были только о ней. Но вскоре к ним неожиданно и тревожно добавилась другая. Где найти смокинг? Вечером за деньгами и ключами заехал Юрка. Он был сильно расстроен. Ко всем проблемам еще кто-то настучал моей, что я дома не ночевал. Так скажи, что был у меня. К тому же Ленки нет. Он схватился за голову. Как я сам не догадался? Прикроешь? Первый раз, что ли, крепко пожал я ему на прощание ру. Первым, кого после выходного я увидел в клинике, был Генка. Да, протянул он сухмылкой. Судя по твоему потрепанному виду, оттянулся ты по полной. Ничего подобного. Просто спал хреново, бессонница мучила. Ты лучше скажи, что такое black tie? А нахрена это тебе? Ну, ты же сам подослал ко мне корреспондента, замялся я. Вот приглашают теперь на празднование юбилея журнала, а там написано это дурацкое слово. А-а, протянул он. Ну, как тебе та девочка? Не из-за нее ты сегодня всю ночь не спал. Но, заметив, как округлились мои глаза, тут же пошел на попятную шутка. Обычная шутка. Надеюсь, ты не разучился их еще понимать. И хихикой добавил Ромео. Так, Генка, или ты говоришь, что это означает, или проваливай ко всем чертям со своими идиотскими шуточками. Дресс-код, смиренно произнес он, только для мужчин. Это означает, что на свидание со своей Джульеттой тебе следует явиться в смокинге или в военном мундире, если ты, конечно, военный. В каком ты веке живешь, Серега? Такие вопросы задают сейчас Гугл коллективному разуму. Он все знает. Там, кстати, и смокинг можешь найти напрокат. Ты лучше скажи, нашу клинику перед ней не опозорил? Представил в лучшем Лиде. Во вторник я сделал операцию Лиде Георгиевне или просто Лиде, как она настаивала. Прошла операция удачно, пациентка много шутила и крыла почем свет своего мужа, а с ним и всех длинноногих девиц. А я поймал себя на том, что уже не разделяю ее позиции. Мало того, часть язвительных высказываний стал невольно примерять на себя. Нет, Ленка, конечно же, не такая. Она замкнется в себе и не проронит ни слезинки, но это еще хуже. А дети? Все, все гнал я от себя эти мысли. И когда зазвонил телефон и на экране высветилась Юрка, я ужасно обрадовался, сначала, правда, не совсем понимая, что он пытается втолковать мне срывающимся голосом. Влезли ко мне, дошли наконец его слова. Что значит влезли? Воры ночью через окно. А вы где были? Ну, мои в Крым уехали, я же тебе говорил. Ну, а я сделал он паузу. Загулял немного. Приезжаю, в доме бардак, все побито, а в гостиной куча дерьма. Насрали твари прямо на персидский ковер. Много вещей пропало. Ничего не взяли. Это как? Я же говорю, побили только все. Может, хулиганы? Возможно. Только в поселке шесть домов так растращили. Милиции понаехало, люди в штатском бегают. Рассмотрели в этом форму социального протеста. Представляешь? Юрка, может, помощь какая нужна? Серый, ты давно в своем доме был? Недели две назад, а что? Сигнализацию уже установил? Нет, там же охрана есть. Вот именно. Спали в своей сторожке, ничего не слышали. Ну и что ты предлагаешь, не понял я? Давай вместе сигнализацию установим. Я уже фирму нашел. Если будет два объекта, они скидку двадцать процентов дадут. А как она будет работать? На пульт же вывести нельзя, далеко от города. Ты о 3G-камерах что-нибудь слышал? Нет. Если их установить, никакой пульт не нужен. В режиме онлайн из любой точки земного шара сможешь наблюдать за своим домом. и надумай какая-нибудь падла к тебе влезть, эти камеры сразу сработают и передадут видеосигнал на твой мобильный. Ну а дальше дело техники. Звони в милицию или буди охрану. Хорошо, согласился я. Прекрасно понимаю, что затея сама по себе глупая, но если Юрка в этом видит помощь, так тому и быть. Юрка, а если я передам тебе ключи и деньги, и ты сам все этим ребятам покажешь. У меня работы по горло, мне так не хотелось ехать за город и торчать там полдня. Наши дома находились недалеко, в соседних коттеджных поселках. Свой я построил раньше, радовался ему поначалу. Все воплощал детские мечты, материализовал завораживающие когда-то слова мезонин, мансарда, камин, библиотека, столовая и флигель. А потом внезапно к нему охладел, стал реже бывать, да и дети, став старше, изнывая от деревенской тишины, рвались в город. Чаще бывала ленка, но только чтобы полить или подрезать розы. Хорошо, вечером заеду. Как, часы идут? Идут, взглянув на кортье, командирские остались дома. Сказал я и тут же подумал, как быстро улетучилось ощущение космоса и течение времени в нем. Я вновь не чувствовал того, что Земля летит со скоростью 30 км в секунду, и что на Солнце за эту же секунду сгорело уже 4 миллиона тонн водорода. Мои мысли теперь были только о ней, но вскоре к ним неожиданно и тревожно добавилась другая. Где найти смокинг? Вечером за деньгами и ключами заехал Юрка, он был сильно расстроен, ко всем проблемам еще кто-то настучал моей, что я дома не ночевал. Так скажи, что был у меня, к тому же Ленки нет. Он схватился за голову. Как я сам не догадался? Прикроешь? Первый раз, что ли, крепко пожал я ему на прощание руку. Интернет действительно пестрил множеством предложений. Мне и в голову не приходило, что тема смокинга настолько актуальна в наше время. Из большинства я выбрал фирму с благозвучным, как мне показалось названием, Джентмен, и тут же набрал номер указанного на сайте телефона. Рад вашему звонку. Что пожелаете, услышал я в кратчевый голос. Он прозвучал неожиданно, сразу же при нажатии последней цифры. Я даже растерялся, словно со мной заговорил тот самый джин из кувшина. Мне нужен смокинг на прокат. Я сделал ударение на слове смокинг, при этом до конца не веря, что произношу не просто текст из какой-нибудь книги, а реально лично для себя заказываю этот костюм. Цвет фацон однобортный, двубортный, на двух, четырех или шести пуговицах, ворот полукруглый, с шалькой, или рыбий рот, или английский классический. Что, опешил я, они что, разные бывают? Вы не волнуйтесь, мы подберем любой, если вы найдете время и соблаговолите к нам приехать. Соблаговолите? Я вообще впервые в реальной жизни слышал это слово. Это сразу обезоружило, лишило инициативы и одновременно как муху погрузило в сладкий и липкий сироп. Где вы находитесь, поспешил спросить я. В лабиринтах подола я не сразу нашел указанный дом. Когда дверь приоткрылась, я увидел маленького, будто гном человека. Его губы тут же растянулись в улыбке. Здравствуйте, слегка картавя произнес он. Как хорошо, что именно ко мне вы приехали. Не пожалеете. Его глазки тем временем быстро по мне бегали, оценивая, пожалуй, не столько физические параметры, сколько финансовое состояние, и просчитывали ту его долю, с которой, по его мнению, я был бы готов безболезненно расстаться. Оставшись, видимо, довольным произведенными замерами, он протянул свою пухлую руку. Яков Израилевич Каплер, потомственный портной, дальний родственник того самого Якова Нафталиевича Каплера, который держал когда-то в магазину в старом пассаже и организовал в 1909 году первое киевское общество закройщиков. Слышали о таком? Нет, пожал я плечами. Удивительно, это было так давно. Но вы должны знать его сына. Его знал весь союз. Алексея Каплера. У него был еще роман с дочкой Сталина, Светланой Аллилуевой. Вспомнили? И после лагерей он вел кинопанораму. И хотя из ведущих я помню только Ильдара Рязанова утвердительно хмыкнул. Проходите, проходите. Сделал он короткую паузу и вопросительно взглянул на меня. Сергей Ильич, поспешно представился я. Проходите, дорогой мой Сергей Ильич, располагайтесь. Чай, кофе, а может румочку, коньяку? Спасибо, не беспокойтесь. В советское время здесь видимо находилось небольшое ателье, а позже его владельцем стал этот человек, подумал я. Каплер снова прочитал мои мысли. Это ателье собственность моего дедушки. Я его выкупил и восстановил. Не поверите, вернулся ради этого из Израиля. Все туда я назад. Сумасшедшие, говорят все мои родственники. В просторной комнате с высокими потолками повсюду стояли манекены. Одни во фраках, другие в смокингах, длинных допят пальто или элегантных вечерних костюмах. Вдоль стен до самого влепного фриза возвышались застекленные резные шкафы из красного дерева. На полках лежали рулоны с тканью, коробки с обувью, тускло мерцали благородным шелком галстуки и бабочки, белели стопки на крахмаленных сорочек. Пройдясь вдоль манекенов, я остановился у одного, добротная угольного оттенка матовая ткань смокинга, тусклый отлив шелка на ласканах, черный жилет и точно такая же бабочка, какая была у меня когда-то на теплоходе. «Вот этот мне подходит», сказал я. «Многоуважаемый Сергей Ильич, а для каких целей вам нужен этот костюм? Поверьте, я не из любопытства спрашиваю, для того, чтобы предложить вам что-то стоящее и соответствующее случаю». «Началось», подумал я, «цену будет сейчас себе набивать». Прием по случаю юбилея одной организации после небольшой паузы ответил с неохотой. И ви в числе приглашенных, естественно. Дело в том, дорогой мой Сергей Ильич, что смокинг ко многому обязывает. Надевая его, вы невольно изменяете или подчеркиваете свой личный статус. И ошибиться тут никак нельзя. Знаете, от великого до смешного всего один шаг. Костюм, который вы выбрали для «Званого вечера», на самом деле костюм официанта или музыканта. Одна маленькая деталь. Цвет жилета. Если он такого же цвета, черный, как и весь костюм, вас могут ошибочно принять за обслуживающий персонал. А если вы с дамой, представляете, какой может выйти из этого конфуз? В приглашении были какие-нибудь условия? Ну да, дресс-код, вернее, я не сразу вспомнил нужные слова «блэк-тай». Вот видите, обрадовался он, у вас классический вариант. Кстати, к нему могу предложить сорочку из тончайшего батиста из отелье, которому отдает предпочтение сам герцог эдинбургский, принц Филипп. Заметив, как округлились мои глаза, он тут же спросил, ви в курсе, что обычная рубашка к смокингу не подходит. Да, неуверенно соврал я. Скажите честно, вам надо произвести впечатление или просто так поставить галочку? Скорее, первое произнес я, поражаясь его способности выуживать информацию. Это дама? Да. Тогда и речи не может быть о прокатном смокинге, только шить. Как шить, опешил я? Да так. Поверьте, опытный взгляд сразу заметит подвох. Как бы я его не подгонял, все равно будет видно, что он с чужого плеча. А вы успеете? Сегодня же среда, а мне надо на пятницу. Вы куда пришли, молодой человек? Я же вам сказал, я потомственный портной, а семейство каплеров никогда и никого не подводило. Я вспомнил ее в безупречном темно-синим золотыми всполохами молний костюме. Хорошо. А я в вас не ошибся, удовлетворенно потирая пухлые руки, воскликнул он. Вы произведете фурор. Весь Киев будет любоваться вами, а теперь я вам что-то покажу. И подлетев к одному из шкафов, каплер распахнул дверцу. Смотрите, указал он на коробки, сделанные в виде старинных фолиантов с изображением льва и короны и надписью «Скабаль». Что это, не понял я. «Это самая лучшая дорогая ткань на планете», воскликнул портной. «В структуре ее нитей находится настоящая бриллиантовая крошка. Это даймонд чип. Супер 250, настоящий шедевр». У меня перехватило горло. Появилось желание тут же прекратить эту дурацкую затею. Но его слова, странным образом увязавшие костюмную ткань, с планетой неожиданно возымели действие. Мысль о том, что я явлюсь перед ней в смокинге и с самой лучшей в мире ткани заслонила все остальные. А портной уже доставал ткань из коробки и бережно раскладывал ее на раскроенном столе. «Вы знаете, что скрывается за индексом супер-250?» Яков Израильевич, я абсолютно не разбираюсь в портняжном искусстве, и вы об этом наверняка давно догадались. Но вижу, не обидитесь, если я немножко расскажу. Я буду только рад. Цифра 250 означает, что из килограмма высочайшего качества шерсти получают нить длиной в 250 километров. Можете себе представить? Может, все-таки метров усомнился я? Нет, дорогой Сергей Ильич, именно километров. Ведь только представьте, толщина человеческого волоса 80 микрон, а диаметр нити в этой ткани 12 микрон. Ну, а насчет бриллиантов это шутка? Какие шутки, Сергей Ильич? Грегори Тиссон, владелец фабрики, самолично закупает бриллианты в Антверпене, где их потом размалывают в порошок и вставляют в нити? Вот откуда этот удивительный отлив. Он взмахнул черной тканью, и она будто иней в морозную лунную ночь сверкнула искорками синих, красных и золотых огней. Эта фабрика выпускает ткани с золотой и платиновой нитью. Но самое удивительное, он опять метнулся к шкафу и выхватил оттуда коробку небесной голубизны с опять же изображением льва. Ведь только взгляните, ляпись лазули. Широкой лентой, будто струя воды, оттуда потекла тончайшая ткань голубого цвета. После смокинга я обязательно сошью из нее вам костюм. В нее вкраплен лазурит. Этот драгоценный камень обладает еще и лечебными свойствами. Снимает головную боль, повышает иммунитет, а главное, перешел он на шепот, замедляет старение. Вы поняли? Давайте с одним закончим, произнес я, никак не решая спросить, сколько стоит эта самая лучшая в мире ткань. Значит, остановимся на даймонд-чип, подытожил портной. Да, неуверенно, произнес я. На лацканой обшивку пуговиц и лампас я предлагаю взять леонский шоу к ручной работы. Поверьте, это экстра-класс. Вам виднее? А как насчет сорочки? Решились? И только посмотрите на этот шов, какая безупречная строчка, а как выкроен воротник, а двойные манжеты, это же лувр и эрмитаж вместе взяты, я уже молчу о пуговицах, настоящий речной жемчуг. Сопротивляться было бесполезно. А обувь? Под смокинг положены особые туфли. Вы знаете, что они должны быть на тончайшей подошве и очень низком каблуке? И обязательно на штурках. Блестящие, но ни в коем случае не лаковые, с немного удлиненным и закругленным носком. Таких в в Киеве не найдете. А у меня есть. Вот модель Оксфорд, тыча мне в нос коробку, вновь распалился каплер. А еще носки. Они должны быть непременно шелковыми и очень длинными. Нельзя же показывать свои лодыжки на таком ответственном мероприятии. У вас какой размер? 27-й. Очень хорошо протянул мне черную с серебряными лихо закрученными венцелями коробочку. А нижнее белье у меня для вас есть французское. Тончайшей работы леди будет без ума. Спасибо у меня есть. А запонки совсем забыл. Видимо старею распахнул он передо мной целый ряд крошечных коробочек, на дне которых матово чернели, обрамленные в золото агаты. Эти ткнул пальцем я в первую уже попавшуюся коробочку. Хороший выбор, причмокнул языком Яков Израилевич и сказав «приступим», набросился на меня сантиметровой лентой. Его пальцы будто у костоправа или остеопата больно впились в мое тело, исследуя на прочность каждый костный выступ, сочленение и впадину. При этом он закатывал глаза, что-то шептал, будто производил в уме сложнейшие математические вычисления, а потом быстро записывал в огромной книге, больше похожей на амбарную, какие-то длинные и замысловатые формулы. Чудненько-чудненько пропел наконец Яков Израилевич, в пятницу после обеда заберете. А примерка опешил я. Какая примерка? Воскликнул он. Вы к кому пришли? Вы что, забыли? Я потомственный портной, а каплеры никого и никогда не подводили. Хорошо, неуверенно произнес я, а стоимость? Вы ничего не сказали. Он схватил калькулятор и, нажимая, как мне показалось, только на знак умножения невозбудимо выдал сто тысяч. Это я вам со скидкой посчитал. Я остолбенел. Чего? Ну, конечно же, ни долларов, ни евро и даже ни фунтов стерлингов. Гривен. Простых наших отечественных гривен. Я лихорадочно стал прикидывать сумму, лежащую у меня на депозите. А как вы думали, сколько должен стоить костюм из ткани, которые могут позволить себе, например, Барак Обама, Тони Блэр и Леонардо Ди Каприо. И хотя последнего я явно недолюбливал, эти слова окончательно меня добили. Хорошо, обреченно, произнес я. Деньги принесу завтра. Зачем завтра, затягивая потуже петлю взаимных обязательств спокойным голосом произнес он. Принесете в пятницу. Четверг и половина пятницы прошли в полной прострации. Я машинально вел прием, на автопилоте сделал несколько мамопластик, в перерывах пил заваренный Юлий тот самый китайский чай, и как прежде не находил в нем ничего хорошего. Приходили ребята из охранной фирмы, долго копались в моем телефоне, что-то объясняли, но я так ничего и не понял. Мои мысли были далеко, я снова и снова пытался представить ее и себя рядом. Что я скажу? И возможно ли это в принципе? Может, это просто иллюзия, и никакого движения с ее стороны навстречу не было? Все это обман, плод воображения. Я принял желаемое за действительное, а она на самом деле такая, какой я увидел ее впервые, холодная и бесчувственная. Нет, нет, отвечал я сам себе, вспоминая такой лучистый взгляд и фразу «До встречи!» Сколько трогательной нежности было заложено в ней, даже если я буду смешон, какая в принципе разница. Разве в состоянии я остановить то, что неумолимо надвигалось на меня? Зазвонил мобильный. «Би хорошо спали!» неожиданно прозвучал голос Якова Израильевича. Что не понял я? Неужели смокинг испортил? Вот так неожиданно все может расстроиться, подумал я вдруг с облегчением. Вслух же произнес «А почему вы спрашиваете?» «Хочу узнать, как вы мне доверяете». «Спал нормально», соврал я. «Вот видите, я же говорил, вы сделали правильный выбор. Ваш костюм готов, можете забирать». Смокинг сидел как влитой. «У меня даже изменилась осанка. Расправились плечи, выпрямилась спина, а голова горделиво запрокинулась назад, отчего я невольно стал смотреть на все свысока». «Действительно, этот костюм не только ко многому обязывал, он менял под себя своего обладателя». Яков Израилищ юлой крутился вокруг. Он то щурил глаза, то надолго замирал в позе роденовского мыслителя, то вдруг бережно проводил рукой по шелковому полю лацканов, словно намереваясь стряхнуть с них несуществующие пылинки. Он был явно доволен с собой и уже воспринимал меня как плод своего творения. «Как вы будете туда добираться?» спросил неожиданно. «Такси вызову. Вы хотите сказать, что поедете туда на Ланосе?» с нескрываемой обидой произнес Яков Израилищ. Будто скульптору гениального творения предложили установить его бесценный шедевр на задворках у самой мусорки. «Почему обязательно на Ланосе? Какая приедет?» «Сергеевич, послушайте старого еврея. Вы должны явиться с шиком. В таком костюме по улицам не ходят и даже в Раде не сидят. Закажите эскорт такси. Да, это будет дороже, но имея такой костюм, о деньгах думают в самую последнюю очередь. «У меня и визиточка есть», метнулся он к одному из шкафов и быстро найдя там золотой кусочек картона протянул его мне. «Ягуар подойдет, черный с хромом», удовлетворенно объявил он, будто водрузил свое творение, а вместе с ним и меня наподобающий ему. Разместившись на заднем сиденье автомобиля и украткой поглядывая то на округлые с благородным блеском носки туфель, то на шелковые лацканы, я задавал себе один и тот же вопрос «Неужели это я?» А, убедившись в этом, спрашивал себя «Что я здесь делаю?» Сквозь затемненные окна машины медленно проплывали знакомые улицы. День догорал. Еще один день, думал я, но, ощутив приятную тяжесть запонок на манжетах, тут же себе возражал «Это только начало. Все впереди». И, не давая себе путей к отступлению, возможности потерять боевой дух, усмехнулся «Гроздь была бы сейчас не лишней». Нет, я все же быстро вживался в новую роль». Ровно в девятнадцать ноль-ноль ягуар, уткнувшись в медленно двигавшуюся вереницу машин, подъехал к Фридом Холлу. «Да, прав был Яков Израиль опять усмехнулся я, представив в этой веренице Ланос. От проезжей части до самой двери протянулась красная дорожка, играл военный оркестр, и я уже видел Инну. В платье телесного цвета, подчеркнувшим ее фигуру, она казалась совершенно обнаженной. И только россыпь страз, брызгами сверкавшая на солнце и распыленная по всей длине платья, скрывала ее мнимую наготу. Рядом стояла невысокая, вся в черном, полная дама средних лет. Гости подходили вначале к ней, приветственно пожимали или целовали руку, а затем к Инне. Главный редактор подумал я, а может хозяйка журнала. Сердце бешено колотилось, а по спине побежали горячие капли пота, ведь с каждым шагом я приближался к ней. Я видел, как вспыхнули ее глаза, как дежурная, предназначенная для всех улыбка, сошла с лица и сменилась наивной и детской, лишенной всего показного, наигранного и формального. Сергей Ильич, как я рада вас видеть, произнесла она и совершенно не по этикету протянула мне обе руки. А я подхватил их и, будто желая никогда не терять, надолго задержал в своих. Не обращая внимания на десятки глаз, косящихся в нашу сторону, я, не отрываясь, смотрел в ее зеленые, словно подернутые ряской с вкраплениями желтых кувшинок глаза и такие же близкие и желанные губы. Марфа Федоровна вырвала из забытья ее голос. Это тот самый маг, чародей и волшебник. Помните, я вам о нем говорила, обратилась она к даме в черном. Он способен останавливать время и даже заставить идти его вспять, игриво посмотрела Инна мне в глаза. Да, удивилась дама и протянула руку для поцелуя. Марфа Федоровна наш главный редактор представила Инна. Сергей Ильич, хирург, слегка коснувшись губами пухлой руки, в свою очередь представился я. Но насчет мага это сильно сказано, так потихоньку пытаюсь подкручивать стрелки. Сергей Ильич скромничает, улыбнулась Инна. Поверьте, скоро все о его новых операциях заговорят. Внезапно возникла телеведущая в шляпке и протянула микрофон. Катенька, тебе пока об этом знать рано, покачала головой Инна. Но мы обязательно тебе первой дадим интервью, но немного позже. Правда, Сергей Ильич? Да, подтвердил я, хотя не очень понял о чем. Проходите в зал, я к вам подойду, прошептала Инна, и с прежней дежурной улыбкой продолжила встречать гостей. Пройдя дальше, я вдруг понял, что оказался не в своей тарелке. Мелькали знакомые, видимые не раз на телевизионных экранах лица. Оппозиционные депутаты мирно беседовали с такими же, но находящимися при власти. Нарочито громко привлекая всеобщее внимание, гудела так называемая богема. Групками собирались чиновники различных ведомств. Иногда всплывали знакомые, побывавшие ранее под моим ножом лица, но они, то ли не узнавая, то ли делая вид, что не узнают, проплывали мимо, что, собственно, меня и устраивало. Я никогда здесь раньше не был, и все происходящее оставалось для меня будто за кадром. Однако что-то до боли знакомое было во всем этом. А потом я вдруг понял, гоголевские пьесы. Ничего же не изменилось. Это те же герои. Кто-то вчера из них торговал на базаре, гонял на продажу машины из Германии, кто-то, будучи комсомольским работником, быстро сориентировался и прихватил государственную собственность, а кто-то, не мудрствуя лукаво, отнял ее, но уже бандитским способом. Одним словом, это была элита, высший свет. Он же должен существовать. Вот его и слепили из того, что было, подумал, и тут же сам себя осадил. Ну, чего ты брюзжишь? Сам-то ты кто? Ревизор? Я пришел сюда ради Инны, но ее пока не было рядом, и, видимо, от этого на меня навалилась хандра. Я понимал, что она занята, что вскоре вновь увижу ее, однако уже не мог ждать. Совсем недавно я держал в своих руках ее ладони. Я поднес пальцы к губам и тут же ощутил легкий, еле уловимый аромат духов. Этот запах, как ни странно, показался мне знакомым. Я вновь его вдохнул и еще больше убедился в этом. Я попытался вспомнить первый день нашей встречи и тот второй в магазине, но подсознание подсказывало, этот запах был знаком еще раньше и никак не связан с ней. И тут до меня дошло. Ленка. Я же сам подарил когда-то ей эти духи, сислей о дюсуар. Как я забыл. Стало не по себе, словно из командировки неожиданно вернулась жена. «Как она там», подумал я, поймав себя на том, что ни разу за все это время не вспомнил о ней. Но именно сейчас ее присутствие, пусть даже умозрительное, было совсем не кстати. Я бросился в туалет, чтобы смыть этот запах, но он не исчезал. Я понимал, что это галлюцинация, запаха на самом деле давно не было. Он остался в моей голове. Что-то расстроилось и поломалось. Появилось ощущение третьего. Гости все прибывали, а Инны по-прежнему не было. Чтобы как-то отвлечься, я направился в ресторан, где был устроен фуршет и где, собственно говоря, толпилась основная публика. То, что увидел внутри, лишило меня речи. У полукруглой барной стойки был установлен металлический шест, на котором извиваясь змеей, то взметаясь к самому потолку, то камнем не спадая вниз, вращалась обнаженная белокурая девушка. Это был не просто эротический пилонный танец. В руках она держала бутылку с шампанским и, срываясь вниз, умудрялась наполнять подставленные гостями бокалы, не пролив при этом ни капли. Как только бутылка заканчивалась, она хватала следующую, и под самым потолком с громким хлопком, открыв ее, принималась вновь наполнять бокалы. А рядом со стойкой четыре таких же белокурых красавицы, на которых, кроме тончайших золотых цепочек в области бедер ничего больше не было, лежали на высоких подиумах и держали в руках огромные блюда с закусками. Первая девушка с серебряным чешуйчатым хвостом держала блюда с лежащими на льду вскрытыми устрицами. Вторая блюда с крошечными корзинками, наполненными икрой, ломтиками осетрины, угря и палтуса. Третья блюда с канапе и тарталетками, но основная масса гостей сгрудилась у четвертой. На ее обнаженном теле лежали суши, сашими и роллы. Некоторые из гостей пытались взять их палочками, а другие торопливо хватали пальцами, норовя опуститься поближе к интимным местам девушки. По залу в ковбойских шляпах ходили такие же почти обнаженные официантки. Что они хотят этим сказать, думал я? О том, что наступил матриархат или просто так подчеркнуть женскую красоту? Тем не менее, все это выглядело более чем странно. Красивые юные тела на фоне жующей и пьющей публики. Одна из официанток, приблизившись ко мне, предложила бокал шампанского. Глядя на медленно поднимающийся столбик пузырьков, я вдруг неожиданно вспомнил, как несколько лет назад ездил с Ленкой во Францию, и там, в провинции Шампань, мы побывали с ней в подвалах старейшего в мире производителя шампанского Моэ Э Шандо. Сомелье оказалась девушкой, причем родом из Одессы. Она долго и подробно рассказывала нам о способах приготовления этого вина, правилах хранения, а главное, как правильно его следует пить, и особенно дамам. Учила, как не оставлять помаду на стенках бокала. Никого, кроме нас, не было, и, видимо, от этого, а может, от излишне выпитого шампанского, нам стало ужасно весело. Ленке никак не удавалось попробовать его так, чтобы не оставить следов помады. Я посмотрел, как она это делает, как кончиком языка касается бурлящей поверхности, как по губам пробегают мелкие пузырьки, и от увиденного так захотелось ее поцеловать, что, не раздумывая, я тут же это сделал. А она, уловив мой порыв, а может, это Франция так действует на всех, забыв обо всем, совершенно раскованно отдалась поцелую. Вот теперь помады не будет, выдохнула она. Девушка с Эмелье лишь улыбнулась. Видимо, для нее не было ничего необычного в произошедшем. Это, неожиданно нахлынувшее воспоминание, мигом потянуло следующее. Я вспомнил, как однажды встречал Ленку в Борисполе. Прилет самолета задержался сначала на час, потом на три, в конце концов он прилетел с опозданием на целых шесть часов. Все это время я без дела шатался по аэропорту. Хорошо, что была суббота, и можно было никуда не спешить. Когда, наконец, распахнулись двери, я увидел ее, шагающую навстречу в новом купленном в Париже алом платье и такого же цвета туфлях. Я подумал, что минут через сорок все это буду снимать. Ее не было две недели, и от желания свело скулы. От эстакады до самого Киева все три ряда были заполнены еле ползущими машинами. Впереди что-то явно произошло. Сгорая от нетерпения, у первого же моста я съехал с трассы. Ты куда удивилась, Ленка, видя, как я углубляюсь в лес? Переждем тянучку здесь, пересаживаясь к ней на заднее сиденье, ответил я. Сережа, не надо, я же с дороги. Я ужасно соскучился. Преодолевая напускное сопротивление, прохрипел я. Когда обессиленные мы, наконец, замерли, в боковое окно постучали. Сквозь запотевшее стекло я отчетливо увидел ствол АКС-74 с характерным конусообразным расширением. Такими автоматами обычно вооружают десантников или сотрудников спецподразделения МВД. Рядом с машиной действительно стоял верзила в камуфляжной форме, бронежилете, краповом берете на голове и нашивкой Беркут. Подаль, блокируя выезд с поляны, стоял патрульный милицейский автомобиль. Предъявите документы, процедил сквозь зубы Беркутовец. А на каком основании возмутился я? Операция перехват. И кого вы перехватываете? От таких бледей, как это, перевел он ствол в сторону Ленки. Его слова вызвали у нас смех. И не потому, что мы вовсе не испугались. Мало ли, что могло прийти в голову этому верзиле. Забавляла сама ситуация. Возьмите, протянул я ему наши паспорта. Он их долго рассматривал, снова и снова перелистывал одни и те же страницы и наконец спросил, вы что, муж и жена? А вы что, подумали? Игриво улыбаясь, поинтересовалась Ленка. Он молчал. А вы не хотите извиниться? Спросил я у него. Но он, видимо, от природы не знал, что это такое, и пропустил мои слова мимо ушей. Понимая, что денег не получит, и что попросту теряет время, он протянул документы назад и невнятно промычал. У вас что, дома нет? Есть, ответил я, только не успели до него доехать. Да что это такое? Чего это вдруг меня пробило на воспоминания? Я вновь понюхал свои пальцы, но они уже ничем не пахли. Запах исчез. А действовать временем продолжалось. Вначале в зале потух свет, а затем в возникшем мраке неожиданно в руках у девушки бармена зажглись голубоватые огни. Они медленно вращались, повторяя каждое ее движение, на миг выхватывая из темноты ее лицо и оголенную грудь. Это горел ром, стекающий из бутылок, которыми она жонглировала. Скорость вращения нарастала, и уже не отдельные огоньки, а огненный диск взмывал над барной стойкой, временами превращаясь в ослепительный и пылающий шар. Ее движения завораживали. Я неотрывно смотрел на вращающийся огонь, замечая, как отдельные разрозненные всполохи начинают наслаиваться один на другой и превращаться в единую бушующую пламенем сферу. И когда уже казалось, что это и есть апофеоз, она внезапно коснулась острием пламени, стоящих здесь же и наполненных до краев бокалов, и те, ярко вспыхнув, озарились синим свечением весь огромный ресторанный зал. Толпа ухнула и ринулась к барной стойке расхватывать полыхающие голубым огнем с оранжевым макаемом фужеры, наполненные ромом на ходу до дна выпивая их содержимое. И вот, наконец, появилась Инна. Я это понял, прежде чем увидел ее. Что-то изменилось вокруг. Разобщенная на мелкие грубки жующая пьющая публика встрепенулась, провожая ее взглядом. Здесь было все — и сальные пожирающие взоры, и натянутые безучастные улыбки, откровенное восхищение и явная неприязнь, замешанная на плохо скрываемой зависти, не было только одного — равнодушия. Так обычно встречают дирижера. Еще мгновение назад оркестранты, игравшие не в попад, бравшие каждый свою ноту, по мановению палочки, начали играть слаженно и в унисон предложенную им пьесу. Дамы в черном рядом с ней уже не было. На правах хозяйки Инна неспешно подходила то к одним, то к другим гостям. У некоторых подолгу задерживалась и о чем-то весело переговаривалась. Однако она по-прежнему не замечала меня, не смотрела в мою сторону. Подойти самому? Но, во-первых, кто-то постоянно крутился возле нее, а во-вторых, что ей сказать? Только теперь до меня дошла вся нелепость моего положения. Что я себе возомнил? Надо было немедленно убираться отсюда, и я бросился к выходу. Сергей Ильич, вы куда? услышал я ее голос. В дверях, будто преграждая проход, стояла она. Решил воздухом подышать. Объявили начало концерта, и публика двинулась в сторону зала. Я намеренно выкраивала время, чтобы подольше побыть с вами наедине, сказала она, и я вновь ощутил запах тех самых духов. Странно, но на этот раз он не вызвал беспокойства и отторжения. Напротив, их аромат будто образовал эфемерный островок, состоящий из чего-то родного и знакомого, придал мне уверенности в чуждом для меня мире. Вы с таким вкусом одеты, окинула она меня своим взглядом. Я смутился, хотя все было сделано как раз ради этих ее слов. Я должен был первым сделать вам комплимент. Ваши платья похожи на зарождение вселенной. Еще ничего нет, но безусловно уже все существует. Да вы еще и философ, скорее поэт, это же поэтический образ. Мне приятно, что я вам его навеяла. Сергей Ильич, а почему весь вечер вы такой грустный? Вам не понравилось? Да нет, просто чувствую себя немного не в своей тарелке. Вы не поверите, я ощущаю то же самое. Но это моя работа. Вам ведь тоже не доставляет удовольствие вид окровавленной плоти. Но вы же продолжаете оперировать. Так и я. Если думаете, что я родилась среди этого, она окинула взглядом просторный холм, то ошибаетесь. Кстати, хотите услышать историю о девочке строящины? Я молча уставился на нее. Такого поворота я никак не ожидал. Гости продолжали жидкими ручейками стекаться в зал, изредка недоуменно поглядывая в нашу сторону. Ничего, начнут без меня. Так вот, я родилась в интеллигентной семье и была единственным ребенком. Мама работала в школе, преподавала литературу, а папа корректором в издательстве. Все пространство нашей крошечной двухкомнатной квартиры занимали подшивки литературных журналов и книги. Мы же теснились на оставшейся территории. По такому же принципу формировался семейный бюджет. За новую книгу не раздумывая отдавалась последняя. И для меня это было нормой. Я не представляла, как можно жить по-другому. Естественно, я хорошо училась, с первого класса была круглой отличницей, и легко, что было и до сих пор остается странным, самостоятельно поступила в институт журналистики. Выбор профессии не был случаем, хотелось писать самой. И вот когда я поступила, у меня наконец открылись глаза. Представьте себе угловатую, безобразно одетую девушку, больше похожую на подростка, появившуюся вдруг на улице Мельникова. Кругом припаркованы шикарные автомобили, на которых на занятия в находящейся в этом же здании Институт международных отношений приезжали студенты-мажоры и я, помятая, приехавшая сюда на маршрутки. Вещи, как и в школе, по-прежнему покупала мне мама на ближайшем от нас строященском рынке. Она выбирала их по одному и тому же принципу «должны быть немаркими и служить как можно дольше». Ведь она жила под лозунгом «важен прежде всего внутренний мир, его красота, но никак не внешняя оболочка. Так она и меня воспитала. А тут я столкнулась с обратным. Внешне определяло все, и оно доминировало. Мамина и до недавнего времени моя жизненная теория рассыпалась в прах. Когда я это поняла, мне стало по-настоящему страшно. «Как мне вырваться из этого зазеркалья? Зачем она это рассказывает чужому, по сути, человеку, которого и видит-то третий раз в своей жизни?» Подумал я вдруг, но тут же я нашел ответ. «А может, она чувствует то же, что и я? Невероятное притяжение?» «Так вот», продолжала она, «когда наконец с моих глаз сошла пелена и я увидела себя и весь мир таким, какой он есть на самом деле, я ужаснулась, а потом твердо решила вписаться в него, стать внешне и внутренне такой, каким он требовал, подчиниться его законам, стать социальной, а не асоциальной личностью, какой прежде была, находясь в воображаемом мире. И я решила заявить о себе, победить, на институтском конкурсе красоты. Когда в оргкомитет пришло чудо, облаченное хламиды строященского рынка, вы бы видели их лица, но отказать-то они не могли, а может просто хотели разбавить конкурс юмором, но я же серьезная девушка, ко всему, за что берусь, отношусь больше, чем ответственно. Вначале я прочитала все, что только можно о конкурсах красоты, о существующих там правилах, манере поведения, требованиях конкурсанткам. Потом взвесила свои финансовые возможности и поняла, что они равны нулю. И уже было отчаялось, действительно, где взять соответствующие наряды. И тогда меня осенило. Секонд-хенд. Других-то вариантов не было. В нашем подъезде жила одинокая женщина. Страшная модница. Работала она кассиром, получала гроши, но всегда очень модно и со вкусом одевалась. Причем в брендовые вещи. Носила их, естественно, с легким налетом богемной небрежности. Она-то и подсказала, где все это буквально за копейки можно приобрести. А когда узнала, для чего, загорелась и предложила стать в одном лице моим консультантом, стилистом и продюсером. Никогда не забуду свой первый поход на сенной рынок, и его атмосферу произнесла Инна и ненадолго замолчала. Знаете, встрепенулся я, а я ведь живу совсем недалеко от этого рынка, на кончара, часто ходил туда, пока его не закрыли. Мог же и вас там встретить. Вы бы прошли мимо и не обратили никакого внимания. Видели бы вы меня тогда. И не потому, что внешне я так изменилась. Изменение произошло как раз изнутри. Я не утомила вас еще своим рассказом, посмотрела она внимательно на меня. Что вы искренне удивился я. Так вот, если вы помните, немного в стороне от основного здания рынка находились ряды и магазинчики секонд-хенд. Но не обычного, а отборного, попадавшего сюда, как ходили слухи, даже с подиумов от кутюр или прет-а-порте ведущих мировых дизайнеров. Я попытался представить, о чем она говорит и не смог, ведь кроме мясных, рыбных и овощных рядов я нигде там не бывал. Нинейн, так звали мою соседку, была здесь завсегдатой. Ее знали все, и меня сразу окружили странные люди, каких прежде я никогда не видела. Бывшие театральные декораторы, костюмеры, полерины на пенсии и просто творческие от природы люди, одним словом своеобразный бомонд. Для них это был даже не бизнес, а способ общения, безграничная возможность творить и реализовывать себя. Перелопачивая тонны тряпья, они умудрялись находить там настоящие изюминки и действительно стоящие вещи. Узнав, что я собираюсь участвовать в конкурсе красоты, да еще в институте журналистики, они сразу оживились. Для них появилась возможность пусть даже инкогнито заявить о себе и утереть нос современным стилистам. Уставившись на меня, они стали прикидывать мои и свои возможности, а я смотрела на них, хотя и потрепанные временем, но все же холеные, аристократичного вида дядечки. Мадмуазель обратился ко мне один из них, высокий, в клетчатом пиджаке и с шелковым шарфом на шее. Вы действительно желаете победить в этом конкурсе? Ну, да, но мне нужно вечернее платье, для этого я пришла сюда. Девочка, не обижайтесь, но в первую очередь вам следует поработать над походкой и осанкой, а насчет платья не беспокойтесь. Ну, так что, беремся, обратился он к остальным, и те молча закивали. А пока, смирил он меня взглядом, передаем вас к Ларе Изольдовне. Она в прошлом балерина и многому может научить. Только тут я заметила тощую, как мне вначале показалось, злобную старуху, которая, не отрываясь, смотрела мне прямо в глаза. Ну, что, милочка, не страшно? Да нет, ответила я. Тогда приходите ко мне вечером по этому адресу. И протянула саморучно изготовленную визитку. Целый месяц, каждый день я ходила к ней на занятия. Жила она в просторной квартире, одна из комнат, которая была переделана под балетный класс. Вы не представляете, как благодарная этой женщине, оказавшейся доброй, совершенно одинокой и всеми забытой, а вовсе не злобной старухой. Мы больше, чем подружились. Именно она, изменив мою походку, изменила меня и изнутри. Настал день, и я вновь предстала перед той же публикой. «Мадемуазель, потёртыми от времени уголками». На её крышке, под тиснением эйфелевой башни, чернели два кулукольца эмблемы «Шанель». Нинель ахнула. А я не могла даже этого оценить. Хлопала только глазами. Антон никак не ожидал увидеть такого махрового невежества. «Это от Коко Шанель», сказал он, и достал из коробки белоснежное перламутровое шёлковое платье на тончайших бретельках с глубоким вырезом и лифом, отделанным горным хрусталём и жемчугом. Только тут до меня дошло. Нинель ликовала. Это платье из летней коллекции 1961 года. Таких в мире остались единицы. Одну украшает коллекцию музея костюма Метрополитен в Нью-Йорке. А в этом вы примете участие в конкурсе, произнёс Антон тихим ровным голосом. А создала Коко Шанель эту модель специально для Элизабет Тейлор. Они дружили. В тот год Тейлор начала сниматься в фильме Клеопатра. Отсюда, видимо, здесь египетские мотивы. Я не могла глаза оторвать от этой красоты и всё думала, что этому платью столько жилет, сколько и моей маме. Ведь она родилась в 1961 году. Антон будто прочитал мои мысли. «Такие вещи такие вещи не имеют возраста. Они как хороший коньяк с годами только приобретают ценность». И это не всё. Туфли к этому платью. Из своей коллекции передал вам Николай Иванович Байтенко, потомственный в четвёртом поколении сапожник, большой энтузиаст. Он даже организовал у себя на квартире музей обуви. Кстати, пока единственный в Киеве. В нём было 10 тысяч экземпляров со всего мира. С этими словами он открыл коробку с белоснежно-пердамутровыми в тон платью изящными туфельками. Это Кристиан Лабутин. Модель, признанная лучшей Нью-Йоркским институтом роскоши лакшери институт за 2000 год. Мне это ни о чём не говорило. И хотя туфли были безумно красивыми, я больше радовалась тому, что, в отличие от платья, им было всего три года. Однако на этом всё не закончилось. Неожиданно передо мной возник невысокий юркий мужчина с жидкой козлиной бородкой, и он ловко, будто фокусник, распахнул плоскую из чёрного бархата коробочку и протянул её мне. Там лежали серьги, браслет и ожерелье из жемчуга. «Это от антикваров сенного рынка», улыбаясь, произнёс он, «украшение Жозефины Багарне, жены Наполеона Бонапарта». Мне стало дурно. «Да вы не волнуйтесь, это копия, подделка». «Но какая!» Он схватил жемчуга и стал ими стучать по зубам. «Видите?» «Что?» Звук как у настоящего и по зубам не скользит. А должен? Нет, что вы! Настоящий жемчуг имеет крошечные чешуйки и в отличие от пластика никогда не скользит по эмали. Это очень качественная подделка, не многие смогут отличить от оригинала. Потом вернёте. Конечно, и приглашаю всех в институт журналистики. Прическу, макияж мне сделали бывшие гримеры из театра имени Франко. И когда в сопровождении группы поддержки я явилась на конкурс, меня никто не узнал. Заняла я тогда второе место, что, по мнению многих болельщиков, было совершенно несправедливо. А по окончании конкурса ко мне подошли представители журнала «Фэмен» и сразу же предложили работу. Вот такая история Золушки Строещины. Но с тех пор брендовые вещи я не ношу, предпочитаю шить на заказ. Дверь, ведущая в зрительный зал, приоткрылась и показалась девушка, которая помахала Инне рукой с мобильным телефоном. Извините, Сергей Ильич, работаем. И Инна поспешила к девушке. На полпути она обернулась «Вы на машине?» «Нет, на такси. Я подвезу. Оставайтесь на концерт. Не торопитесь уходить». Зрительный зал оказался совершенно не таким, каким я его себе представлял. Вместо рядов все пространство занимали небольшие столики. На каждом приглушенно горели крошечные лампы, освещая жующих и переговаривающихся между собой зрителей. Уселся я. По залу бесшумно, будто тени с подносами в руках то и дело сновали официанты. На этот раз это были молодые ребята, одетые в черную униформу, сильно смахивающие на тот самый смокинг, который прежде я видел в мастерской Якова Израилевича. Какой же он все-таки молодец, подумал я. А Инна, зачем она мне это рассказала? Поломать стереотип, который обычно приписывается представителям глянца или с желанием стать ближе, понятней и доступней. Интересно, куда делись те самые люди, о которых она говорила? Ведь рынок давно закрыли. Я вспомнил, как по воскресеньям мы с Ленкой ходили туда за продуктами. Ели горячие, их здесь же пекли пирожки с вишнями и пили кофе из пластиковых стаканчиков. Огромное здание в стиле сталинского барокко с лепниной, литыми чугунными декоративными решетками было не просто символом эпохи, ее безупречным архитектурным творением. Это был живой организм, где, как в огромном муравейнике, день и ночь копошились люди, что-то покупали и продавали, встречались и расставались. Само здание рынка было построено в 1958 году, но задолго до этого здесь всегда шумел базар, имевший знаменитые выходы цветочный, молочный, винный и мясной. Кому понадобилось его разрушение? Таким недоумком надо быть, чтобы ради наживы, ради клочка земли под ним разрушить его до основания. И ради чего? Строительство очередного торгово-развлекательного комплекса. Это ведь все равно, что под корень спелит лес. Ведь погибнут не только деревья, целые ареалы обитания, насекомых, птиц, трав, лишальников и мхов. Так и здесь. Только в отличие от леса гибнет сам город. Теряется его аура и колорит. Исчезают уникальные неповторимые уголки, а с ними и личности, сменяясь на скучных обитателей спальных районов. Разрушили рынок, а, кажется, уничтожили целый фрагмент моей жизни. Это действительно так. Ведь мы проникаем в окружающие нас вещи, оставляем в них свой след, оставляем его в буквальном смысле этого слова. Как ни странно, я узнал об этом, посетив однажды выставку современного искусства, где увидел экспонат в силу своей профессии, виденной неоднократно. Но здесь, в выставочном зале, обычные предметы, расставленные умелой рукой, воспринимаются необыденно и привычно. Художник, будто стирая с них патину повседневности, инсталируя, позволяет заглянуть в их глубинную суть и тем самым познать основы бытия и самого себя. Видимо, в этом и есть сила искусства увидеть необычное в обычном. Инсталирация называлась диффузия или проникновение. Посреди зала стояла обычная больничная койка, смятая простыня, жидкая подушка и сброшенное одеяло. Можно было пройти мимо, но что-то удержало. Покинутая постель явно хранила в себе след человека, характерные углубления на месте головы, таза, плечевого пояса и ног. Здесь же бурыми пятнами проступили следы его жизнедеятельности. Кровь, пот, моча, экскременты. От увиденного стало не по себе, ведь это была постель только что умершего человека. Меня не покидало ощущение его присутствия. Физически его не было, но, проникнув в ткани, диффундируя структуру волокон, он продолжал там оставаться. Теоретически его можно было даже воскресить, взяв ДНК из оставленных им же выделений. Представленная инсталляция, смерть обычного человека и ее отпечаток сразу напомнили о другой плащанице и отпечатке распятого на ней Христа. Это неуместное на первый взгляд сравнение заставило задуматься о многом, о том, что на плащанице, как и на простыне, имеются следы крови, причем известна ее группа А, Б или Четвертая, и вскоре возможно будет найдена ДНК самого Христа. Тогда, как некогда Творец сотворил человека, сам человек в состоянии будет воскресить Христа. И время, как череда событий для умершего, во всяком случае для его частичек, не останавливается. Оно продолжает существовать вне зависимости от его присутствия. И современная физика доказывает это теории сохранения информации. Растворив каплю краски в потоке воды и воочию убедившись в ее исчезновении, мы заблуждаемся на этот счет. Оказывается, информация об этом не исчезает, происходит лишь перекодировка событий. Мало того, по другой теории, двигаясь к некому горизонту событий, информация обо всем хранится на краю вселенной в двухмерном голографическом пространстве. И хотя в это трудно поверить, проходя мимо руин сенного рынка, я по-прежнему ощущаю энергетику былого, будто частичка меня осталась лежать там, раздавленной среди его камней. На сцене сменяя друг друга гремела попса, а на экране в переливах радужной подсветки проступали кадры истории журнала Фэмэн. Инны я не видел, зато несколько раз она промелькнула на экране, и от этого даже защемило сердце. Может пригласить ее домой? Желание подвести, вдруг это намек. После концерта Инна прощалась с гостями, я молча стоял в стороне, но вот наконец она подошла ко мне. Как вам концерт? Мне понравился единственный номер, когда показывали вас на экране. Не надо было мне спрашивать об этом немного кафетливо, сказала она. Если честно, все это время я вспоминал ваш рассказ. Судьба кого-нибудь из обитателей сенного рынка вам известна? Конечно. Николай Иванович, коллекционер обуви, живет и здравствует. За это время почти удвоил свою коллекцию. Хранить, правда, негде. Устроил второй музей у себя в гараже. Клара Изольдовна несколько лет тому назад умерла. Антиквар, его имя Жора, уехал в Америку, связался там с какими-то аферистами и за подделку попал в тюрьму. Нинель вышла замуж, живет теперь в Париже. Прошлой весной я была у нее в гостях, а с Антоном я вас сейчас познакомлю. Как, опишал я, он что, здесь? Да, неожиданно надумал работать швейцаром. Говорит, любопытно и выгодно. Дверь распахнулась, и я увидел высокого, худого мужчину во фраке и цилиндре на голове. Антон, знакомьтесь, это Сергей Ильич, ведущий пластический хирург, я ему о вас рассказывала. Он слегка кивнул и скользнул по мне острым взглядом проницательных серо-голубых глаз. От этого взгляда стало не по себе. То строили одержимо социализм, стирали до основания классовые различия, а теперь с таким же энтузиазмом реставрируем капитализм. Правда, как в первом, так и во втором случае творения на поверку выходят нелепы, поражая своим уродством и китчем. Что, господа сами не могут открыть перед собой дверь? Или отношения в обществе построены так, что за кусок хлеба им вынуждены служить, думал я, глядя на мягко подкатывающий к нам Бентли. Посвежело, по ночному небу ветер гнал рваные облака. Сначала подвезут меня, а потом вас на гончара, не дав мне собраться с мыслями, произнесла Инна. Антон бросился к автомобилю и распахнул перед ней дверцу. Опережая его, я открыл свою сам. Ничего ты добился. Дал бы лучше ему мчаевые, подумал с опозданием. Инна сидела совсем рядом, и от этой близости сердце бешено колотилось. Сгрести бы ее сейчас в охапку и впиться в эти влажные тронутые улыбкой губы. Однако меня будто парализовало. Я не мог шевельнуться. Вначале страх сковал мозг, а затем и все тело. Случилось то, что было пережито давно еще в детстве, в пионерском лагере. Но теперь уже взрослый, видавший виды мужчина, превратился в робкого и перепуганного мальчика. Мелькали огни ночного города, еще немного и все закончится, она уйдет, а я останусь один. Надо было что-то говорить, сказать, что не могу, не хочу с ней расставаться, но я молчал. И когда она неожиданно нарушила тишину, то не сразу поняла, о чем она. У вас красивые руки, похожи на руки моего отца. Спасибо, пробормотал я, судорожно поджимая пальцы. Я был совершенно не готов к таким комплиментам. Кажется, куда проще взять после этого ее ладонь и сказать то же самое, целуя при этом каждый ее палец. Этот дежурный трюк я не раз проделывал с другими женщинами, буквально на автомате, но сейчас во рту все пересохло и язык прилип к небу. Зачем она это сказала? Руки как у отца. Да вообще зачем она меня позвала? Она ведь изначально хотела мне что-то сказать. Очень быстро промелькнул подол, затем Владимирский узвоз, на Европейской площади свернув влево автомобиль зашерестел по булыжнику улицы Грушевского. А вот уже мелькнул знакомый силуэт театра имени Франко. Проехав еще немного автомобиль неожиданно замер. Ну вот и все, я дома спокойной ночи. Ее слова прозвучали как приговор. Инна прохлепел я. Давайте завтра где-нибудь вместе пообедаем. Вы не против? В котором часу? В любое время. Тогда в два. Ну, что-нибудь легкое. Как вам рыбный ресторан Доверсоль? На Красноармейской? Да. Хорошо. Ой, я же о подарке совсем забыла. С днем рождения протянула она узкий черный футлярчик. Спасибо, только и успел я пробормотать, машина, сорвавшись с места, понеслась по Заньковецкой. Я открыл коробочку. На дне ее посверкивая золотом лежал знакомый предмет, который уже много лет я не выпускаю из рук. Это был скальпель. На рукояти его было выгравировано отсеки ненужное. Стой! закричал я водителю. Завизжали тормоза, и, пугая прохожих, автомобиль замер на месте. Я приехал. Выскакивая из машины, прохрепел я. Водитель лишь недоуменно пожал плечами. Как скажете. Я метнулся к тому самому месту, где мы расстались, но ее не было. Она исчезла. И только сейчас до меня дошло. Я не знал ее адреса, не знал номера мобильного телефона. Можно было лишь догадываться, что она зашла в дом напротив. Я совсем растерялся. Никого вокруг не было. Только глазницы чужих окон молча взирали на ошалевшего, мечущегося по двору при полном параде мужчину. Что она хотела этим сказать? Отсеки ненужное, думал я, и казнил себя за то, что молчал в машине, как истукан, не пошел вслед за ней и не напросился на кофе. Пусть бы она отказала, думал я. Это была бы хоть какая, но определенность. А теперь с чем я остался? Отсеки ненужное. Что я должен отсечь? Хотя и так понятно. Она ведь ни разу не спросила о Ленке. Вероятно, это намек, а может даже требование решить эту проблему. Жестко, но по крайней мере честно. В доме, стоящем напротив, одни окна гасли, другие наоборот, загорались. Я осилился угадать, какие из них принадлежат ей, пытался рассмотреть за закрытыми шторами знакомый силуэт, но все было тщетно. И от этой неопределенности весь этот дом с его горящими и потухшими окнами, с его парадным подъездом, старинной лепниной карнизов, декоративных колонн и пилястр стал восприниматься уже одним целым, ее домом, ставшим неожиданно родным и близким. Ветер усиливался. Обычно светлое, подсвеченное огнями фонарей ночное небо города, потемнело. Вначале редкими, а затем частыми, монотонно-однообразными, жидкими струями полил дождь. Прячась от него совсем не летнего, будто предвестника приближающейся осени дождя, я встал под дерево. Это был старый каштан. Его ржавые листья дрожали и вздрагивали от каждого удара редких и вялых осенних капель. И только где-то высоко, у самой вершины, в обрамлении чудом сохранившейся зелени, болезненно белели, запоздало появившееся здесь соцветие белорозовых свечей. Наперекор дождю, перепутав осень с весною, они горделиво принимали удар льющийся с неба ледяной воды. Наверное, так же нелепо выгляжу и я со своим поздно и совсем не кстати вспыхнувшим чувством, думал я. Все как в юности, правда, на этот раз нелепо повторилось. Тот же дождь, каштан и я, стоящий под ним. Только тогда все было впереди, а сейчас отчетливо осизался и просматривался финиш. Дождь не прекращался. Раскрыв зонтики, переступая лужи, спешили по домам редкие прохожие. Проходя мимо, они с недоумением косились на одетого в смокинг и мокнущего под дождем мужчину. Хостякоев тихо шептали они. Бенюк, возражали другие. Ее дом стоял на улице Городецкого, совсем рядом с театром. Я вспомнил, как часто мы ходили в этот театр с Ленкой, как потом отправлялись в ближайшее кафе, чтобы обсудить пьесу и вновь не спеша войти в обычный ритм и пульсацию города. Зачем я все это вспомнил? Чтобы отсечь и навсегда забыть? На противоболожной стороне улицы тускло мерцал желтый с шашечками фонарь полусонного такси. Свободны? Да, нехотя, отрываясь от крошечного экрана телевизора, произнес таксист. На гончара. Садитесь. Как не хотел этого Яков Израильевич, все же пришлось ехать в Ланосе. Хорошо, что он всего не видел. Туфли насквозь промокли, а носки пластырем прилипли к ногам. Костюм имел жалкий вид, ткань его потемнела и потускнела, приобретая вид советского бастона, так нелюбимого мною с детства. Но мне было абсолютно все равно. Мучил один лишь вопрос. Отсеки ненужное. Всю ночь я не сомкнул глаз. Отсеки ненужное пульсировало в голове. Смысл слов был понятен. Он не вызывал уже никаких сомнений. Следовало отсечь, отречься, стереть из памяти, физически отказаться от своей семьи. Отказаться ради нее. Но к такому повороту событий я никак не был готов. И форма послания какая выбрана. Скальпель. Да еще мне хирургу, для которого слова отсечь ненужное, помимо фигурального, имеют еще и конкретный смысл. Я вспомнил, как впервые взял в руки скальпель. На практических занятиях по оперативной хирургии каждому студенту предстояло самостоятельно произвести свою первую операцию. А так как доверить людей нам не могли, то оперировали мы собак. Это была имитация аппендоктомии. У собак, в отличие от человека, нет червеобразного отростка или аппендикса, поэтому приходилось удалять часть их кишечника. Собаки после этого долго страдали и, оставленные на произвол судьбы в вольере, вскоре умирали в страшных муках. Мне досталась беспородная дворняжка. Она была так перепугана проведенными до этого манипуляциями, что уже не скулила, не пыталась вырваться, а смотрела на меня с последней надеждой. А вдруг, в отличие от других извергов, этот окажется милосердным и отпустит ее с выбритым брюхом на все четыре стороны. Не в силах выдержать этот взгляд, я уставился на операционное поле, пытаясь мысленно отделить этот обработанный йодом участок от нее самой. Оголенный, лишенный шерсти, ее пах мелко дрожал, дрожала и моя рука. Провести острием по живой плоти не было никаких сил. Не задерживайте всех, взревел преподаватель. Края раны расползлись в стороны, капельками росы проступила кровь, а вскоре залила всю шерсти, но так и не решился и тем самым открыл счет на своем личном кладбище. Все же это не руководство к действию, ведь выбор оставался за мной, думал я. Скорее, это ее условия, ее позиция. Этим она однозначно заявила, что совмещать, а тем более оставаться на вторых ролях не будет. Радикально, жестко, но предельно честно. Она высказала свою позицию, выбор был за мной. Но как его сделать? И возможно ли? Я ведь никогда не планировал, не хотел и не допускал мысли, что кого-нибудь из них придется ставить на чашу весов. Теперь же промежуточные варианты отсутствовали. Надо было решать либо либо. Либо отсечь от здоровой ткани больную и организм переболев поправиться или не разобравшись напротив удалить здоровые и жизнеспособные органы и обречь организм в конечном счете на гибель. Но как отказаться от того, что за последние дни стало жизненно необходимым, когда от одной только мысли, что ее вдруг не станет, терялся весь смысл дальнейшего существования? Наверное так подсаживаются на иглу. Сначала кайф, наркотический дурман, а потом от задержки введения очередной дозы обычные примитивные физиологические функции идут в разлад. Незаметно и очень быстро наркотик, без которого раньше обходился и о существовании которого и не подозревал, внедряется в метаболизм каждой клетки, выключает сознание и диктует свое, что и как и в какой последовательности следует делать. Остаться с ней означало неизвестность, неопределенность и фактически новую жизнь. И то, что прежде тяготило своей предсказуемостью и предопределенностью, превращало дни в серые и однообразные будни, с ее появлением навсегда бы исчезло. Она тревожила и будоражила те самые чувства, которые, как я считал, давно были мертвы. Благодаря Инне я вновь, как в юности, начинал воспринимать все обостренно и тонко. Возможно, это был такой же допинг, который позволял обессиленному и в конец изможденному марафонцу рвануть к концу забега и, падая замертво у финишной ленты, прийти к ней все-таки первому. Она давала шанс прожить остаток жизни не то, чтобы по-новому, а скорее более ярко, без ощущения обреченности, того, что за осенью обязательно следует зима. Это была, конечно же, иллюзия, но как отвергнуть то, что уже состоялось, то, что я реально видел и чувствовал, когда молодая, красивая и желанная девушка, имевшая безграничные возможности в выборе, этот выбор остановила на мне. Теперь слово было за мной. А мои дети, каково будет их потрясение, когда они узнают, что я ухожу из семьи. Под утро из зеркала в конец измученный, будто из-за зеркалья, на меня смотрел незнакомый с воспаленными глазами человек. Я даже отшатнулся. Неужели это я? В ресторан я приехал заранее, за час до ее прихода. Людей было немного, практически все столики были свободны, но я почему-то занял именно тот, за которым мы прежде сидели с Ленкой, празднуя ее день рождения. Сделал это не специально, получилось как-то само собой, и догадался не сразу, а когда понял, пересаживаться не стал. Снова и снова, перелистывая одни и те же страницы, я стал изучать меню. Подошел официант и, предложив свои услуги, принялся расхваливать меню ресторана. У нас очень вкусно готовят. Шеф-повар настоящий француз. Приехал из Леона. Сегодня он объявил день тунца. Как вам карпаччо из тунца, маринованного в травах? Или тартар из тунца с манго и нежным сыром? А может тунец, маринованный в специях, с томатно-перечной сальсой и маш-салатом? Принесите для начала дегустационное плато с устрицами и бутылку шампанского Моээшандо, перебил я его. Хороший выбор, улыбнулся официант и тут же удалился. Скажу ей все и сразу думал я. Не буду тянуть, как только зайдет, сразу же расставлю все точки нады. Ровно в 14.00 в ресторане появилась Инна. Ничего от вчерашнего. в белом скромном трикотажном платье, абсолютно закрытом, с воротником, стойкой и длиной чуть выше колен, я сразу ее не узнал. Настоящая учительница младших классов, и только лаковые туфли на высоких каблуках, и такая же сумка, висевшая на плече, говорили, что эта девушка не случайный посетитель этого ресторана. Сергей Ильич, у вас все в порядке? Не заболели? С участием буквально с порога обратилась она ко мне. Нет-нет, все в порядке, не волнуйтесь, спал плохо. Куда с ее появлением делись мои напускное спокойствие и рассудительность? Сердце вновь вылетало, а заученные, повторенные сотни раз за ночь фразы снова начали путаться в моей голове. Вскочив с места, помогая ей сесть, я отодвинул стоящий напротив стул, и только тут до меня дошло, что она будет сидеть на том самом месте, где раньше сидела Ленка. Неужели раньше об этом нельзя было догадаться? Официант стал разливать шампанское, мне совсем немного предупредила Инна, мне тоже. И хотя я никогда не прыгал с парашютом, сейчас отчетливо представил себя стоящим у открытого Насти шлюка. Я уже поднял бокал, чтобы сказать нечто главное, когда опять появился официант, теперь с огромным блюдом. Как дрессировщик в цирке, заранее зная, что именно в это мгновение сорвет аплодисменты, с восклицанием «Оп!» он вначале ловко водрузил на середину стола подставку, а затем блюдо со льдом и вскрытыми устрицами. Инна с недоумением посмотрела на него, затем на меня «Сергей Ильич, извините, я забыла предупредить, устриц я не ем, у меня на них аллергия». Мы с официантом переглянулись «А вы можете принести листья салата?» спросила она «И все, можно сбрызнуть их соком лайма». Ничего не сказав, но с явным недовольством официант поплелся в сторону кухни. Инна набрал я полную грудь воздуха, встал из-за стола и вновь поднял бокал. Я решил, я ухожу из семьи. Она изменилась в лице. Нет, попытался я ее успокоить. Вы не подумайте, это не спонтанное решение. Я много думал об этом, как видите, не спал, не скажу, что мне просто это далось. Но я хочу до конца быть честным, таким же честным, как и вы передо мной. Я уважаю вашу позицию. Мне импонирует ваша принципиальность. Она подтверждает серьезность ваших намерений и говорит о том, что вы целостная, не идущая на мелкие компромиссы личность. Не скрою, возможно, в том числе за эти качества я вас полюбил. Во всяком случае именно они подтолкнули меня к радикальным шагам. Желая найти поддержку и понимание, я посмотрел ей в глаза. Но к моему изумлению она ошалела, в свою очередь смотрела на меня. Инна, вы же сами потребовали отсечь ненужное. Сергей Ильич, извините. Я не люблю двусмысленных выражений, даже не знаю, что на меня нашло, но я имела в виду совсем другое. Мне хотелось в иносказательной форме пожелать вам избавиться от предубеждений по поводу новых течений в пластической хирургии, произнесла она. Я ведь видела в вас своего бизнес-партнера. Я инвесторов нашла, медиаплан составила. Хотела, чтобы вы возглавили новую клинику. Простите меня, Сергей Ильич, все как-то по-идиотски получилось. Ну, поверьте, я не хотела вас обидеть. Вы очень симпатичный человек, и руки у вас красивые. Она говорила, я ничего не понимал. В голове стоял гул, будто там беспрерывно что-то бурили. А потом где-то рядом раздалась забытая мелодия шансон. Это звонил телефон Инны, на экране которого высветилось слово «Абсолют». Извините, Сергей Ильич, я на секунду, и она вышла из-за стола. Почему «Абсолют», подумал я, и тут же себе ответил. Он же сказал, что из-под земли достанет. Вот и достал. Бурение в голове усилилось. К монотонным звукам добавился пронзительный звук сирены. Он то стихал, то вновь повторялся, разрывал барабанные перепонки и заглушал шум капели, стекающие на скатерть талой воды. Иногда передо мной возникало перекошенное лицо официанта. Он что-то говорил, указывал на мой телефон, но я только отмахивался от него. Пузырьки в бокале, словно выстроившись в бесконечную очередь, все бежали один за другим. Откуда они берутся, думал я, и куда исчезают? Подспудно замечая, как в золотистом отражении вина неожиданно появились очертания Ленки. Она медленно вышла из автомобиля, который показался мне знакомым, а затем, держа что-то в руках, зашла в дом. За ней последовал Юрка. Затем долго ничего не менялось, только бежали пузырьки, капала вода, и зеленили листья салата в квадратной тарелке. Что она здесь делает, думал я? Ведь она прилетает только завтра. А может я схожу с ума? И ни Инны, ни Абсолюта никого не было. Сергей Ильич, ваш телефон звонит, смущенно сказала Инна и указала на мой мобильный. Телефон разрывался сигналом воздушной тревоги. До меня стало доходить, что этот идиотский рингтон, не спросясь, установили те самые ребята из охранной фирмы. Я перевел взгляд на него и в переливе жидких кристаллов дисплея я неожиданно узнал свою библиотеку. Разрешение от 3G камеры было слабым, но я отчетливо видел Ленку, видел, как она вплотную подошла к стоящему в глубокой тени человеку и, как мне показалось, обхватила его шею руками. Кислорода не хватало. Задыхаясь, я отсчитал деньги за заказ и на ходу прощаясь с сыном ринулся к двери. Все кончено. Ни жены, ни друга, ни запоздало вспыхнувшей любви. Ничего. Сознание померкло. Только иногда искрясь, как полуоборванный замыкающий провод, в голове вспыхивали видения, светофоры и вылетающие навстречу машины. Я знал только одно. Надо как можно скорее оказаться в загородном доме. Картинка Ленки в объятиях Юрки, намертво отпечатавшись на сетчатке глаз, сводила с ума. От нее невозможно было избавиться. Она заслонила собой все. Я лишь интуитивно осознавал, что город уже закончился. Я двигаюсь на север вдоль Киевского моря, и мне вскоре предстоит правый поворот. То, что кричал выбежавший навстречу в оранжевые безрукавки мужчина, я сразу не понял. Объезд, кричал он, размахивая красным флажком и указывая то на запрещающий знак, то на работающий впереди экскаватор. Трубу прорвало. На проселочную сворачивайте. Я посмотрел на часы. Четырнадцать тридцать. Я не верил своим глазам. Ровно в четырнадцать в ресторане появилась Инна. Неужели прошло всего полчаса, торопел я. Всего тридцать минут, за которые вся моя прожитая жизнь потеряла вдруг смысл. Замелькали незнакомые места, одиноко стоящие дома, покосившиеся сараи, за которыми вскоре последовали поля, перемежавшиеся жидкими перелесками. Как ни странно, возникшее препятствие понемногу стало прояснять сознание. Продолжая ориентироваться на местности, я понимал, что следует держаться правее, где вскоре должна появиться дорога, ведущая на трассу. На развилке я так и сделал, а через несколько километров пожалел. Дорога сузилась и завела в лес. Я потянулся было к GPS-навигатору, но тут же вспомнил, что оставил его в другой машине. А телефон, похлопал я по карманам, там же есть GPS. Но там было пусто. Он остался на столике в ресторане, вспомнил я, и от этого воспоминания вновь стало дурно. От ярости, будто во всем виноват автомобиль, я до судороги вдавил педаль газа в пол. Машина взревела, и, вырывая из-под колес фонтаны грязи, как раненый зверь ринулась сквозь лесную чащу напролом. Зрение вновь сузилось до тоннельного, а с ним и мышление. В его черном поле исчезли Инна, Абсолют и даже Юрка все оставшееся пространство сейчас занимала Ленка. Ну, как она могла, орал я на взрыд, перекрывая шум двигателя. Как могла? Когда же стало окончательно ясно, что заблудился, я не расстроился, а еще с большим упорством и отчаянием стал гнать машину вперед. Любая дорога куда-нибудь да выведет. Они, как кровеносные сосуды, переплетены и связаны между собой, и ни одна из них не ведет в тупик. Опять начался лес. Дорога исчезла, и я помчался вдоль просеки. Ее, видимо, давно не чистили. Путь то и дело пригождали кустарники и дрожащие на ветру прозрачные осиновые рощицы. И когда показалось, что это и есть тупик, автомобиль неожиданно выскочил на покрытую асфальтом дорогу. Но вот, я же говорил, неожиданно услышал я собственный голос. По этой дороге, видимо, давно не ездили. Из трещин асфальта поднималась высокая трава, кривились заросли тщедушных березок, а местами, сомкнувшись вместе, нависали и преграждали путь кроны растущих по обочинам деревьев. В черном поле сознания неожиданно появилась желтая точка. Я понимал, что это загорелся индикатор топлива в баке, что оно на исходе, но думать об этом сейчас означало вновь вернуться к действительности, погрузиться в грязь последних часов. Я перевел взгляд ниже, и что-то металлическое, бело-красное, промелькнув перед глазами, с грохотом ударило по машине. Я оглянулся, скрюченная труба шлагбаума с грохотом упала на асфальт. Сволочи! И тут все поделили. Скоро проехать нигде будет нельзя, подумал я, но осматривать машину не стал. Какая разница? Хрен с ней! Едет же! Вот где заправку найти, когда не надо, на каждом шагу стоят. На приборной панели компьютер начал обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь, шесть, столько оставалось проехать километров. Да сколько же она жрет, возмутился я. Никаких признаков цивилизации, только лес да лес. Этого еще не хватало. Застрять черт знает где. На дисплее тем временем засветились нули. это продолжалось довольно долго. Я даже обрадовался, да все это туфта, эти датчики электроника, машина же едет. Но двигатель, будто услышав мои слова, неожиданно чихнул, потом еще раз, только на этот раз громче, отчетливее, и, наконец, проехав несколько метров, машина замерла на месте. Но вместо ожидаемой тишины в салон неожиданно ворвались звуки леса. Громко на все голоса пели птицы, где-то далеко куковала кукушка, высоко раскачивая верхушки деревьев, шумел запутавшийся в их кронах ветер, но громче всех пищали комары. Словно по чьей-то команде, как только машина остановилась, они тучами устремились к ней, и, залетая в открытые окна, сходу, не раздумывая, не ища открытых участков на теле, стали нещадно впиваться своими жалами. Я задраил окна, но было поздно. Они носились по салону, а те, что насытились, с брюшками полными моей крови, аллея на солнце, устало дремали на лобовом стекле. Сразу стало не по себе. Как-то очень стремительно я попал в иной, чужой для себя мир. Я посмотрел на часы. Со швейцарской беспристрастностью и точностью, размеренно отмеряя секунды, они показывали 15 часов 30 минут. Полтора часа назад, думал я, я сидел в ресторане и листал меню. Скажи кто-нибудь, что случится позже, никогда бы этому не поверил. А может это к лучшему? В том городе, находящемся так близко, и одновременно далеко не осталось для меня места. Я все отсек, вернее, отсекли меня. И все же надо было что-то делать. Я повернул ключ зажигания, стартер взвизгнул, но привычного урчания двигателя не последовало. Отправлюсь на поиски горючего, постепенно смиряясь со случившимся, думал я, хотя дорога какая-то глухая. Ни одной машины, ни туда, ни обратно за это время не проехала. Кому придет в голову строить здесь заправку? Разве что выйти к деревне и там, у местных, купить любого бензина, хоть самого паршивого, рассуждал я. Сделав несколько шагов, я услышал едва уловимые, тонущие в шуме леса человеческие голоса, скрежет чего-то металлического, трущегося об асфальт и поскрипывание колес. Я прислушался, шум нарастал, без сомнения кто-то двигался навстречу, но из-за поворота дороги, круто уходящей влево, ничего увидеть было нельзя. Я решил дождаться незнакомцев у машины. Наверняка это деревянские жители, думал я, судя по звукам, едут на телеге. Но какая разница? В любом селе есть сейчас транспорт. Где-то же они его заправляют. Уже отчетливо слышались голоса, понять, о чем говорили, было невозможно, но то, что их больше трех, стало очевидно. Наконец, из-за поворота показалась тележка, груженная ржавыми трубами, обрезками, арматурой и металлическими бочками. Вместо лошади ее тянул огромный верзило, трое других подталкивали сзади. Увидев меня, все четверо бросили телегу, юркнули в лес. Металлисты, подумал я, вспомнив, как сам, будучи пионером, тягал металлолом, который потом огромной кучей, никому не нужный, долго ржавел на заднем школьном дворе. Мужики, закричал я, выходите, не бойтесь, я никому не скажу, подскажите лучше, где бензин найти. Долго никто не отзывался. Наконец, из-за кустов показалась голова самого маленького из них, одетого в замызганный двубортный пиджак неопределенного цвета, с потертым воротом клетчатую рубашку, и в такие же, как и пиджак, брюки, пузрившиеся на коленях и заправленные в резиновые с отворотами сапоги. Его глазки буравчиками бегали по мне, и судя по неимоверно трудному мыслительному процессу, протекавшему сейчас в его голове, он столкнулся со сверхзадачей, и решение ее находилось как раз за пределами его потенциальных возможностей. «Кто с тобой?» указал он рукой на тонированные стекла. «Никого, я сам». «А что здесь делаешь?» «Заблудился?» «И вот бензин кончился». Он вновь с недоверием посмотрел на меня. «А зачем ехал сюда с пустым баком?» «Да я же говорю, что заблудился. И вообще я не сюда ехал». «Так звони друганам, пусть выручают». Телефон разрядился, не стал я вдаваться в подробности. «Может, у кого-нибудь из вас есть?» «Нет», замотал он головой, и, наконец, осмелев, он, продолжая озираться, вышел из кустов и подал знак остальным. Первым показался верзила, в руках он держал обрезок трубы, которую, убегая, схватил с тележки. «А этот малый не такой дурак», подумал я. «Ведь он узнал обо мне все. И то, что я здесь один, и то, что у меня нет мобильного, мало ли, что придет им сейчас в голову. Это ты, идиот. Кто тебя тянул за язык? Все четверо, выйдя из леса, двинулись в мою сторону. Я невольно отступил к машине, обеспечивая тем самым себе тыл. Первым шел маленький. Он, видимо, тут заводила, подумал я. Вслед за ним с трубой в руках шел верзила, одетый не по сезону в замасленную телогрейку с торчащими на локтях клоками ваты и драную короткую майку, оголившую его живот с явными признаками пупочной грыжи. Камуфляжные в заплатах штаны и такие же, как у маленького, резиновые болотные с отворотами сапоги. Он сопел и, не отрываясь, смотрел на меня. Подаль стояли похожие, видимо, братья, белесые с выгоревшими ресницами, все в веснушках два коренастых крепких мужичка, одетые в поношенный камуфляж. От всех разило устоявшимся перегаром, дешевым табаком, потом и грязными давно немытыми телами. Депутат обратился ко мне маленький. С чего вы взяли? Я никакой не депутат. И, немного подумав, ведь селяне всегда с уважением относились к врачам, сказал, «Я доктор?» Все четверо с ухмылкой и недоверчиво переглянулись. «А почему на жипе приехал?» «В каком жипе?» не понял я. «На том самом», указал он на машину. «Доктора на таких не ездят». «Мужики, да вы что? Из каменного века не только депутаты на таких машинах ездят. Я хирург и могу себе позволить», сказал я. И тут же подумал, «Зачем я это говорю? Зачем оправдываясь перед ними?» «Мужиками нас обозвал?» возмутился маленький. «Ты гля, какой пан выискался!» «Тамбовский волк тебе, мужик!» «Ты не знаешь даже, как к народу своему надо обращаться!» Пошел он на обострение. «Хлопцы, не зная, как лучше к ним обратиться, произнес я. «Мне нужен бензин! Любой! Семьдесят второй, семьдесят шестой! Всего канистра! Я вам заплачу!» «Какие мы тебе хлопцы!» «Невком с нами ходил!» «Мы не сомневаемся, что у тебя гроши есть!» «Глянь, какое пузо наел! Хряк настоящий!» «Так что с депутатом будем делать?» обратился он к остальным. «Сдаст же!» Те лишь молча сопели и смотрели на меня из-под лобья. Я стал вспоминать, что из тяжелого есть в машине, но ничего не мог припомнить. Подарил же Юрка когда-то биту. Но я посмеялся тогда над ним и оставил ее где-то в гараже. Как бы она сейчас пригодилась! У людей оружие есть, газовые или травматические пистолеты, думал я. А я всегда относился к этому со скепсисом. Мол, кого бояться? Не делай людям ничего плохого, и они ничего плохого не сделают. И руку в карман как тогда в Варшаве не засунешь. Верзила вмиг ударит трубой по голове. Он же глаз с меня не сводит. Надо просто не провоцировать их и стараться идти на контакт. А главное психологически нейтрализовать того маленького. Это он всех заводит. Я уже не знаю, как к вам правильно обратиться, начал я, но мне абсолютно все равно, откуда и куда вы везете этот металлолом. Я не собираюсь, как вы выразились вас сдавать. Мне нужен только бензин, одна канистра. Ему, видите ли, все равно, завизжал маленький. А нам не все равно. Ты думаешь, охота эти железяки тягать? Нам опохмелиться уже нечем. Вот я был трактористом. Скажи, Петро, обратился он кверзили. А теперь не то, что тракторов. Железяк от них в колхозе не осталось. Все развалили. И им мало. Мы, думаешь, не знаем, зачем ты сюда приехал. Захапать и эти земли. Охотиться, рыбачить здесь захотел. Ты же не первый сюда заезжаешь. Житья от вас нет. Сами жируют, а нам помирай. Сначала фершелку из села убрали, а теперь школу закрыли. Репетишки за семь километров в соседнее село ходят. А училкам куда деться? Подумали? Вон Петра дочка. Учил ее, учил, а теперь поехала в Италию, говно там выносит. Уверзилы кровью налились глаза. Я тоже не поддерживаю эту политику. Пошел я на контакт, надеясь найти хоть какие-то точки соприкосновения. Но я не могу на нее повлиять, как можно убедительней, сказал я. Ну чего ты юлишь, взбесился маленький, чего как тут уж между вилами крутишься, за шкуру свою трясешься, мамку готов сейчас свою продать, врет же гадюка и не скривиться. Вам, депутатам, хоть сы в глаза, а вы улыбаться будете, брехать и только про шкуру свою думать. Ну ты только подумай, Петро, как так получилось, что эти самые богатии засели в ради и решают, сколько дать нам минимуму, чтобы мы с тобой не выздыхали. И откуда эти паны берутся? Кажись, всех еще наши деды на вилы посадили. А они, глянь, опять откуда-то повылазили. Ой, хлопцы, чует мое сердце, сдаст он нас прокурору. С каждым словом зверели их лица и, смыкаясь, они все ближе подходили ко мне. Мои аргументы были бессильны, вернее, для них их попросту не существовало. И тут я неожиданно вспомнил, что в бардачке лежит подаренный иной скальпель. Это хоть какое, но оружие, тем более в руках хирурга. Если быстро в пол оборота открыть дверь, думал я, то в прыжке можно дотянуться к бардачку, где лежит футляр со скальпелем, а с ним разговор пойдет совсем по-другому. И когда у кого-то из них под ногами неожиданно хрустнула ветка и на долю секунды отвлекла их внимание, я распахнул дверцу и нырнул в салон. Отсеки ненужное полоснуло по глазам. Как только привычный холод рукоятки скальпеля лег в ладонь, волнение, страх, тревога, неуверенность в себе все вмиг исчезло. Ну, а теперь держись, рянулся я в распахнутую дверь. Тупой удар и яркая вспышка озалили мой мозг. Как в лампочке нить накаливания, которая за миг до мрака ослепительно перегорает. И вслед за этим глухой треск раскалывающегося, словно арбуз черепа, после чего что-то вязкое и горячее стало заливать мои глаза. Падая навзничь, я очень ярко, будто в замедленной съемке увидел кадры из раннего детства. Я совсем маленький, изо всех сил пытаюсь нести огромный арбуз, а он выворачивая руки выскальзывает, падает на асфальт и раскалывается пополам. Я пытаюсь соединить две образовавшиеся половинки, но все тщетно, из них вываливается спелая, крахмальная, с черными семечками алая арбузная мякоть. В отчаянии от собственной беспомощности и никчемности, со слезами на глазах, я ем эту сладкую пополам с солеными слезами арбузную плоть. А потом был звук разбитого стекла и крики «Питпалюй!» Странно, думал я, тогда ведь стекло никто не бил, а затем обжигающий жар, которого тоже не было в детстве, и все исчезло, будто не стало меня, и вслед за этим исчезло время. Его совсем не стало, ничего не происходило, меня. А потом в этом безвремени, спустя вечность, где-то издалека возник еле уловимый топот конских копыт. Он нарастал, это за мной, подумал я. Видимо, правда, что туда уносят кони. Вот только жаль, что я так и не увидел Ленку. Оттопота содрогалась земля, дрожал асфальт, и когда казалось, что они вот-вот подхватят и унесут меня на крыльях в вечность, этот звук неожиданно исчез, сменившись мертвенной, извинящей пустотой. Как это так, думал я? Куда же они делись? И тут же вдогонку первой робкой едва уловимой мысли на перерез ей, ослепляя сознание, пролетела другая. Если я думаю, значит, я живой. Но если это даже не так, все равно, хоть мертвому, мне ужасно захотелось увидеть этих крылатых дивных коней. С трудом раздирая склеенные отспекшейся крови веки, я увидел на том самом изгибе дороги, где совсем недавно стояла тележка, табун огненно-рыжих лошадей. Солнце опустилось, все почернело, и только там, где стволы неплотно смыкались, еще сочился его кроваво-красный предзакатный свет. В этом болезненном свечении будто призраки стояли эти удивительные кони. Это длилось мгновение. Вожак повел ухом, и, взрывая тишину, они, круша и ломая все на своем пути, бросились в лес. Эти звуки вернули сознание, а с ним и нестерпимую боль. С трудом я перевел взгляд на машину. Там, где она стояла, сейчас чернел ее обгоревший и обуглившийся остов с мотками проволочного корда вместо колес. Не взорвалась, подумал я, а потом догадался, бак был совершенно пустым. Оставив меня рядом с ней, они, видимо, рассчитывали, что после взрыва пламя накроет и меня, но этого не произошло. Я попытался подняться, но от боли в голове лес поплыл, а потом исчез. Я снова погрузился в беспамятство. Желтая точка, как и тогда, стала сверлить мой мозг. Как это так, думал я? Машина ведь сгорела, а она продолжает светить. Потом появилась еще одна, а за ней еще две. Из черноты леса на меня не мигая смотрели желтые глаза. Что это оторопил я? Но когда поводаль вспыхнули еще две пары таких же желтых глаз, догадался волки. Их, видимо, привлек запах крови и так же, как тех четверых, возможность легкой добычи. Надо попытаться двигаться, думал я, тогда они точно не нападут. Сейчас не зима, конец лета, пищи хватает, хотя чем черт не шутит? Откуда мне знать, что творится сейчас в их головах? Я попытался приподняться, что-то звякнуло, отсеки ненужное блеснуло в темноте. Не выпуская скальпель из рук, я вначале пополз по-пластунски, а затем встав на корточки, превозмогая боль полез на четвереньках. Четыре пары глаз продолжали светиться и, оставаясь в чаще, неотрывно следовать за мной. Нестерпимо болело в боку, видимо, удар был не только по голове, они прошлись трубой по всему моему телу. Но страх быть растерзанным волками, впрыснув в кровь остатки адреналина заставил двигаться вперед. Я даже сумел подняться с колен и вскоре медленно шатаясь заковылял по пустынной дороге. Обогнув тот самый поворот, я неожиданно увидел чернеющий на фоне неба остроконечный скат крыши, а затем поодаль еще два таких же. Село обрадовался я. Дома были темными, ни огонька и, что показалось странным, не лаяли собаки, не блеял и не мычал скот, и вообще вокруг стояла полная тишина без единого признака жизни. И тем не менее мои преследователи, почуяв, что добыча может уйти, осмелев, вышли из лесу. Теперь я их отчетливо видел. Четыре крупных хищника, один матерый, с обнаженными клыками, и трое за ним. Остановившись, не мигая, они смотрели мне прямо в глаза. Мороз пошел по коже. Я даже представил, как тот стоящий впереди в прыжке впивается мне в шею. «Хозяин!» изо всех сил крикнул я, но вместо крика вырвался приглушенный болезненный рык, от которого звери вздрогнули и шарахнулись в сторону. «Есть кто живой!» Но ответа не последовало. И, повторяясь многократным эхом, этот звук, обращенный в никуда, предварительно вспугнув одинокого филина, бесшумной тенью пролетевшего над моей головой, наконец растворился и исчез в лесной чаще. Вид покинутого человеческого жилья вызывал даже больший ужас, чем хищники. В их действиях, в отличие от мертвого полуразрушенного дома, была хоть какая-то предсказуемость. Здесь же ее не было вовсе. Меня ожидала полная неизвестность. Подгоняемый взглядами я шагнул вперед. Калитка скрипнула и, рассыпавшись в труху, упала к моим ногам. Сразу вспомнились голливудские фильмы ужасов, те самые первые, еще на магнитофонных кассетах, озвученные переводчиком, говорящим в нос. «Успокойся», сказал я себе. «Настоящая опасность за твоей спиной». Темный двор был давно заброшен, успел прорасти кустарником и чахлыми кривыми березками. Дверь оказалась не запертой, вернее, с нее был сорван замок, сиротливо висевший сейчас на одной петле. Так и не вскрытый, насквозь проржавевший он продолжал охранять неизвестно что. После того, как дом покинули, здесь кто-то явно побывал, причем довольно давно. Сквозь исцелевшие ступеньки крыльца успели прорасти, неожиданно преградив путь, небольшие сосенки. Ржавые петли, протяжно всхлипнув, болезненно застонали, и я вошел в чужой дом. Сердце так громко ухало, что показалось, внутри кто-то есть. Под ногами хрустело стекло, пахло пылью и тленом. К этим запахам добавлялся едкий, горьковатый запах сажи и гари, исходивший из давно нетопленных печей. Небольшая печь, стоявшая в углу, была полностью разворочена, вырваны с мясом дверцы, колосники и варочная плита, металлисты поработали, подумал я. Сквозь пыльные в клоках паутины оконные стекла, делая обстановку в доме еще более мрачной и жуткой, с трудом пробивался безжизненный лунный свет. Мои преследователи, видимо, осознав, что добыча ушла, неожиданно издали болезненный, холодящий душу, пронизанный безысходностью и обреченностью вой. Я никогда не слышал вживую волчьего воя. Знал о нем только понаслышке и то большей частью по рассказам Джека Лондона. Но то была художественная литература. А здесь, в лесу, это были не просто звуки. Своим тембром и звучанием они уходили глубоко в подсознание. Бесконечная, безграничная безысходность заполнила всю мою душу. Я вдруг почувствовал себя одним из них, без шансов на дальнейшее существование в той прежней жизни, которую я покинул, разрушил и уничтожил, где предал я и предали меня. Отсеки ненужное. Какая ирония. Вот я и отсек. Горький, удушающий, разрывающий внутренности комок подступил к горлу. И, захлебываясь слезами, давясь ими, я стал беззвучно скулить и подвывать волкам. Этот находившийся неизвестно где покинутый дом, его потухший очаг, от которого веяло тленом, забвением и разложившийся будто мертвой плотью, золой и сажей, был моим подобием. Внешне и внутренне стал таким же опустошенным и разрушенным, как и этот дом. А в моей душе, разрывая ее в клочья, не умолкая, выли волки. Превозмогая боль, дрожа то ли от нервного перевозбуждения, то ли от накатившегося жара, видимо, от нанесенных ран поднялась температура, с желанием поскорее избавиться от этого удушливого, едкого, мертвого запаха давно не топленных печей, я провел рукой по карманам, надеясь найти зажигалку. Бумажника, впрочем, как и часов, не оказалось, зато грабители не взяли простенькую пластиковую зажигалку. Одно движение и вспыхнул огонь. Пламя дрожало, поочередно вырывая из тьмы, грубо сколоченный, покрытый грязный и заскорузлой клеенкой стол, покосившиеся кривоногие стулья, настиж распахнутый неказистый буфет с битой посудой и неожиданно появившуюся здесь же деревянную кровать, устланную пыльным ватным тюфяком. Все это неистово дергалось, извивалось тенями, плясало и исполняло жуткий хоровод смерти на темных, давно небеленных стенах дома. От этой пляски голова пошла кругом. Меня вновь чуть не стошнило. Обжигая пальцы, продолжая освещать жилище, я заметил на окне покрытую пылью керосиновую лампу. Стекла не было, фитиль давно высох, но внутри оставались капли горючего. Перевернув лампу и дождавшись, пока керосин пропитает фитиль, я, наконец, ее зажег. Ровное пламя без диких плясок озарило комнату. Волки, наконец, смолкли, наступила тишина, и ко мне потянулись ее леденящие, физически ощутимые щупальца. Хотя это нельзя было назвать тишиной, что-то постоянно шуршало, двигалось и издавало скрип, приходилось все время прислушиваться, напрягать слух, вздрагивать от каждого нового неизвестного звука. Я даже поймал себя на том, что с волками было спокойней, не так одиноко. Восникало ощущение, что ты здесь не один. Я оглянулся вокруг. На полу валялись обрывки газет, школьные в клеточку тетради, испечленные неумелыми, кое-как выведенными каракулями. протянув вперед беспомощь на руки, лежала замусоленная и обезглавленная кукла. Сколько таких покинутых сел в Украине? Если нас уже не 50, а 47 миллионов, а может и того меньше. Кто считал? В чем-то все-таки правы те металлисты? Сотни тысяч граждан этой страны с непутевым правительством во главе, не думающим о создании рабочих мест, вынуждены искать лучшие доли за рубежом. Как следствие брошенные дети, рухнувшие семьи и пустые дома. Пожелтевшие страницы газеты «Правда» от 16 ноября 1982 года вещали о смерти генерального секретаря. Вчера весь советский народ, все прогрессивное человечество, проводили в последний путь верного продолжателя ленинского дела, пламенного борца за коммунизм, выдающегося политического и государственного деятеля современности Леонида Ильича Брежнева. Здесь же на первой полосе была опубликована речь Андропова, вскоре тоже покойника. Как скоротечно и неумолимо время! Оно будто гримасничает, смеется над нами. Сколько энергии, переживаний, человеческих жизней было положено! И во славу чего? Пустоты! Смяв газету и забрав валявшийся на полу мусор, я отправил все это в топку. Меня знобило, хотелось согреться, но больше все же избавиться от запаха той самой мертвой гари, которую я то и дело с отвращением глотал. Языки пламени резво побежали по строкам давно позабытых всеми событий, превращая последние в пепел и тут же исчезали в клубах сизого, медленно поднимающегося над хламом дыма. Ошалевший он никак не мог найти выход. Метнувшись поначалу в дымоход, он возвращался назад, проникал в комнату, стерился густой, слоеной, медленно колышущейся, будто морская поверхность, пеленой вокруг. Наконец, наиболее настойчивые клубы дыма нашли брешь, и огонь вначале нехотя, а затем веселее стал пожирать остатки полуистлевших, забытых и оставленных здесь вещей. Темный свод заброшенной печи осветился живым огнем, а от свежего дымка начало клонить ко сну. Нестерпимо болело в боку, особенно при вдохе, видимо, было сломано ребро. Свернувшись калачиком, как когда-то в детстве, когда, обидевшись, я ложился на пол и, притворившись мертвым, долго ждал, пока мама пожалеет, я лег на пыльный чужой тюфяк и, понимая, что никто не придет, не пожалеет, глотая слезы, уснул, а вернее, потерял сознание. Первое, что я ощутил, был запах свежеиспеченного хлеба. Он возник ниоткуда, будто галлюцинация, еле уловимый и исчезающий, а затем вполне отчетливый и осязаемый, материализовавшийся вскоре в тончайшие оттенки и полтона, золотой хрустящей корочки, поджаренной с темно-коричневым глянцем горбушки и белого, наздреватого еще горячего внутри мякиша. Он заставил открыть глаза и проглотить набежавшую слюну. Я ничего не понимал. Что это? Совсем другие стены, чистая постель. Как я здесь оказался? Последнее, что припомнилось, была ночь, полуразрушенный давно покинутый дом, языки пламени и сизый, стелющийся слоями по комнате дым. Теперь же был день, и я лежал в чужой кровати, под чужим ватным с ромбом посередине одеялом. Одна часть мозга вспоминала, анализировала и содрогалась от всего, что до этого произошло, а вторая пыталась понять, где же я все-таки сейчас нахожусь. Наконец, когда кое-как улеглись, никак не хотевшие влезать в голову, противоречивые, взаимоисключающие и убивавшие друг другом мысли, откуда-то издалека явилась вначале робкая, а затем назойливая, надоедливая и настырная, будто осенняя муха мысль, а как же Ленка, наверное, обыскалась, а вслед за ней другая, а может, ничего и не было? Я что-то напутал, увидел то, чего и в помине не было? Может, это глюк? Телефонный вирус? Кристаллы на дисплее телефона сами случайно, как стеклышки в игрушечном калейдоскопе, сложились в такую идиотскую комбинацию. Перед глазами снова возникла очень четкая, та самая, будто отсканированная мозгом картинка, библиотека, книжные полки, тень человека и Ленка, прижимающиеся к нему. Нет, никакой это не вирус. Это было на самом деле. Опять стало трудно дышать и заболело сломанное ребро. Ну, а сам задал кто-то внутри меня неожиданно вопрос. И, взбешенный самим появлением сомнений на этот счет, я взорвался. Что сам? Что сам? Я изменял, переспал с ней. Да, понесло. Сорвало крышу, увлекся. Сознание помутилось, но я же не предал. Ну, а раньше не унимался тот же. А что раньше? Так, баловство. А вот Юрка, как он мог? От этих мыслей стало так больно, горько и одиноко, что слезы сами покатились по щекам. Все рухнуло, ничего не осталось. За стеной мерно тикали часы, а с улицы едва слышно, слившись в один приглушенный гул, доносились характерные для сельской местности звуки. Где-то далеко, не злобно, больше для порядка лаяла собака, недовольная чем-то блеяла коза, с выгона, протяжным мычанием вторила ей корова, под окном же безумолку, затихая ненадолго, лишь после грозного окрика петуха, наводившего в своем птичьем гареме порядок, греблись и громко кудахтали куры, живо, будто базарные торговки с удача ком-то. День догорал, и солнце, проникнув в комнату сквозь маленькие оконца с цветными вышитыми занавесками, лениво нежилась на соседней, вышедшей из моды с блестящими никелированными шарами кровати. На беленых стенах темные от времени будто окна в прошлое висели старинные рамы. В мутье их стекол просматривались едва различимые лица, взиравшие на меня недоуменно и вопрошающие из пожелтевших, покрытых бурыми пятнами фотографии. От этих взглядов становилось не по себе. Я чувствовал себя незваным гостем, казавшимся будто в дурном сне в чужой кровати. Одежды кроме трусов на мне не было, а голову сдавливала чистая марлевая повязка. Но ведь кто-то все это сделал? Перетащил или перевез из того дома сюда? Между стеной и дряхлым с тусклым зеркалом двухстворчатым шкафом стояла этажерка с книгами. Я всегда считал, что по книгам, находящимся в доме, можно больше узнать о человеке, их владельце, его пристрастиях и увлечениях, его кругозоре именно против, насколько он тщеславен и глуп, прячась за чистоколом никогда не читанных корешков парадных изданий. Наряду с томиками Чехова, Достоевского, Шевченко и Толстого на полках стояли школьные учебники по физике, химии, биологии и истории. Наверное, учителя, подумал я, но странно смотрелись находившиеся здесь же научные труды по квантовой физике, тибетская книга мертвых, потрепанные старинные издания Пятикнижия, Евангелия и Библия. «Так кто же они такие?» Я попытался подняться и не смог. Все поплыло перед глазами. Комната и все ее содержимое пришли в движение, а тело, превратившись в неподъемный, бесформенный мешок, совершенно меня не слушалось. Я вновь опустился на кровати и стал прислушиваться к звукам. Сонно на окне жужжали мухи, а за стеной неспешно тикали часы. Казалось, прошла вечность, ничего не менялось. Наконец, в соседней комнате хлопнула входная дверь, а затем под тяжестью шагов скрипнула половица, и вскоре что-то металлическое, возможно, душка, звякнуло, а наполненное водой ведро. Я замер. На меня неожиданно навалился страх. Шаги приближались, и я машинально, непонятно зачем, потянул на себя одеяло. Когда дверь приоткрылась, я увидел высокого, крепкого телосложения мужчину, страх сразу же прошел. Меня успокоил его взгляд, доброжелательный, спокойный и проницательный. Казалось, он смотрел не на меня, а куда-то вглубь, безошибочно прочитывая при этом все мои мысли. Так обычно смотрят учителя на вновь прибывшего ученика. Да и внешне он похож был на учителя. Длинные седые волосы, открытый лоб, вьющаяся борода, которая делала его старше, и глаза умные и одновременно праведно строгие. На нем была такая же, как и у тех металлистов камуфляжная форма. Может, здесь мода такая, подумал я. С воскрешением обратился он ко мне. С каким воскрешением, не понял я. С возвращением с того света. А я там был. Мы уже пять дней без сознания. А какой сегодня день недели? Пятница. Как пятница, оторопил я. Шесть дней были стерты из памяти. Увидев мою растерянность, он пришел на помощь. Да вы не волнуйтесь, уже все позади. Главное, что вы пришли в себя. И тут же рассказал о том, как нашел меня, пошел искать козу, и в заброшенном доме увидел меня. Он был возбужден, радовался моему выздоровлению, суетился, поправлял одеяло, но главное, как мне показалось, он особенно был рад мне, как собеседнику. Рассказал о себе, о своем нехитром хозяйстве, видах на урожай, но при этом не лез в душу. Наш разговор походил на беседу случайных попутчиков, волей судьбы оказавшихся в одном купе. Его звали Савва Геннадьевич. В прошлом, как я и догадывался, он был учителем физики и математики. Преподавал в местной школе, приехал в эти места по распределению, здесь и остался навсегда. Жил один, несколько лет назад похоронил жену. Она тоже была учителем, преподавала язык и литературу. Последние годы тяжело болела, перенесла инсульт и три года после этого не вставала. Ведь он же ему на лежачих думал я. «Сначала жена, теперь я». И вновь попытался встать. На этот раз, хоть и с трудом это удалось. «Вы бы полежали еще», попытался он меня удержать. «Меня, наверное, обыскались, а я тут валяюсь. «А телефон у вас есть?» спросил я у него. «Нет». «А у соседей?» «У меня нет соседей. Я здесь один». «Как один?» И понял я. «И что, поблизости никого нет?» «Ну, почему никого?» «В соседней деревне за 10 километров отсюда есть люди». «А почему здесь никто не живет?» Он с удивлением посмотрел на меня. «Здесь же зона». «Какая зона?» «Чернобыльская». «Других у нас, слава богу, нет». «Вы хотите сказать, что мы сейчас в Чернобыльской зоне?» «Ну, а где же еще?» «Вы разве не знали, куда ехали?» «Конечно, нет. Я заблудился». «Понятно». «А что с машиной произошло?» «Какие-то отморозки, подожгли». «Это они вас так избили?» «Да», рассеянно ответил я, «по сравнению с только что услышанной новостью, это событие казалось уже такой мелочью, «а до станции отсюда далеко», спросил с волнением я. «Нет, совсем рядом, вон за тем лесом», указал он на окно. Но я ничего, кроме ослепительного солнца, никак не желавшего убираться на запад, за тот самый Чернобыльский лес не увидел. «Этого еще не хватало». «Какой же я идиот?» «Головой надо было думать, куда ехать. Неужели это так близко от Киева?» с ужасом подумал я. «Здесь же все заражено. Сколько же радиаций я успел уже хватануть?» «А тот дом», вспомнил я, покинутое село, «теперь понятно, почему газеты там за восемьдесят пятый год». «Интересно, сколько здесь миллирентген? А может, даже рентген?» Я никак не мог вспомнить названия единиц, которыми измеряется радиация. А ведь когда-то, готовясь к ядерной войне, на занятиях по военной медицине, их постоянно вдалбливали нам в головы. «А что вы здесь делаете?» спросил я у него. «Как что?» «Живу». Я, конечно, слышал о самоселах, людях, проживающих здесь, но всегда считал их решение глупым и недалеким. А тут и человек вроде образованный и туда же. «Сава Геннадьевич, но здесь ведь жить нельзя. А там, где вы живете, разве лучше? Здесь, по крайней мере, не грабят и не убивают». «Что вы такое говорите?» возмутился я. «Именно здесь меня и ограбили, чуть не убили». «Это пришло», и возразил он. «Таких здесь нет. Вы их сами там породили, озлобленных и деморализованных». «А тут что, какие-то особенные живут?» возмутился я. «Можно и так сказать, неожиданно задумался он». «Вы живете сами в этом, убедитесь». «Этого еще не хватало», возмутился я про себя. «Сматываться отсюда надо поскорее». А он продолжал. «Помните разговоры еще в 86-м, сразу после аварии? Все тогда считали, что авария однозначно приведет, если не к гибели всего живого в зоне, то как минимум к мутациям несовместимым с жизнью. Прошло 25 лет, и что мы видим? Природа возрождается. Восстанавливаются популяции исчезающих птиц, животных и растений, а серьезных мутаций так и не было. И были. Сама природа восстановила прежний баланс. Знаете, какой отсюда вывод? Ну, и как у России спросил я, думая о своем самым страшным существом на планете, которые представляют угрозу всему живому, является человек. Природа в состоянии вынести все, даже радиацию, но только не человека. Ну, и влип, подумал я. умник Деливенский. Конечно, я благодарен ему, он действительно спас меня, но задолбает же своими рассуждениями. А вслух сказал, Саввий Геннадьевич, все, что вы говорите, прописная истина. Это давно всем известно, но прогресс же не остановишь. Согласен, эта мысль не нова, невозмутимо произнес он, но самое страшное, что с этим смирились, махнули, как на безнадежного двоечника рукой, а тот и рад стараться, ведь ему этим самым развязали руки, делай теперь, что хочешь, а вернее, не делай ничего. Знаете, в чем феномен этой зоны? Ну и в чем, с иронией спросил я? А в том, незамечая моего откровенного скепсиса, продолжал он, что, оградив колючей проволокой кусочек планеты, правда, предварительно при этом ее уничтожив, человек создал особую резервацию, где появилась возможность возрождения ее в первозданном виде. Весь земной шар в его руках, он продолжает неистово его уничтожать, а этот маленький клочок земли напротив, лишившись его влияния, стал возрождаться. Мало того, находясь здесь, как ниоткуда можно наблюдать за всем человечеством, его поведением, за всеми его метаморфозами и трансформациями. зона стала храмом, местом вдумчивого размышления обо всем сущном на земле, местом созерцания и самопогружения, местом познания истины. Он говорил, а я его уже не слышал, думал о Ленке, о том злополучном дне. «Мои воспоминания были похожи на то, как в детстве, непонятно для чего, начинаешь сдирать коросту с еще не заживших колен, ковыряешь ее до тех пор, пока не пойдет кровь, и рана, вместо того, чтобы зажить и зарубцеваться, начинает вновь кровоточить и болеть». «Савва Геннадьевич», прервал я его рассуждения, «А в том селе, о котором вы говорили, у кого-нибудь есть телефон?» «Да, у бабы Ганны». «А не могли бы вы завтра сообщить моим, где я нахожусь?» «Конечно». Солнце, которому, видимо, давно надоел этот разговор, собрав оставшиеся предзакатные лучи в один, растеклось ярким пятном по подоконнику, где, свернувшись клубком, задремало, как кошка, а затем неожиданно исчезла. Наступили сумерки, и по комнате будто мыши забегали тени. Саввий Геннадьевич засуетился, «Вы голодные, а я вас разговорами кормлю». «Но мысль есть в зоне, зараженные продукты, мигом отбил у меня аппетит, вот только запах свежего хлеба все не давал покоям. Разве что горбушку хлеба, а молока, парного, только что выдаил. Вот в нем-то радиации как раз и немерено подумал я, но почему-то против собственной воли произнес «Хорошо». Ну и правильно обрадовался он. Хлеб я сам пеку, на паре, и дрожжи делаю сам, хмель, отруби и закваска. Такого вы никогда не попробуете. В Чернобыль, правда, раз в неделю приезжает автолавка. Ну разве это хлеб? А электричество у вас есть, спросил я, замечая, что в комнате стало совсем темно. А для чего я преподавал столько лет физику? Взял лопасти от вертолета, подсоединил танковые аккумуляторы, и вот вам свет. Он щелкнул выключателем, и загорелась крошечная размером со сливу лампочка, осветившая комнату тусклым желтоватым светом. В зоне несколько могильников военной техники. Ее оставили здесь, в 86-м, сразу после сооружения саркофага. Поначалу охраняли, а теперь одни остовые остались. Потом всю ночь я не мог уснуть. Погода испортилась, подул сильный ветер. Он забывал, раскачивал деревья и беспрестанно гонял по потолку черные ключи тени. Вскоре к шуму ветра добавился шевест дождя уже нелетнего, затяжного, монотонного и невыносимо тоскливого. Как дальше жить, думал я. Простить? Ну, что значит простить? Это никак не отражало сути произошедшего. Простить можно ребенка за шалость, за то, что он неосознанно или же по глупости что-то натворил. А здесь убили. Убили в буквальном смысле. И вернуть то, что до этого было, уже невозможно. С этим можно смириться. Но не проснуться я рано. Дождь стих, за окнами серел рассвет, а в соседней комнате вовсю хозяйничал Сава Геннадьевич. Он растапливал печь, гремел сковородками и кастрюлями, и вскоре целая симфония звуков, будоража воображения и аппетит заполнила весь дом. Что-то кипело, томилось, неистово булькало и шкварчало, эти звуки сводили с ума. Да какая разница, думал я, а на киевских базарах что продают и, не дождавшись приглашения, заковылял на кухню. С добрым утром обрадовался Сава Геннадьевич. А ведь он действительно мне рад, подумал я и представил этот дом зимой в метель, занесенной снегом. На завтрак были деруны с густой домашней сметаной, простокважа с краюхой черного хлеба и ароматный чай с вересковым медом в сотах. К концу завтрака я даже ослаб. Меня начал оклонить в сон. Сава Геннадьевич, закончив дела по хозяйству, засобирался в дорогу. А телевизор у той женщины есть, спросил я? Есть. В некоторых селах поблизости от Чернобыля никогда не отключали электричество. Сава Геннадьевич, замялся я. У меня к вам еще одна просьба. Прежде чем звонить моим, посмотрите, пожалуйста, сводку происшествий. Я, правда, забыл название той телепередачи, кажется, Магнолия, но, короче, звоните только при условии, если меня разыскивают. Он ничего не сказал, а только пристально посмотрел куда-то вглубь меня. Я остался один. Лежать было не в моготу, и я вышел во двор. В голове по-прежнему гудела, в ногах слабость, но так хотелось на воздух. Дом когда-то крепкий, хозяйский, заметно захерел, врос в землю. Так и с людьми, думал я. К тому же, как не старался Сава Геннадьевич, что-то неуловимое говорило о том, что дом остался без хозяйки. Не чувствовалось заботливой женской руки, малейших штрихов, вазона на окне, какой-нибудь кружевной салфетки или рушника. Прилегающий двор, довольно большой огород и сад. Все было обнесено высоким забором. Как рассказал Сава Геннадьевич, в последние годы резко возросла популяция диких животных, кабанов, лосей, оленей и косуль, не говоря уже о зайцах, волках и бисах. На пасеку к нему однажды даже медведь захаживал. Разорил там несколько ульев и сарай, где хранились рамки и вощина. Без забора никуда, говорил он. Да и тот лотать постоянно приходится. То кабаны, почуяв урожай картофеля осенью подроют, то лось явится полакомиться яблоками. И хотя заброшенных садов в округе много, их всегда почему-то тянет к жилью. От него я узнал, что те кони, которых я принял за табун смерти, на самом деле дикие лошади Пржевальского. Их сюда специально завезли вскоре после аварии для каких-то непонятных экспериментов. За забором виднели заброшенные полуразрушенные дома. Сквозь некоторые из них, пробив кровлю, проросли огромные деревья. Хронометрируя время, его биологический ход, они будто заявили, с момента аварии прошло уже четверть века. И вскоре, кроме них, и лесной непроходимой чащи, ничего здесь не будет. И только яблоневые сады пытались робко с ними спорить, неспешно и грустно опадая желтыми и красными никому не нужными плодами высокие некошенные травы. Странно, но увиденная картина разрушения и тлена гибели человеческого жилья уже не вызывала во мне прежних чувств обреченности и тревоги. Напротив, это было возрождение. Возрождение естественного через гибель наносного, противоестественного и чужеродного. Природа на моих глазах возрождалось, а человек становился здесь лишним. Рассуждая об этом, я неожиданно заметил, как соседний сад пришел в движение. Ветра не было, а деревья заходили ходуном. Это продолжалось довольно долго. Наконец, огромный сахатый, в рогах которого застряла увешанная яблоками сломленная ветвь, картинно вышел из сада. Смеряя меня взглядом, он, как истинный хозяин, неспешно проследовал дальше. Зрелище было завораживающим. Лоснящаяся шерсть, мощный круп, огромные ветвистые рога и яблоки, застрявшие в них. Наступил полдень, а Савва Геннадьевич не возвращался. Интересно, дозвонился ли он, подумал я. А если да, то как отсюда выбираться? А может, Ленка за мной приедет? Я слышал, что в зону проезд возможен, надо только предварительно оформить пропуск. Не дождавшись Савва Геннадьевича, я вновь зашел в дом. Лица с пожелтевших фотографий тут же перевели свои взоры на меня, но смотрели уже не тревожно, а с интересом, будто желая удостовериться, стоит ли открыться таком, как я, и поведать то, о чем обычно молчат. Я уже многих из них знал, вот этот военный с тремя квадратами в петлицах, старший лейтенант Красной Армии, боевой летчик и тесть Савва Геннадьевича Иван. В первые дни войны его самолет сбили, и, находясь без сознания, он попал в немецкий плен. Он чудом выжил, несмотря на то, что прошел целую вереницу лагерей смерти. Последний из них находился в Баварии, где военнопленных использовали на строительстве подземного военного завода. Именно там фашисты пытались создать оружие возмездия, атомную бомбу. Авиация союзников постоянно бомбила этот завод, и однажды, в начале мая 1945 года, одна из бомб угодила в лагерь. Началась паника, группа пленных, воспользовавшись неразберихой, кинулась бежать. В числе них был и Иван. Охрана, заметив беглецов, бросилась в погоню. Как потом рассказывал Иван, убегая, он заметил девушку, она бежала рядом. В соседний женский барак также угодила бомба, и часть женщин, наряду с мужчинами, покинули лагерь. Девушка отставала, ее, видимо, ранила. Вся грудь ее была в крови, он подхватил ее на руки и уже потерявшую сознание донес до леса. Перевязывая рану, он увидел, как хороша она была. Даже лагерь не смог стереть ее красоту. на следующий день пришли американцы. Для Марии, так звали девушку, война закончилась, а Иван, вернувшись на родину, опять попал в лагерь и только спустя пять лет вышел на свободу. В родном городе на Алтае его никто не ждал, жена, узнав, что он предатель родины, к тому же бывший зэк, подала на развод. Как же удивилась Мария, вновь увидев Ивана. Она знала своего спасителя всего лишь несколько часов, но успела передать ему свой адрес и навсегда полюбить. Девушка была уверена, что он вернется. Так и случилось. А старший лейтенант, уроженец Алтайской земли, навсегда полюбил Марию и эту Полесскую землю. Полюбил красоту ее рек, Припяти, Ильи, Ужа, Грезли и Вересни. Сонную тишину многочисленных полных рыбы и водоплавающих птиц озер, ее песчаные плесы и пахнущие медом сосновые леса. Он председательствовал здесь и здесь же был похоронен, нашел упокой в этой поросшей горькой полынью чернобыльником земле. Сколько таких судеб осталось в каждом заброшенном и покинутом доме, сколько могил бесследно зарастет травой. Не говорит до конца правды, Савва Геннадьевич, подумал я. Наверняка он остался здесь из-за нее, Анны, своей супруги, чернобровой красавицы, смотревшей сейчас на меня со стены. Он не может покинуть ее могилу, оставить здесь одну. Возможно, это глупо, но поступать по уму, как ни странно, иногда даже глупее, чем кажется на первый взгляд. Он рассказал, что его взрослые дети живут в Киеве, иногда наезжают, жизнь отца в зоне не одобряют, считают чудачеством, но в последнее время смирились с этим. К тому же, как оказалось, люди, покинувшие эти места, будто вырванные с корнями деревья, по статистике, живут меньше, чем те, кто, несмотря на радиацию, остался здесь. Я вспомнил, как Савва Геннадьевич говорил о том, что время в зоне идет по-иному, утратив обычную прямолинейность и стреловидность. Наличие начала и конца острия рассекающего пространства и хвоста, теряющегося где-то в прошлом, оно тут надломилось и пошло по кругу. Один сезон сменяется другим, весна летом, осень зимой, где начало, где конец и разобрать. В этом движении по кругу терялся страх смерти. Она становилась не концом, а началом чего-то. Вот чего? Но время здесь, как говорил Савва Геннадьевич, не только пошло по кругу, оно повернуло вспять. Все вернулось на круги своя. Самые передовые технологии, атомная энергетика, вернула людей, оставшихся в зоне, назад, буквально в каменный век. Савва Геннадьевич даже сравнивал самоселов с племенами людей, выжившими в ледниковый период. В отличие от исчезнувших и разобщенных неандертальцев, именно сплоченность и взаимовыручка помогли им выжить. Что же произошло потом? Почему вся последующая история пребывания на земле человека — это череда бесконечных войн и убийств? Почему в мире до сих пор ежегодно умирает от голода 8 миллионов человек, а в мусорные баки выбрасывается втрое больше пищевых продуктов, чем необходимо для того, чтобы их накормить? В стране, находящейся в центре Европы и вступившей в 21 век как индикатор нравственной отсталости, продолжают умирать дети. Они умирают от заболеваний, которые давно легко и успешно лечатся в других странах. И умирают лишь потому, что в бюджете этой страны не нашлось денег. Хотя все это можно было предусмотреть. Ведь в процентном отношении количество детей, к примеру, с вновь выявленным лейкозом легко и достоверно просчитывается. Просто надо поменять сам принцип приоритетности расходования средств. Что может быть важнее сохранения человеческих жизней? Я вспомнил, как, включая телевизор, в каждом выпуске новостей слышал призывы к сбору средств на лечение этих самых детей, брошенных своим же государством на произвол судьбы. Найдут деньги, они выживут. Нет, умрут. Видел лица и глаза, не по возрасту, мудрые и обреченные. К этому невозможно привыкнуть. И все же, как ни жутко осознавать, это стало нормой нашей жизни, как и то, что после выпуска новостей следуют светские новости. И к стоянке телевизионной студии начинают съезжаться автомобили, стоимость которых способна спасти не одну человеческую жизнь. А может, как раз наоборот, думал я? Являясь исключением из правил, страна и прежде всего ее так называемая элита, не вписываясь в общемировые гуманистические тенденции, продолжая оставаться неразвитой и духовно отсталой, пребывая в плену собственных первичных инстинктов, направленных на безудержную утеху собственного я, как раз и демонстрирует своей отсталостью наличие этого самого духовного процесса. Как так получилось, думал я, что в стране с еще недавно декларируемой социальной справедливостью, строящей общество всеобщего равенства и прогресса, как нигде проявились самые жуткие первобытные и звериные качества человека? Почему небольшая группа людей, обобрав до нитки оставшуюся и большую часть населения лишило ее не только возможности достойно существовать, но и лишило права на жизнь ее детей? Думая об этом, я неожиданно понял значение картин киевского художника, увиденных не раз в галерее современного искусства в Пинчук арт-центре или на выставке в эмстетическом арсенале. На них в человеческих одеждах были изображены приматы, самодовольные, взирающие на зрителей свысока, с нескрываемым высокомерием и превосходством. Одни из них, вальяжно раскинувшись в мягких креслах, курили дорогие сигары, демонстрируя при этом часы стоимостью в полмиллиона евро. Александр Дергрейт от компании Улисс Нардан. Другие увлеченно, глазами холодными, алчущими, готовыми на все ради наживы, внимательно просматривали биржевые сводки. Те и другие не обращали никакого внимания на публику, собравшуюся у картин. На той же выставке я увидел инсталляцию под названием «Дорога». Узкая черная лента шоссе с разделительной полосой посредине, уходящая вдаль, в бесконечность, сужалась на горизонте до лезвия бритвы и рассекала пространство на две мрачные серые половины. Сама дорога была зажата между гигантским крестом с распятием Христа с одной стороны и протянувшейся вдоль нее массивной цепью с тяжелыми каторжными кандалами с другой. Посыл автора был ясен. Только выбрав путь посредине, опасаясь гнева Божьего и следуя мирским законам, можно не сбиться с дороги. Неужели это действительно так? Неужели нет внутри никакого стержня, благодаря которому можно без внешних угроз, команд и понуканий идти по жизни прямо и оставаться человеком при любых условиях? С выпаса донеслось протяжное мычание коровы. Я слышал его давно, но не придавал значения. Ну, мычит себе корова, да мычит. Но сейчас к нему добавились гортанные тревожные нотки. Она будто молила о помощи. Может, пить хочет, подумал я. Окончательно распогодилось, солнце ослепительно сияло, а ветер, будто неугомонный пес, гнал тучные, наполненные влагой облака далеко на запад, где, сгрудившись вместе, словно стадо на выпасе, они исчезали, засинеющие на горизонте кромкой леса. Пастбище находилось недалеко от дома, на широком заливном лугу. Заявидев меня, корова еще громче замычало. Вытянув шею и натянув привязь, она уставилась в мою сторону. Рядом паслась коза. Увидев меня, она блеснула своими выпуклыми, похожими на крошечные стеклянные пуговки, глазами и, горделиво, задрав голову, брезгливо отвернулась. Ты посмотри на нее. Характер свой показывает, возмутился я. И тут же подумал, а может, я уже выгляжу так, что и коза меня ни во что не ставит. Небритый, с недельной щетиной, в драном и замызганном костюме, сплошь покрытом бурыми пятнами засохшей крови, свьевшейся сажей и грязью, я действительно походил сейчас на бомжа. Нет, пить корова не хотела. Невдалеке, извиваясь ужом, тихо журчал и стекал в проросшую камышом низину, небольшой ручей. Причиной ее беспокойства скорее всего было набухшее полное молока вымя с тугими, вытянутыми вперед, как пальцы в пятерне сосками. Ну вот, этого еще не хватало. Впутал еще и корову в свои дурацкие игры. Ведь наверняка Савва Геннадьевич к моим словам «разыскивают меня или нет», отнесся более чем серьезно, а животное теперь страдает. «Марта! Марта!» окликнул я ее. «Мартой звали корову моей бабушки». И это было похоже на Марту. Такая же коричнево-бежевая, с молочно-белой звездой во лбу и глазами влажными, карими и какими-то грустно-покорными. Заслышав мой голос, она вновь промычала, но уже не тревожно, а как-то протяжно, приветственно, будто попыталась в ответ произнести мое имя на своем коровьем языке. Ну, как тебе помочь, проведя по холке ладонью, как к человеку обратился я к ней? Я же доить не умею. От прикосновения она вздрогнула и влажным глазом пристально посмотрела на меня. «Хорошо, хорошо, я что-нибудь придумаю, не в силах выдержать этот взгляд», произнес я и заковылял к дому. Я вспомнил, как однажды меня совсем маленького отправили на целое лето к бабушке в село, как я ходил с ней на выгон далеко в поле, к самому лесу на полуденную дойку. Она несла в одной руке небольшое покрытое марлей жестяное ведро или подойник, а в другой крошечную табуретку или, как тут говорили, ослинчик. Я же нес завернутую в тряпицу краюху насдреватого и душистого хлеба. Его бабушка сама испекла в огромной, занимающей чуть ли не половину комнаты, печи. Дорога казалась бесконечной. Я уставал, начинал ныть, а потом садился у обочины и заявлял, что никуда уже не пойду. И только бабушкины слова о том, что Марта ждет моего прихода, ищет меня и волнуется, заставляли подняться и идти дальше. Она действительно меня ждала. Завидев издалека, срывалась с места и громко мыча устремлялась в мою сторону. А я, протянув ладонь с хлебом, наблюдал за тем, как она огромным, таким же бежевым, как ее окрас, языком, ловко одним движением отправляла его себе в рот. Сейчас я повторил все то, что делала когда-то бабушка. Помыл соски, помассировал теплое, наполненное молоком вымя, а затем осторожно, ужасно при этом волнуясь, обхватил пальцами ее сосцы. Ощущение было таким, будто я коснулся женских интимных и потаенных мест. Одно движение и две тугие струи звонко ударили в пустое ведро. Молоко пенилось, пузырилось пышной белоснежной шапкой, поднимаясь все выше и выше. Когда оно иссякло в задних, я приступил к дойке передних сосцов. Марта поначалу, как и я, встревоженная и напряженная, окончательно успокоилась. Прикрыв веки, она жевала жвачку и, как мне казалось, удовлетворенно улыбалась. Глядя со стороны, вероятно, трудно было бы понять, кто из нас двоих был сейчас более счастлив, я или корова. Но если она смотрелась здесь вполне органично, то я, всклокоченный, с повязкой на голове, в грязном, хотя и дорогом костюме и таких же дорогих модельных, купленных когда-то в престижном бутике туфлях, сияющей, блаженной, совершенно безумной улыбкой, напоминал, скорее всего, сбежавшего из психиатрической клиники пациента, нежели человека, несколько минут назад рассуждавшего о глобальных проблемах бытия, а несколько недель назад щеголявшего в смокинге из самой дорогой в мире ткани. А может, все гораздо проще, думал я, я все усложняю, может, все проблемы от оторванности человека от природы, от невозможности нормального существования в искусственно созданном им пространстве, ведь оно виртуальное, придуманное и иллюзорное, все глубже засасывает в себя. Являясь и сегодня достаточно большим, оно вскоре вполне сможет заменить реальное. В нем и время течет по-другому, по-своему, нарушая биологический ритм человека и всего живого. А истина здесь, вот она, в стекающем по пальцам молоке, в сияющем вдалеке лесе, в солнце, зависшем над засыпающим, предосенним, утомленным и готовящимся к длинному зимнему сну лугам. Как, наверное, здорово возвращаться в зимних сумерках домой. Под ногами поскрипывает снег, на синем кобальте вечернего неба сияют редкие желтые и холодные звезды, а вдалеке живым огнем светится и манит к себе крошечный окон. Внутри дома жарко, полыхают поленья, шкварчит глазунья на огромной чугунной сковорде, сверкая оранжевыми, будто солнце, желтками из домашних, а не из супермаркета яиц. Но самое главное здесь она, Ленка. Она хлопочет по дому, расставляет к ужину посуду, и в ее нехитрых движениях весь смысл моего существования. За окном будет выть метель, будут потрескивать в печи дрова, а мы с ней, прижавшись друг к другу, будем говорить до самого утра. А может, появление Инны было не случайным, думал я, это как ледоход на реке, сметая и уничтожая все на своем пути, он в конечном счете очищает русло, расчищает реку от придонного ила, растущего по берегам и сдерживающего течения камыша, рвет длинные и путанные стебли кувшинок, гонит прочь ряску и болотную, висящую кулаками зеленую тину. Возможно, она и появилась для того, чтобы я понял окончательно, осознал, что кроме Ленки мне никто и никогда не нужен. Однако, что делать, если невозможно подавить разумом первичное, еще звериное и первобытное чувство ревности. Как и в стае, где побеждает сильнейший, тебя дважды отвергли, отдали предпочтение другим самцам. Это сделала Ина, выбрав Абсолюта, и Ленка, приблизив к себе. Савва Геннадьевич вернулся поздно, в глубоких сумерках. Я увидел его издалека. Высокая, угловатая и черная, будто головешка фигура отделилась от леса и замаячила на фоне догорающего заката. Выглядел он уставшим, хмурым и расстроенным. «Дозвонили?» с нетерпением спросил я у него. Я не стал звонить. «Почему?» поторопил я. «Никто вас не разыскивает». «Это как?» теряя самообладание, прокричал я. «Да так», повысил голос Савва Геннадьевич. «Ни на одном канале о вас не упоминают. Я даже детям в Киев перезвонил. Никто о вас ничего не слышал». «Я ничего не понял. Прошла неделя с того злополучного дня, а меня никто не разыскивает. Здесь что-то не так». «Может, у меня даже перехватило дыхание». Ленка позвонила в тот самый момент, когда я уходил из ресторана, а Инна ответила на этот звонок. Я даже представил, как это было. Выходя из-за столика, она замечает на мокрой скатерти, как звонит мой телефон. Желая его вернуть, она отвечает на звонок. Какой при этом состоялся диалог? Трудно себе представить. Но то, что Ленка могла заподозрить меня в предательстве, вполне вероятно. Возможно, поэтому она меня не разыскивает. Я не мог уснуть, ворочался, путался в горячих и скомканных простынях. Савва Геннадьевич тоже не спал. За стеной в соседней комнате было слышно, как он тяжело вздыхал, скрипела его кровать, как он вставал и пил воду, зачерпнув ее эмалированной кружкой из стоявшего здесь же у входной двери оцинкованного ведра. Мне же в голову лезли самые невероятные и идиотские мысли. А что, если он меня обманул, никуда не ходил и не звонил? Не может такого быть, чтобы Ленка меня не разыскивала. Пусть даже и состоялся между ними какой-то разговор. Это же не повод вычеркнуть меня из жизни. Человек пропал, исчез. Неужели я так прожил свою жизнь, что по существу никому оказался не нужен? Так промелькнул, будто на ночном небе метеорит, который и рассмотреть-то по сути нельзя. Был он или нет, даже желание не успеваешь загадать. Но если так, там мне нечего делать. Лучше уж остаться здесь навсегда с Саввой Геннадьевичем. Нет, никуда он не ходил. Ему скучно здесь одному, вот и решил меня удержать. Эк охватил, возмутился во мне тот же прежний голос. Еще Савву Геннадьевича вздумал впутать в свои делишки. Ты в себе разберись. Савв Геннадьевич, будто прочитав мои мысли, тихо постучал в дверь. Не спите? Нет. Свет можно включить? Включайте. Сдирая со стен тьму, вспыхнула крошечная лампочка. И непонятно почему, я рассказал Савву Геннадьевичу абсолютно все. За окнами бледжил рассвет, пели петухи, крошечная лампочка давно потухла, видимо, сел аккумулятор, а я все говорил и говорил, впервые в жизни исповедуясь перед совершенно чужим человеком. Он молчал, ни разу меня не прервал, внимательно слушал, но все больше и больше мрачнел. Когда я наконец замолчал, наступила такая тишина, что мне показалось, я не только выговорился, а реально вывалил из своей головы весь мусор и хлам, который накапливался там многие годы. Я понимал, что поступил малодушно, свои проблемы перевалил на чужого человека и даже по-своему стыдился этого, но чувство облегчения, внезапно наступившая свобода от обязательств, от навалившихся неразрешимых задач заслоняло собой все. Я не просто ему все рассказал, открыл свою душу. Теперь я ожидал от него ответного движения, сочувствия, понимания и поддержки, но Савва Геннадьевич молчал, пауза затягивалась, на окне стали жужжать и просыпаться мухи, наконец, тяжело вздохнув, он посмотрел в окно и неожиданно сказал «Пороть пора, совсем светло». «Что значит пороть?» оторопел я. Значение этого слова мне хорошо было известно, так говорила моя бабушка, когда шла убирать за скотиной. Услышать его сейчас, после того, как я излил душу, рассказал о самом интимном и наболевшем, было не просто оскорбительно, это был откровенный плевок в мою сторону. Выходило, что убирать за скотиной для него было важнее, чем говорить со мной. «Вы что, не хотите мне ничего сказать?» не выдержал я. «А что вы желаете услышать?» невозмутимо спросил он. «Ну, не знаю», замялся я. «Ну, хоть что-нибудь?» «Я всю ночь говорил с вами. Вы считаете нормально молчать после этого?» «Вам так важно мое мнение?» спросил он. «Во всяком случае, это лучше молчаливого равнодушия». «Хорошо», оживился он. «Я считаю, что вы никогда и никого кроме себя не любили, а еще заблудились во времени и в пространстве собственного я». «Такой ответ вас устраивает?» ледяным голосом закончил он. «Это было так неожиданно, что, растерявшись, я смог лишь промычать что-то вроде утвердительного «Угу». Он ушел, и я остался один. Меня буквально трясло. Психотерапевт хренов. Да что он понимает? И додуматься же до такого. Заблудился во времени и никого не любит. Кажется, скажи прямо, у вас кризис среднего, ну, пусть даже не среднего, неважно какого возраста, главное, понятно и вполне достаточно. Зачем унижать человека, добивать лежачего. Идите завтракать, позвал Савва Геннадьевич. Спасибо не хочу, мне действительно не полез бы кусок в горло. Вы что, обиделись? Заглянул он в комнату. Да нет, просто ожидал услышать другое. Не обижайтесь. Я не хотел вам сделать больно. Вы обычный, ничем не хуже и не лучше других человек. Вам просто трудно себя рассмотреть, увидеть и объективно оценить. В реальной жизни вы же не видите себя целиком. Только фрагментарно и только отразившись в зеркале можете получить о себе цельное представление. Отнеситесь к моим словам как к зеркалу. А где гарантия, что оно без дефекта? Какое-нибудь кривое? Ну, вы же для чего-то рассказали мне о наболевшем, о том, что вас мучает. Я ничего не ответил, а только подумал. И действительно, какого черта, кто тянул меня за язык? Наконец он прервал тишину. Давайте позавтракаем, а потом поговорим. Если вы будете не согласны с моими аргументами, тут же прекратим разговор. Такой вариант вас устраивает? Хорошо, нехотя процедил я, понимая, что ситуация по своей сути идиотская, и в то же время у меня появилось странное ощущение, будто мне собираются поставить диагноз. То, что я болен, было бесспорно. Оставалось теперь уточнить, смертельно это или излечимо. На столе стоял творог со сметаной, простокваша и в палец толщиной нарезанный хлеб, дымилась глазунья не меньше, чем из десяти яиц, прозрачной слезой из сот истекал вересковый мед. Не дождавшись окончания завтрака, Савва Геннадьевич завел разговор. Вот вы говорили о сознании и подсознании, о том, что человечество духовно эволюционирует, но ни разу при этом не упомянули о душе, об истинном я или сверхсознании. Суть этих понятий одна, только термины разные. Вы, в принципе, отрицаете наличие у человека души? Началось, думал я. Интересно, в какую религию или секту он будет сейчас меня заманивать. Вот почему у него столько церковной литературы. Но вслух сказал, проблема души за гранью науки. Меня интересовал человек прежде всего как материальный объект с присущими ему объективными признаками и характеристиками. Ах, да, воскликнул он, я ведь забыл, что вы материалист. Но как материалист вы должны знать основы квантовой физики, как раз и изучающей первокирпичики материи. Помните опыт со щелями? Нет. Вот видите? А еще пытаетесь рассуждать, что первично, материя или сознание? Я пропустил мимо ушей эту колкость. И что это за эксперимент? Давайте поговорим вначале о сознании. Его наличие, как вы утверждаете, и превратило нас из приматов в человека или хомо сапиенс, но оставило у нас в виде подсознания инстинкты и звериную сущность. Вы с этим согласны? Удивился я. Полностью согласен. А вы не допускаете, что сознание человека несовершенно и отражает мир в искаженном виде, что мы оцениваем реальность не такой, какая она есть на самом деле. Скажу больше, полагаясь исключительно на сознание, мы оторвались от действительности, и это наша основная проблема. Сав Геннадьевич, мы оцениваем реальность при помощи анализаторов, органов чувств, зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Искажение восприятия реальности возможно тогда, когда не функционирует один или несколько из этих органов, или же расстроен сам разум. Материя, если помните, есть объективная реальность, данная нам в ощущении. Спасибо. Я хорошо помню эту догму. Давайте теперь рассмотрим, что в дальнейшем происходит с ощущениями. Ведь суммируясь, они складываются в представлении. Взять, к примеру, лимон. В отличие от животного или ребенка, которым для составления представления о предмете его необходимо потрогать, понюхать или попробовать, взрослый человек замещает представление о лимоне абстрактным понятием. Способность к абстрактному мышлению позволяет человеку оперировать предметом не касаясь его, а заменив сам объект звуковым символом. Достаточно лишь произнести слово лимон, и у вас в сознании возникает четкая его картинка. Вы даже почувствуете запах и вкус, хотя реального предмета нет рядом. Совокупность этих символов, зашифрованные в слова предметы, категории и явления создали виртуальную, созданную только разумом человека, интеллектуальную реальность. И она, как линза, тут же отделила его от реального мира, сквозь нее он теперь видит и ощущает мир. Мало того, он стал познавать его ни разу с ним, не соприкоснувшись. Знания черпаются из книг, телевидения или интернета. Мы перестали опираться на собственные ощущения и, соответственно, на представление всецело отдаваясь абстрактным понятиям. А если речь идет не о банальных предметах, а о таких сложных понятиях и категориях, как любовь, честь и совесть? Ведь, избавившись от необходимости непосредственных ощущений, заменив их суррогатом интеллектуальных понятий, человек лишился полноты переживаний, наполненности жизни и пытается заменить этот дефицит ощущений удовольствиями, едой, питьем, неуемным стремлением к обогащению и сомнительными развлечениями. Интеллектуальная, виртуальная или искаженная реальность это особая система, живущая по своим законам. Втягиваясь в нее, существуя в ней, человек вынужден жить и действовать по ее правилам. Истинные ценности заместились ложными. Продолжая испытывать потребность в любви, нуждаясь в ней, он, тем не менее, отказывается любить конкретных людей, так как это требует определенных духовных усилий с его стороны. Куда проще заменить ее суррогатной, стать кумиром миллионов безликих и абстрактных людей. В признании славе, не любя никого, как наркоман он ищет забвения, погоня за ложными ценностями, безудержная жажда власти и зачастую оборачиваются для него убийством миллионов себе подобных. Но самое страшное, измельчав духовно, человек перестал связывать себя со вселенной. Замкнувшись в мерке несовершенного социума, он продолжает вариться в том же бульоне, который когда-то сам и заварил. Вот вы, к примеру, рассуждаете о глобальном, о проблемах детей, обвиняете в жестокости власти, а сами, чем лучше их? Вместо того, чтобы лечить и спасать людей, заниматься, кстати, прямым своим делом, вы стали слугой богатых дамочек, исполнителем их сиюминутных и сомнительных капризов. Скажу больше, рассматривая вас с этих же позиций, я понял, что вы вовсе не любили ту девушку, вы полюбили свои переживания, холили их или леяли, пытались найти в ней то, что давно исчезло и никогда не вернется, себя еще юного. Да и свою жену Лену никогда не любили. Вы любили само чувство к ней, но не ее саму. Я молчал. Если с остальными его доводами еще кое-как можно было согласиться, то насчет Ленки это полная ерунда. Он ненадолго замолчал, но, заметив, что я никак не отреагировал на его слова, продолжил. Разум или сознание в конечном счете сыграли с человеком злую шутку. С одной стороны, они приоткрыли ему глаза, а с другой тут же одели искажающие реальность очки с толстыми, едва прозрачными линзами. Так где же тогда истинное я, сверхсознание или душа, спросите вы? В состоянии ли оно видеть реальность без искажений? Оказывается, может. Первый раз это происходит в детстве. Ребенок своим еще незамутненным абстрактными понятиями сознанием или истинным я познает мир в ощущениях, но едва он успевает нанести контур или схему реальной действительности, как она начинает заполняться порожденной его мозгом или иллюзорной или интеллектуальной реальностью, не умеющей ничего общего с истиной. К примеру, ребенка, не успевшего осознать себя и мир, заставляют любить Бога, вернее, не самого Бога, а ложное представление о нем, одновременно навсегда отбивая желание его искать. С возрастом истинное я, сверхсознание или душа опутывается плотным коконом и изначально настроенное на гармонию душа подавляется дисгармонии искаженного сознания и только изредка, как лучик света, у каждого человека из этих глубин прорывается чувство прекрасного, чувство гармонии, а также сострадания, милосердия и любовь. И только у просветленных, избавившихся от наслоившихся ложных представлений действительности, появляется возможность, как в детстве, видеть и ощущать реальность в неискаженном виде. Гуманистическая духовная эволюция человека как раз и есть результат того, что таких людей, способных поменять мировоззрение всего человечества, с каждым годом становится больше. Ваши детские воспоминания — это и есть желание вновь прикоснуться к первоисточнику, сверить свой путь сегодня с тем первым, ранее намеченным. «Ну что, не устали?» спросил он. «Да нет, даже по-своему интересны. Никогда не рассматривал сознание под таким углом зрения. А над тем, почему добро побеждает зло, никогда не задумывались?» «Конечно, думал, как любой человек. Странно, правда? Ведь зло беспринципно, коварно, у него огромный арсенал. По сравнению с ним добро беззащитно, уязвимо, лишено маневра и ограничено в средствах. И все же, как вы и признали, идет духовное перерождение человека. Его эволюция и из Homo sapiens, по вашей теории, он вскоре превратится в Homo Moralis. Знаете, мне понравился этот термин Homo Moralis. Он внушает оптимизм. Так вот, человек изначально создан по образу и подобию Вселенной. Он часть ее, ее суть. Законы, действующие в квантовой физике, распространяются и на него, ведь он состоит из того же вещества или материи, что и Вселенная. Вы о теории Большого Взрыва, надеюсь, слышали? Да, читал об этом, вспомнил я подаренную Андреем книгу. Если помните, в первые мгновения сотворения Вселенной началось образование вещества и антивещества. Взаимодействие между собой то и другое аннигилировало, то есть взаимно уничтожалось с выделением огромного количества энергии. Если бы количество одного строго соответствовало другому, ничего, кроме выделившейся при этом энергии, не осталось бы. Но случилось так, что вещества на крошечную долю, всего на один процент, оказалось больше, чем антивещества. и этот оставшийся один процент от всего и есть материя или все то, что мы видим вокруг. Так и с добром. Чудо. Но его всегда оказывается на один процент больше, чем зла. А теперь коснемся того самого эксперимента, с которого мы и начали разговор. Сознание там соприкасается с материей и напрямую влияет на нее так же, как и материя на сознание. Вы ведь наверняка слышали, что элементарная частица, электрон, ведет себя иногда как частица, а иногда как волна. Естественно, возникает вопрос, так что же собой представляет материя? Это волны или частицы, или то и другое вместе? В ходе эксперимента это как раз и пытались установить. Через узкую щель в металле по одному на экран стали пропускать электроны. И тут неожиданность. Оказалось, что если производить замеры, фиксировать или наблюдать за этим процессом, то есть внедрять в происходящее свое сознание, электроны приобретают свойства частиц, а если нет, свойства волны. Выходило, что воздействие сознания на электроны меняло их свойства. Так что же тогда первично, а что вторично? Материя или сознание? Я считаю, что ответ находится как раз за гранью нашего восприятия, искаженного интеллектуальным взглядом на реальную действительность. Подходя к этой проблеме узко, с материалистической или сугубо идеалистической позиции, мы натыкаемся на стену непонимания реальности. Разделяя понятия материи и сознания, мы окончательно зашли в тупик. Материя и сознание тождественны, они неразрывно связаны между собой. Материя определяет сознание так же, как и сознание материю. Другими словами, сознание и материя это одно и то же. Они по сути идентичны. Доказательством этому другой эксперимент квантовой физики. Опыт со спутанными электронами. Оказалось, что если взять два электрона из одного источника, где они как-то контактировали друг с другом, и один электрон отправить, к примеру, на край Вселенной, а у другого изменить какие-нибудь свойства, то информация об изменениях мгновенно станет известна тому электрону, который давно со скоростью света улетел на край Вселенной. Мало того, он тут же в точности повторит все те преобразования, которые ранее претерпел его собрат. Но если во Вселенной все порождено большим взрывом, выходит, что спутано и взаимосвязано в ней абсолютно все. И любые процессы, где бы они ни происходили, мгновенно влияют на всю систему в целом. Образно говоря, выбрасывая недоеденный кусок в мусорный бак, вы тем самым вытаскиваете его из чего-нибудь рта, спасая одну душу, спасаете мир, убивая животное или человека, уничтожаете себя. Какой из всего этого следует вывод? человек продукт и часть вселенной. Он состоит из того же вещества, что и она. Его сознание и есть материя, оно способно на нее влиять, так же, как и материя на сознание. Взаимно проникая, они творят друг друга, но человеку страшно представить и осознать, что посредника между сознанием и материей нет. Он привык верить в Создателя, цепляется за Него, как маленький ребенок за ходунки. И вместо того, чтобы распрямить спину, сделать первый самостоятельный шаг к пониманию и прозрению, поверить в себя как Творца, наконец, взять ответственность за все происходящее, он продолжает прятаться за старых идолов, неистово молится им и вымаливает прощение за свои непрекращающиеся грехи. Ну, а душа? Какое место вы отводите ей, спросил я. Я уже говорил, что душа или первичное истинное я всегда находится в человеке. Это его суть, ничем не обремененная, она, как частичка глобального вселенского разума, с момента возникновения новой жизни вливается в новый организм. С возрастом неизменная, гармоничная и сама воспринимающая гармонию, она прикрывается иллюзорным или виртуальным сознанием. К ней все реже и реже обращаются, забросив, как ненужную вещь, на чердак. И только когда действительно становится плохо, о ней вновь вспоминают. Но вот парадокс. Как только становятся лучшие, о ней опять забывают. И только на смертном адре, осознав все и вся, слишком поздно сожалея о содеянном, ее пытаются вновь разыскать. Душа — это, образно говоря, пассажир. Являясь частичкой вселенского сознания, она внедряется в оболочку человека, точно так же, как пассажир останавливает проезжающий мимо автомобиль. Успевая произнести лишь конечную точку своего маршрута, доверив себя, по сути, незнакомому человеку, он несется в неизвестность. И никто, уже глядя на пролетающий автомобиль, не размежевывает понятия водителя и пассажира. Отныне это единое целое. И теперь все будет зависеть от опыта и навыков того, кто за рулем. приборная доска это органы чувств. Их показания определяют, что следует делать водителю. Но а душа она сидит на заднем сидении. Савва Геннадьевич говорил, и от его слов картина мира, ранее размытая, будто акварельный рисунок, стала приобретать четкость и ясность. И то, что совсем недавно казалось разрозненным и случайным, грудой цветных мозаик, неожиданно по цвету и содержанию становилось на свое место. Перед глазами возник фрагмент гентского алтаря братьев Ван Эйк из Кафедрального Собора Святого Бавона, который я увидел на Софиевской площади. Из огромного по размерам алтаря тут были представлены ключевые моменты библейской истории сотворения мира. Вот рука Евы, держащая запретный плод, еще миг и наступит просрение. Она осознает себя человеком. Рука Адама потянулась к фиговому листку, для него осознание это прежде всего чувство стыда. Он впервые его ощутил и тем самым навсегда отмежевался от своего животного начала. Амулы, ослы и лошади, изображенные с противоположной стороны, по-прежнему, как ни в чем не бывало, находясь под контролем собственных инстинктов, мирно пасутся на лугу. Следующий фрагмент. И перед зрителем предстают уже в одеяниях, стоящие рядом с создателем, всего на полголовы ниже его, не Иоанн, креститель, и Мария, как первоначально задумывал автор алтаря, а Адам и Ева, обновленные и духовно возрожденные. Тут же крупным планом акцент на руке Адама. Недавно она стыдливо прикрывала чресло, а теперь вознесена к небу, к космосу и вселенной. И хотя библейская картина сотворения мира по форме была подана необычно и, по сути, меняла ее первоначальный канонический смысл, потаенный посыл автора, переосмыслившего произведения братьев Ван Эйк, заключался в другом. Это было не просто панно, а мозаика из расписанных яиц, которые раздавали совершенно разным людям для росписи. В проекте участвовало более сотни тысяч людей из 42 стран мира, священники и заключенные, дети и старики, православные и католики, атеисты и глубоко верующие. Яйцо, как символ жизни, каждый расписывал по своему усмотрению, невольно выражая в рисунке свое видение красоты, гармонии и вкуса и тем самым оставляя на нем частичку или слепок своего собственного я. Все яйца были разного цвета. У кого золотое, у кого красное, зеленое или черное, расписывая яйца, люди не могли знать, где те в конечном счете окажутся. Это была модель некого коллективного, бессознательного, и тот, кому досталось золотое яйцо, как прототип жизни, усыпанный золотом и достатком, с упоением расписывающий его, не мог знать, что вскоре оно займет место на кончике хвоста осла, на который случайно упал предзакатный солнечный луч. А тому, кто получил черное, безрадостное и беспросветное, не суждено было знать, что оно займет место в очах Господа и станет зниться его. И только потом, среди собранных воедино, уже не случайно, а в соответствии с планом, с замыслом автора, каждый мог рассмотреть и увидеть свое яйцо на заранее предусмотренном месте, как аналог собственной жизни. Картина бытия теперь представлялась полной. Она была соткана из крошечных потоков сознания, которые, сливаясь вместе, трансформировались из индивидуального, бессознательного, маленьких, замкнутых мирков собственного я, в коллективное бессознательное – мы. А затем переходили в чистый поток сознания, в завершенное творение автора – бытие. Отсутствие на этом полотне всего лишь одного яйца сознания или жизни человека нарушило бы всю его гармонию и зияло на нем черной дырой абсолютной пустоты. Здесь все было едино – и замысел автора, и сам материал, из которого был выполнен этот замысел. В нем слились в одно целое мысли автора и мысли сотен тысяч случайных людей. Они будто творили друг друга. Автор творил полотно, а само полотно, его частички, сделанные другими людьми, превращали его создателя. И что первично, что вторично, было не разобрать. Ведь замысел автора мог и не возникнуть без адресата того, кому и предназначался этот посыл. Одно порождало другое. Творец создавал нас, как и мы, творца. Напрашивался вывод. Мы не знаем, что будет потом. Наверняка известно только одно. Причина всегда порождает следствие, как и следствие причину. Если так, то случайности нет. И наше появление также было не случайным. Но главное, вырвал он меня из-за бытья, вы заблудились во времени, а его не вернешь. Оно необратимое и течет только вперед. Это, кстати, подтверждается вторым законом термодинамики. Тепло отменения нагретого предмета никогда не перейдет к более горячему. Звезды угасают и сходят со своих орбит. Их потухшие обломки, сжимаясь в гравитационном поле, летят к центру галактики. Время под воздействием гравитации также сжимается и приостанавливается. Достигнув центра галактики, тому самого места, где находится черная дыра, звезды бесследно в ней исчезают, а время настолько замедляется, что превращается в вечность. Вы угасаете, но трагедии в этом нет. Не пытайтесь вернуть то, что уже не вернешь. По меньшей мере, это даже глупо, ведь каждый прожитый год это как ступень, ступень к пониманию себя и всего того, что вас окружает. Этот данный каждому природой шанс никак нельзя упустить, ведь он дает возможность ответить на вопрос всей жизни. Зачем вы здесь и для чего появились? Поверьте, это далеко не всем удается. Живя по инерции, в попыхах, цепляясь за прошлое и путаясь в мелочах, большинство покидает этот мир, так и не осознав, что они здесь делали. Время вечно и сиюминутно. Настоящего в нем нет, оно неуловимо, приходя из будущего, оно тут же становится прошлым, и в этом стремительном потоке нам ничего не остается, как делать правильный выбор. Время, как и выбор, необратимо, и изменить ничего нельзя. Жизнь это и есть выбор, ведь живя, мы только то и делаем, что постоянно что-то выбираем, и из собственных желаний каждый незаметно придет свою жизнь. Ну, вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сказать, задумчиво закончил Савва Геннадьевич, а потом, немного помолчав, глянул на часы и вскочил с места. Время идет, а я козу не перевязал, а она у меня с норовом. Чуть что, колок вырвет, и ищи потом по всей округе, он ушел, а я остался один. Конечно же, он прав. Время назад не вернешь, и ничего уже не исправишь. Это все равно, что отсечь ненужное. Пусть будет так. Пусть законы физики против меня. Пусть я отсек не то, что нужно, и время никогда не вернуть, и тем не менее, вопреки всему и вся, больше всего на свете я хотел вернуть сейчас Ленку. Я посмотрел на часы. 14.30. В это же время, неделю назад, я остановился у развилки к объезду. Если бы я тогда не свернул, поехал прямо, не было бы сейчас этой зоны и всего того, что случилось потом. выбор. Его всегда приходится делать. Ну, а если ошибся? Неужели вернуть ничего нельзя? Я уставился на стрелки, минутную и часовую. Они не двигались. И стало казаться, что время, как в черной дыре, замерло. И только маятник, совершая размеренные монотонные движения, свидетельствовал о том, что оно продолжает свой ход. Циферблат был похож на галактику, а направление движения звезд совпадало с движением стрелок. Если бы его остановить, думал я, повернуть назад. Какой смысл разбираться в себе и в том, зачем и почему появился на этот свет, когда ответ очевиден, Ренка? Без нее терялся смысл моего существования. Я впился глазами в стрелки, желая воли потоком своего сознания повернуть время вспять. Минутная стрелка вздрогнула и вместо того, чтобы перешагнуть на следующее деление тридцать первой минуты, неожиданно, будто споткнувшись, сделала шаг назад. Я не верил своим глазам и даже протер их. Но пока я это делал, стрелка сделала еще один шаг к двадцать восьмой минуте, а потом еще уже к двадцать седьмой, а затем неожиданно совершила полный оборот в прошлое, а затем еще и еще, а потом набирая обороты, будто сорвавшись в пропасть, бешено завращалась ее вращение потянуло за собой часовую, и та вначале нехотя, а потом все быстрее закружила в обратном направлении. Они вращались так быстро, как вращаются лопасти самолета, пропадая в мареве взбитого ими же воздуха. От этого вращения стало трудно дышать, закружилась голова, вначале все поплыло, а затем исчезло из глаз, и только полосатый бело-черный шар, а за ним маленький мальчик, неожиданно возникли и заполнили собой все пространство обзора. Это было неосмысленное движение, а доведенное до автоматизма рефлекторное действие. Правая нога соскочила и, немея до боли, вжала за скрежетавшие тормоза в пол. Меня тут же подбросило и дернуло вперед, отчего ремень безопасности больно впился в тело. Машину юзом понесло на встречную полосу, запахло горелой резиной. Автомобиль, оставляя после себя две извилистые будто змеи черные полосы, от которых поднимался сизый дымок, неожиданно соскочил в глубокий кювет и, уткнувшись в его поросший травой и колючим кустарником край, будто оцепенев от содеянного замер. От удара меня сильно тряхнуло и вдавило в сидение, а по салону будто на перегонки полетели музыкальные диски, какие-то бумаги, мелкий мусор, пластиковая бутылка с водой и стаканчик из-под кофе, который я все никак не собрался выбросить. Я ничего не понимал. Тупо уставившись в приборную панель автомобиля никак не мог взять в толк, ведь я воочию видел его обгоревшим. А мой костюм, на нем не было пятен крови, сажи и грязи. Он был безупречно выглажен, и только в области локтей наметились едва заметные заломы. Лицо гладко выбрито, на голове никакой повязки, а в нагрудном кармане пиджака на своем привычном месте нетронутым лежал бумажник. Необычной была лишь мертвенная бледность, воспаленные красные глаза и губы, высохшие и побелевшие, сквозь едва заметную розовинку которых проступил отчетливый синюшный оттенок. Но главное часы, как ни в чем не бывало сегудная стрелка бежала вперед, а минутная, дождавшись, когда та свершит полный оборот, уверенно перешагнула на деление тридцать первой минуты. Крошечном окошечке красовалась цифра двадцать один, а рядом три латинских буквы АУГ. От увиденного можно было сойти с ума. Двадцать первое августа. Выходило, что сегодня суббота и неделя еще не прошла. А как же зона, оторопел я. Савва Геннадьевич, те бандиты наконец, а может и Инны вовсе не было. Трясущимися руками я стал открывать бардачок, как и тогда это удалось с трудом. Футляр был на месте, я вскрыл его, до боли знакомая надпись вновь полоснула по глазам «Отсеки ненужное». Теперь я наверняка знал, что следует отсечь. Тот самый мальчишка, который минуту назад бросился за мечом под колеса моей машины, как ни в чем не бывало, стоял сейчас на страже футбольных ворот и, не замечая ничего вокруг, болел за свою команду, штурмующую ворота противника. Никакого объезда не было. Эта дорога вела прямо в коттеджный городок. Ко мне стало возвращаться сознание, и я, кажется, понял, что произошло. Это было состояние аффекта, кратковременное помутнение сознания. С момента появления рабочего с флажком, которого в действительности не было, у меня начались галлюцинации, игры разума. Я погрузился в транс и пребывал в так называемом трансперсональном сознании. И хотя все прояснилось, не было никаких прожитых семи дней, мне только предстояло их прожить, ведь сегодня суббота, 21 августа, не было зоны Исавы Геннадьевича. Я вдруг почувствовал горькую, глубокую и щемящую потерю, будто навсегда потерял близкого и дорогого для себя человека. Замелькали знакомые дома, белокрасный шлагбаум, охранная будка, прилегающие соседние улицы, и, наконец, с темной черепичной крышей и высокой каминной трубой появился мой дом. Ленку я увидел издалека, она срезала розы, увидев меня, подбежала к воротам. Сережа, куда ты пропал? Звоню тебе, звоню, а ты трубку не берешь. Я телефон потерял, замялся я, а потом добавил, забыл в ресторане. На мои слова она никак не отреагировала, а я сюрприз тебе приготовила. Прилетела на день раньше, спросил я, нет, пойдем скорее. Она распахнула дверь, ведущую в библиотеку, знакомые книжные полки, тусклый, едва пробивающийся сквозь тяжелые шторы солнечный свет, камин, в глубокой тени которого чернял силуэт человека. Кто это, торопел я? Мой подарок, весело пропела Ленка, сюрприз, о котором я тебе говорила. Рыцарь. Я уставился на него. Ты что, не рад, удивилась она? Ты же мечтал о нем с детства. Всегда говорил, что детские мечты надо воплощать в жизнь. Только тогда она и состоится. Это подарок тебе на юбилей. Если бы ты знал, с каким трудом мне удалось его провести, представляешь, засмеялась она, пришлось оформить его как театральный реквизит, справки дурацкие предъявляла о том, что это не оружие, а бутафория, указала она на массивный зазубренный меч. А, чемоданы какие неподъемные. Спасибо Юрке, встретил в Борисполе и помог установить. Правда красиво, не унималась она. Ну, почему ты такой грустный? Не рад? Да нет, все в порядке. Просто неожиданно как-то. Холодный блеск доспехов, закрытое забрало и две узкие щелки вместо глаз. Я смотрел в их черноту и думал, как могло получиться, что возникшее давно, но так и не исполнившееся глупое по своей сути детское желание может пройти сквозь время и сбыться, когда уже не ждешь. Мы лежали в постели. Мягкий приглушенный свет струился по ее телу. Веки ее были прикрыты, она дремала. Я смотрел на ее лицо, замечая, как от уголков глаз лучинками пробежали едва заметные морщинки. На лбу еще две, уже глубже. пролегли на всю его ширину. Они же отчетливо виднелись носогубные складки. С каждым годом они будут углубляться, а их количество нарастать. Слепки времени, свидетели радости и печали, матрица всех наших совместно прожитых лет. Я любил каждую из них. И склонившись над ней, по очереди стал их целовать. Она проснулась, открыла глаза. Что на тебя нашло? Люблю. А еще сделал я паузу. Я ухожу в хирургию. Она пристально на меня посмотрела. Ты окончательно решил? Да. Она не спросила, как и на что мы будем жить, не задала ни одного вопроса. Она все поняла. Она верила мне и верила в меня. Хорошо тихо произнесла она и тесно прильнула ко мне. А еще сказал я ей, я хочу поехать с тобой в зону и поискать там одного человека. Я говорил, а сам в это время думал. А может я ищу там себя? Всем, кто любит и любил, посвящается. 7 июня 2012 года 22 часа 07 минут. 1 2 3 7 9 9 Продолжение следует...